Джеффри Дивер Райм Исакс 2 Танцору гроба Посвящается памяти моей бабушки Этель Мэйрайдер Часть первая. Слишком много способов умереть Ястреба нельзя приручить. Чувства ему незнакомы. Эта птица в каком-то смысле является творением психиатра. В противоборстве ястреб не знает пощады. Т.Г. Уайт. Ястреб Глава первая Прощаясь со своей женой Перси, Эдвард Карни не догадывался, что видит ее в последний раз в жизни. Сев в свою машину, которую ему с трудом удалось припарковать на переполненной восточной 87-й улице в Манхэттене, Карни влился в оживленный поток. Наблюдательный по своей природе, он заметил стоящий рядом с их коттеджем черный микроавтобус с темными тонированными стеклами, покрытыми капельками грязи. Приглядевшись к видавшему виду автомобилю, Карни обратил внимание на номера штата Западная Вирджиния и вспомнил, что за последние несколько дней уже видел несколько раз микроавтобус на своей улице. Но тут остановившиеся на светофоре машины тронулись, Карни, едва успев проскочить перекресток на желтый свет, начисто забыл о микроавтобусе. Выехав на шоссе имени Рузвельта, он помчался на север. Через 20 минут Карни по сотовому позвонил жене домой. Она не ответила, и он начал волноваться. Перси должна была лететь вместе с ним. Вчера вечером они бросили монету, кто займет командирское кресло слева. И жена, выиграв, одарила его фирменной торжествующей улыбкой. Но в три часа ночи Перси проснулась с жуткой мигренью, не отпускавшей ее весь день. Пришлось срочно звонить и искать второго пилота на замену. А Перси, приняв флоринал, вынуждена была оставаться в постели. Никакая другая болезнь, кроме мигрени, не смогла бы удержать ее на земле. Эдвард Карни, долговязый 45-летний мужчина, все еще носивший короткую армейскую стрижку, склонив голову на бок, слушал гудки в телефоне. Наконец включился автоответчик, и он положил трубку на рычаг, слегка обеспокоенный. Карни вел машину со скоростью ровно 60 миль в час, строго посередине крайнего правого ряда. Подобно большинству летчиков, за рулем он вел себя консервативно. Товеряя другим пилотам, он считал почти всех водителей сумасшедшими. В конторе чартерной авиакомпании Goodzone Air, расположенной на территории аэродрома Маморонок в Винчестере, его ждал пирог. Строгая и чопорная Салли Энн, пахнущая как парфюмерный отдел дорогого магазина, испекла его сама, чтобы отпраздновать новый контракт заключенной компании. Нацепившая по торжественному случаю брошь в виде биплана с искусственным бриллиантом, подаренную внуками на прошлое Рождество, Салли Энн бдительным оком оглядывала помещение, убеждаясь, что все 12 сотрудников получили по куску соответствующих размеров. Эд Карни, куснув пирог пару раз, стал обсуждать предстоящий полет с Роном Телботом, чье солидное брюшко свидетельствовало о любви к выпечке, хотя держался Рон в основном за счет кофе и сигарет. Телбот, сидевший на двух креслах менеджера и руководителя полетами, высказывал свои опасения по поводу того, что доставить грузы не удастся в назначенный срок, что расход горючего может превысить расчетную величину, что стоимость работ посчитана неправильно. Отдав свой недоеденный кусок пирога, Эд посоветовала ему успокоиться. Вспомнив про Перси, он зашел в свой кабинет и снял трубку. Дома по-прежнему никто не отвечал. Озабоченность переросла в беспокойство. Люди, имеющие детей и люди, имеющие собственное дело, всегда отвечают на звонок. Бросив трубку на аппарат, Эдвард подумал было о том, что надо бы позвонить соседям и попросить заглянуть к нему домой. Но тут, в расположенный рядом с конторой ангар, въехал большой белый грузовик, и настало время работать. Телбот протянул Карни на подпись десяток документов, и в этот момент появился Тим Рендольф в темном костюме, белой рубашке и узком черном галстуке. Тим называл себя вторым пилотом, и Карни это нравилось. Вторыми пилотами были сотрудники компании, работавшие на регулярных авиалиниях. И хотя Карни уважал любого компетентного человека в правом кресле, все-таки до конца избавиться от снобизма ему не удалось. Высокая темноволосая Лорен, помощница Телбота, специально надела платье, приносящее удачу. Его небесно-голубой цвет соответствовал цвету логотипа компании Good Zone Air, силуэту сокола над земным шаром. Склонившись к Карни, Лорен шепнула ему на ухо. «Теперь все будет хорошо, правда?» «Все будет замечательно», – заверил ее он. Они обнялись. Салли Энн, также потискав Карни в своих объятиях, предложила ему в полет еще кусок пирога. Но он решительно отказался. Ему хотелось поскорее уйти отсюда, прочь от праздника, прочь от сентиментальности. Оторваться от земли, подняться в воздух. Долго ждать Карни не пришлось. Вскоре он летел на высоте трех миль над землей, сидя за штурвалом Лир-35А, лучшего частного реактивного самолета на свете, не имеющего на своем полированном серебристом корпусе никаких надписей и знаков, кроме регистрационного номера. Он летел в сторону поразительно прекрасного заката. Идеальный оранжевый диск опускался в огромные мечущиеся тучи, окрасившиеся в розовые и пурпурные цвета. Только рассвет может сравниться красотой с этим зрелищем. И только гроза может быть более величественной. До аэропорта О'Хейр было 723 мили, и Лир преодолел это расстояние меньше, чем за два часа. Центр управления полетами в Чикаго, вежливо попросив снизиться до 14 тысяч футов, передал самолет станции слежения за подходом. Станция слежения за подходом Чикаго? Подал запрос Тим. Лир Чарли Джулиет приближается на высоте 14 тысяч футов. Приветствую вас, Чарли Джулиет. Ровным голосом произнес другой диспетчер. Снижайтесь до 8 тысяч. Альтиметр в Чикаго 30.1. Ожидаемая полоса 27. Принято, Чикаго. Чарли Джулиет снижается с 14 до 8 тысяч. Аэропорт О'Хейр является самым оживленным в мире. И поэтому диспетчер поставил самолет в очередь на посадку, заставив его кружить над западными пригородами Чикаго. Через 10 минут приятный голос предложил. Чарли Джулиет, заходите курсом 0.9.0 по ветру на 27-ю полосу. Курс 0.9.0 Чарли Джулиет принял. Ответил Тим. Взглянув на яркие созвездия, высыпавшие на серо-стальное небо, Карни подумал. Эх, Персия, если бы ты видела, какие сегодня звезды. И впервые за всю свою летную карьеру поступил так, как не должен поступать профессионал. Тревога за Перси стремительно нарастала. Он должен был услышать ее голос. «Принимай управление», – бросил Карни Тиму. «Есть принять управление», – ответил тот, без вопросов беря в руки штурвал. Сквозь треск атмосферных разрядов снова раздался голос авиадиспетчера. «Чарли Джулиет, снижайтесь до 4000. Курс прежний». «Принято, Чикаго», – ответил Тим. «Чарли Джулиет, снижается с 8 до 4000». Карни переключил частоту радиостанции. «Вызываю компанию», – ответил он на вопросительный взгляд Тима. Связавшись с Телботом, Карни попросил его переключить вызов к нему домой. Ожидая соединения, он начал под руководством Тима осуществлять предпосадочную подготовку. «Отклонить закрылки на 20 градусов». «Закрылки на 20 градусов есть». «Проверить скорость». «180 узлов». Когда Тим заговорил в микрофон. «Чикаго, Чарли Джулиет прошел пятую отметку, приближается к четвертой». Карни услышал гудки. «Ну же, Перси, сними трубку, где же ты?» «Пожалуйста». Раздалась команда диспетчера. «Чарли Джулиет, снижайте скорость до 180, связывайтесь с диспетчером аэропорта, всего хорошего». «Принято, Чикаго, 180 узлов. До свидания». Третий звонок. «Проклятие, где она? Что случилось?» Пустота в груди росла. Турбовентиляторные двигатели запели скрипучую песню. Застонала гидравлика. В наушниках затрещали далекие грозовые разряды. «Закрылки на 30 градусов», – приказал Тим. «Выпустить шасси». «Закрылки на 30 градусов есть, выпустить шасси есть, все три стойки». И тут, наконец, в наушниках раздался резкий щелчок. Голос его жены произнес «Алло?» От облегчения Карни рассмеялся вслух. Он начал было говорить, но тут самолет встряхнуло так сильно, что за долю секунды взрывная волна сорвала громоздкий шлемофон с его головы, швырнув обоих пилотов в приборную панель. Вокруг посыпались искры. Оглушенный Карни машинально схватился левой рукой за штурвал, забыв, что тот онемел. Самолетом управлял Тим. Он повернулся к напарнику как раз в тот момент, когда его окровавленное, обмякшее тело исчезло в зияющей дыре в обшивке. О, Господи, нет! Нет! Но тут вся кабина, оторвавшись от разваливающегося самолета, подпрыгнула вверх, оставив позади фюзеляж, крылья и двигатели, превратившиеся в огненный шар. «Перси!» – прошептал Карни. «Перси!» Но у его губ больше не было микрофона. Глава вторая Огромные кокостероиды, цвета слоновой кости, песчинки светились на экране компьютера. Мужчина сидел, подавшись вперед, напрягая до боли шею, прищурившись, но не от проблем со зрением, а потому, что так было легче сосредоточиться. Где-то далеко прогремел гром. Утреннее небо приняло желтовато-зеленоватый оттенок, вот-вот должна была разразиться гроза. По сообщениям синоптиков, такой дождливой весны еще не было. «Песчинки!» «Увеличить!» – приказал мужчина, и изображение на экране послушно стало вдвое крупнее. «Как странно!» «Курсор низ!» Он снова наклонился вперед, напряженно вглядываясь в экран. «Ничто так не радует криминалиста, как песок!» – думал Динклен Райм. «Каменные крупинки, иногда смешанные с другими материалами, размером от 0,05 до 2 мм, меньше – это пыль, больше – гравий. Песок цепляется к одежде преступников не хуже свежей краски, а затем, словно по заказу, осыпается на месте преступления и в логове преступника, позволяя провести ниточку от убитого к убийце. Кроме того, песок может многое поведать о тех местах, где бывал подозреваемый. Мутные песчинки встречаются в пустыне, прозрачной на морском берегу. «Амфибол» означает Канаду, «Опсидиан» – Гавайи. «Кварц» и «Магматические породы» – это Новая Англия. Гладкий магнитный железняк серого цвета – западное побережье Великых озер. Но вот откуда взялись именно эти песчинки, Линклен Райм не имел понятия. В районе Нью-Йорка песок состоит в основном из кварца и полевого шпата. На берегах пролива Лонг-Айленд он каменистый. На Атлантическом побережье – мелкий как пыль. У Гудзона смешан с глиной. Но эти песчинки были белыми, остроугольными, сверкающими. Среди них встречались крошечные красные шарики. А что это за колечки? Белые каменные колечки, похожие на микроскопические кусочки кальмаров. Райм никогда не встречал ничего похожего. Заинтригованный этой загадкой, криминалист не мог оторваться от компьютера до 4 часов утра. Наконец он был вынужден отослать образец списка коллеги в лабораторию ФБР в Вашингтоне. Сделал он это скрипя сердце. Линкольн Райм ненавидел, когда его задачи решал кто-то другой. Какое-то движение за окном над кроватью. Райм повернулся в ту сторону. Его соседи, соколиная пара, проснулись и собрались вылететь на охоту. «Голуби, берегитесь!» Уронив голову, Райм пробормотал. «Проклятье!» Имея в виду не отчаяние от невозможности справиться с упрямыми уликами, а недовольство незваными гостями. На лестнице послышались торопливые шаги. Том открыл дверь, но Райм сейчас никого не хотел видеть. «О боже, только не сейчас!» Недовольно буркнул он, поворачиваясь к двери в прихожую. Но гости, разумеется, этого не услышали, а если бы услышали, то все равно не остановились бы. Их двое. Один грузный, ступает тяжело. Другой нет. Отрывистый стук в дверь, и они вошли. «Привет, Линкольн!» Райм проворчал что-то невнятное. Тяжелые шаги принадлежали Лону Селита, следователю первого разряда полиции Нью-Йорка. За ним семенил его напарник, худощавый молодой парень Джерри Бэнкс в элегантном сером костюме. Джерри обильно полил свою гриву лаком, Райм уловил запахи пропана, изобутана и ацетата винила, но волосы все равно упрямо топорщились во все стороны. Крепыш Селита обвел взглядом комнату второго этажа, имевшую размер 20 на 20 футов. На стенах никаких украшений. «Линк, никак не могу понять, что с комнатой?» «Ничего». «О, я понял, здесь стало чисто», – сказал Бэнкс и сразу же осекся. «Конечно чисто», – подтвердил Том, как всегда в безукоризненно отутюженных светло-коричневых брюках, белой рубашке и пестром галстуке, который Райм находил вызывающе безвкусным, несмотря на то, что сам заказал его по каталогу для своего помощника. Том работал у него уже несколько лет, и хотя Райм дважды выгонял его, а один раз он уходил сам, криминалист трижды снова приглашал невозмутимого санитара-помощника. Том разбирался в спинномозговых травмах не хуже врача-специалиста, а полученных от Лилькальна Райма познаний в области криминалистики хватило бы, чтобы из него получился неплохой сыщик. Но молодой человек довольствовался должностью, обозначенной страховой компанией как помощник по уходу за инвалидом, хотя этот термин не нравился ни Райму, ни самому Тому. В зависимости от настроения, криминалист называл помощника наседкой или немезидой, и оба этих обращения несказанно радовали Тома. «Райм был вне себя», продолжал помощник, обходя остановившихся в дверях полицейских. «Но я позвонил в службу быта, и дом отдраяли снизу доверху. А разве что не пришлось проводить дезинфекцию, вы потом со мной целый день не разговаривали». «Зачем надо было здесь убирать? Я теперь ничего не могу найти». «Но ведь вы и не должны ничего искать, правда?» возразил Том. «На это у вас есть я». У Райма не было настроения вступать в пререкание. «Ну?» Его красивое лицо обратилось к Селита. «Что у вас?» «Есть одно дело. Мы подумали, ты захочешь нам помочь». «Я занят». «Это что еще такое?» спросил Бэнкс, указывая на новый компьютер, стоящего из головы кровати Райма. «О!» с радостью воскликнул Том. «Это настоящее произведение искусства! Линкольн, покажите им, покажите!» «Я не хочу никому ничего показывать». Новые раскаты грома, но пока ни капли дождя. Сегодня, как это нередко бывает, погода снова издевалась над людьми. «Ну покажите, как он работает!» настаивал Том. «Не хочу». «Вы просто стесняетесь!» «Том!» взорвался Райм. Но молодой помощник был равнодушен к угрозам и обвинениям. «Ума не принял ажу, что на него нашло?» сказал Том, поправляя ужасный или сверхмодный галстук. «Еще совсем недавно он очень гордился этой штуковиной». «Ничего подобного!» «Вот этот ящик», – продолжал Том, – подключен к компьютеру. «Ого, 200 МГц!» – понимающий кивнул Бэнкс. Избегая хмурого взгляда Райма, он вцепился в вопрос, словно слова в лягушку. «Точно!» – подвердил Том. Но Линкольна Райма нисколько не интересовали компьютеры. В настоящий момент его вообще не интересовало ничего, кроме крохотных колечек, затаившихся среди песчинок. «Это микрофон. Сигнал с него поступает прямо в компьютер», – не сдавался Том. «Компьютер понимает то, что говорит Линкольн. Потребовалось много времени, чтобы научить компьютер распознавать его голос. Линкольн любит невнятно бормотать». На самом деле, Райм был очень доволен новой системой – компьютером, работающим с быстротой молнии, специальным устройством контроля за окружающей средой и программным обеспечением распознавания речи. Теперь криминалист мог голосом двигать по экрану курсор. Здоровый человек делает это при помощи клавиатуры и мыши. Более того, он мог одним словом включить и выключить кондиционер, зажигать и гасить свет, включать стереопроигрыватель или телевизор, звонить по телефону и отправлять факсы. «Он может даже сочинять музыку», – объяснял гостян Том. «Достаточно только говорить компьютеру, какую ноту куда поставить». «Это самое главное», – угрюмо проворчал Райм. «Музыка». Для инвалида с травмой четвертого позвонка, каковым являлся Райм, не составляло труда кивнуть головой. Он мог также поджимать плечами, хотя и не так пренебрежительно, как ему хотелось бы. Еще одним фокусом, достойным показа в цирке, было то, что Райм мог шевелить безымянным пальцем левой руки на несколько миллиметров в любом направлении. В течение последних нескольких лет этим и ограничился набор физических действий, доступных ему. А написание сонеты для скрипки не входило в его ближайшие планы. «Он также может играть в компьютерные игры», – добавил Том. «Я не играю в компьютерные игры. Я их ненавижу». Селита, напоминающий Райму большую, незаправленную кровать, без интереса посмотрел на компьютер. «Линкольн», – мрачно произнес он. «Дело серьезное. Мы работаем вместе с федералами. Вчера вечером произошли большие неприятности. Мы словно натолкнулись на каменную стену, рискнул ставить Бэнкс. И мы подумали...» «Ну, точнее, я подумал, что ты, возможно, захочешь нам помочь». «Он захочет им помочь?» «Я сейчас занят», – объяснял Райм. «Если конкретно работаю на Перкинса». Томас Перкинс был специальным агентом Манхэттенского отделения ФБР. Один из ребят Фреда Дилрея бесследно исчез. Специальный агент Фред Дилрея, ветеран бюро, руководил работой тайных агентов Манхэттенского отделения. В свое время сам Дилрея был одним из лучших оперативников ФБР. Он не раз удостаивался благодарности от самого директора за успешное проведение операций, связанных с внедрением людей в ближайшее окружение главарей наркомафии Гарлема и в негритянские террористические организации. Несколько дней назад один из агентов Дилрея Тони Пеннелли бесследно исчез. «Перкинс нам говорил», – забетил Бэнкс. «Чертовщина какая-то». Услышав такое откровенное заявление, Райм закатил глаза. Хотя спорить было не с чем. Агент пропал в 9 часов утра из своей машины, стоящей напротив административного здания в центре Манхэттена. На улицах было не слишком людно, но и пустынными их нельзя было назвать. Дверь служебной машины панели была открыта, двигатель работал. В салоне не оказалось ни следов крови, ни частиц пороха неизбежных при выстреле, ни царапин и потертостей, свидетельств борьбы. И никто ничего не видел. По крайней мере, желающих дать показания не было. Действительно какая-то чертовщина. В распоряжении Перкинса имелись замечательные специалисты-криминалисты, в том числе из отдела осмотра мест преступления. Но именно Райм стоял у истоков создания этого отдела. Поэтому именно к нему обратился Дилрей с просьбой расследовать улики, обнаруженные на месте исчезновения агента. Бывший сотрудник Райма, проведя в машине панели несколько часов, не смог обнаружить никаких посторонних отпечатков пальцев и вернулся с десятью пакетами ничего не значащих улик и кучкой очень странных песчинок, единственной ниточкой, которая могла куда-нибудь привезти. Именно эти песчинки сейчас и сияли на экране компьютера, огромные и величественные, словно небесные тела. «Если ты согласишься нам помочь, Линкольн, Перкинс порочит дело панели кому-нибудь другому», продолжал Селита. «Но главное, я уверен, что ты сам захочешь заняться этим». «Опять этот глагол, захочешь? Что все-таки случилось?» Несколько лет назад Райм и Селита работали в отделе по расследованию убийств. Они занимались самыми сложными и самыми громкими делами. Райм прекрасно знал своего бывшего напарника. И хотя он, как правило, не доверял своей способности судить о людях, его бывшая жена Блэйн говорила и не раз с возмущением, что Райм разглядел за целую милю стрелянную гильзу, не заметив прямо под носом человека. Сейчас у него не было сомнений, что Селита что-то недоговаривает. «Ну хорошо, Лон, в чем дело? Говори». Селита кивнул на Бэнкса. «Филипп Хансон», – многозначительно произнес молодой полицейский, поднимая жиденькие брови. Это имя было известно Райму только по газетам. Хансон, жесткий напористый бизнесмен, родом из Тампы, штат Флорида, владел оптовой компанией, зарегистрированной в Армонке, штат Нью-Йорк. Дела компании шли очень успешно, и Хансон быстро сколотил себе многомиллионное состояние. Ему никогда не приходилось искать агентов, тратиться на рекламу, испытывать проблемы со сбытом. Больше того, единственной неприятностью, с которой сталкивалась компания FH Distributor, заключалась в том, что федеральное правительство и администрация штата Нью-Йорк не жалели сил и средств, чтобы ее ликвидировать, а президента упрятать за решетку, потому что торговала компания Хансона не списанными армейскими машинами, а оружием, преимущественно похищенным с военных складов или нелегально импортированным. В начале этого года двое солдат были убиты во время нападения на грузовик со стрелковым оружием, направлявшийся в Нью-Джерси. За этим преступлением стоял Хансон. И прокурор штата Нью-Йорк, и генеральный прокурор знали это, но не могли доказать. «Мы с Перкинсом потихоньку сколачиваем против него дело», сказал Селита. «Работаем в сотрудничестве с армейской службой безопасности, но движемся чертовски медленно». «Все боятся стучать на Хансона», сказал Бэнкс. Райм не сомневался, что ни один человек в здравом уме не рискнет доносить на такого человека, как Хансона. «Наконец, на прошлой неделе в деле произошел крупный прорыв», продолжал молодой полицейский. «Видите ли, Хансон в прошлом летчик. Его компании принадлежат склады в районе аэродрома Маморонок. Это рядом с White Plains, знаете?» «Так вот, судья выдал санкцию на проведение там обыска. Естественно, мы ничего не нашли, но на прошлой неделе около полуночи аэродром уже был закрыт, но там еще оставались люди, и они видели, как человек, по описанию похожий на Хансона, подъехал к частному самолету, загрузил туда какие-то мешки и взлетел, не имея разрешения диспетчерской службы, даже не поставив ее в известность. Просто взлетел. Вернулся через 40 минут, приземлился, сел в машину и дал деру так, что загорелись покрышки. Свидетели сообщили регистрационный номер самолетов Федеральное агентство гражданской авиации и выяснилось, что он принадлежит не компании Хансона, а лично ему. Значит, Хансон понял, что вы обложили его со всех сторон и решил избавиться от улик, которые могли бы привязать его к нападению на армейский грузовик, сказал Райм, начиная понимать, почему полицейские обратились к нему. В его душу упали первые семена заинтересованности. Авиадиспетчеры проследили маршрут полета? Какое-то время самолет вел аэропорт Лагвардия. Он шел прямо на пролив Лонг-Айленд. Там снизился и на 10 минут исчез с экранов локаторов. И вы очертили круг, определив, как далеко он смог улететь. Водолазы уже работают? Да. Так вот, нам стало известно, что Хансон, узнав о свидетелях, увидевших его, струхнул. И нам удалось упрятать его в тюрьму до понедельника. Обвинение в федеральном преступлении. Райм рассмеялся. Неужели вам удалось уговорить судью открыть дело на основании таких шатких улик? В основном мы наплели какую-то чушь про нарушение правил полетов, ответил селита. Вылет без разрешения, полет на опасно малой высоте и все такое. И что говорит по этому поводу мистер Хансон? Он в таких делах дока. Ни одного слова тем, кто его арестовывал. Ни одного слова прокурору. Адвокат все отрицает и собирается подавать жалобу по поводу незаконного задержания. И так далее, и так далее, и так далее. Но если мы до понедельника находим эти мешки, мать их, мы выкладываем их на стол в суде и бац, Хансон готов. Разумеется, согласился Райм. Если в них есть какие-то серьезные улики. Есть. Почему вы так в этом уверены? Потому что Хансон запаниковал. Он нанял убийцу, чтобы тот расправился со свидетелями. С одним уже покончено. Вчера ночью его самолет взорвался на подлете к Чикаго. Значит, от него хотят, чтобы он нашел мешки. Возникает масса любопытнейших вопросов. Возможно ли привязать самолет к какому-то конкретному району водной поверхности, над которой он пролетал, на основании анализа осаждения морских солей на фюзеляже или останков какого-то насекомого, размазанного по передней кромке крыла? Можно ли вычислить время смерти насекомого? А как насчет концентрации солей в морской воде и наличия посторонних примесей? Может ли так быть, что самолет, пролетая над самой поверхностью воды, засосал в двигателе какие-либо водоросли? Мне нужна подробная карта пролива, начал Райм. Далее. Чертежи самолета. Ммм, Линкольн, понимаешь, мы здесь не за этим, остановил его селлита. Не для того, чтобы найти мешки, добавил Бэнкс. Нет? Тогда зачем? Райм тряхнул головой, прогоняя с лба надоедливую прядь волос, и хмуро взглянул на молодого полицейского. Селлита уставился на коробку контроля за окружающей средой. Выходящие из нее красные, желтые и черные провода были похожи на греющихся на солнце змей. Мы хотим, чтобы ты помог нам найти убийцу, того типа, которого нанял Хансон. Остановить его прежде, чем он доберется до оставшихся двух свидетелей. И... Райм видел, что селлита до сих пор не договаривает, придерживая что-то про запас. Отвернувшись к окну, тот сказал, Линкольн, похоже, это танцор. Танцор у гроба? Повернувшись к нему лицом, селлита кивнул. Вы уверены? Насколько нам известно, несколько недель назад он выполнил один заказ в Вашингтоне. Убил помощника конгрессмена, замешанного в сделках с оружием. Во время проверки выяснилось, что из телефонной будки рядом с домом Хансона был звонок в гостиницу, в которой останавливался танцор. Линкольн, это он. Светящиеся песчинки, огромные как астероиды, гладкие как женские плечи, потеряли для Райма всякий интерес. Итак, тихо произнес он. Мы столкнулись с проблемой. Глава третья. Она запомнила. Вчера ночью, похожий на пение цикад, звонок телефона разбудил ее, перекрыв шум противного мелкого дождя за окном в спальне. Она с презрением посмотрела на телефон, словно именно телефонная компания Нью-Йорка была виновата в терзавшей ее тошноте, мучительной боли, удушающим обручем стиснувшей ей голову, в пляшущих перед глазами огоньках. Наконец она сбросила ноги с кровати и на четвертом звонке схватила трубку. Алло? Ответом ей было гулкое эхо коммутатора, соединившего телефонную линию с радиостанцией. Потом раздался голос. Кажется. Смех. Кажется. Затем оглушительный рев, щелчок и тишина. Никакого гудка, приглашающего к набору номера. Полная тишина, укутанная в оглушительные волны, накатывающиеся на ее уши. Алло! Алло! Положив трубку, она села на кровать и уставилась в окно. На дождь за окном, на кустке зила, сгибающейся и распрямляющейся под порывами грозового ветра. Затем она снова заснула. Но через полчаса телефон зазвонил снова. Ей сообщили, что реактивный самолет Лир Чарли Джулиет разбился при заходе на посадку, унеся с собой жизни ее мужа и Тима Рендольфа. Сейчас, серым понурым утром, Перси Рэйчел Клей уже знала, что таинственный ночной звонок был от ее мужа. Рон Телбот, мужественно позвонивший ей с известием о катастрофе, рассказал, что приблизительно в то время, когда Лир разбился, он переадресовал на ее домашний телефон вызов Эда. Значит, это был его смех. Алло! Алло! Откупорив фляжку, Персиди сделала глоток. Ей вспомнился ветреный день много лет назад, когда они с Эдом прилетели на гидроплане Сессна-180 на Красное озеро в провинции Антарио и сели, имея в баках всего около 6 унций горючего. Успешное завершение полета они отпраздновали, осушив бутылку канадского виски сомнительного качества, после которого на следующий день их мучило жуткое похмелье. От этого воспоминания у нее навернулись слезы. «Послушай, Перси, хватит на сегодня, хорошо?» – сказал мужчина, сидящий на диване, указывая на фляжку. «Пожалуйста!» «Да-да, хорошо!» В ее хриплом голосе прозвучал сдержанный сарказм. «Конечно!» Она сделала еще глоток. Ей хотелось закурить, но она держалась. «За каким чертом Эду вздумалась звонить мне во время захода на посадку?» «Наверное, он очень о тебе беспокоился», – предположил Брит Хейл. «Тебя же мучила мигрень». Как и Перси, Хейл эту ночь провел без сна. Телбот позвонил и ему, и Брит, узнав о катастрофе, сразу же приехал к Перси, чтобы быть рядом с ней. Он оставался у нее до самого утра, помогая делать все необходимые звонки. Именно Хейл, а не Перси, сообщил печальное известие ее родным, живущим в Ричмонде. «Брит, почему он звонил во время захода на посадку?» «Это никак не связано с тем, что случилось», – мягко заметил Хейл. «Знаю». Они были знакомы друг с другом уже много лет. Хейл стал одним из первых летчиков компании Good Zone Air. Он работал четыре месяца, не получая жалования. А затем, когда его сбережения иссякли, застенчиво попросил у Перси хоть каких-то выплат. Хейл так и не узнал, что он оплатил ему из собственного кармана, так как компания стала приносить прибыль только через год. Внешне Хейл напоминал старого сухопарого учителя. В действительности он очень легко сходился с людьми, полная противоположность Перси, и был не прочь пошутить. Однажды, когда пассажиры буянили и вели себя особенно грубо, он перевернул самолет вверх шасси и летел так до тех пор, пока они не успокоились. Хейл часто занимал правое кресло, когда в левом сидела Перси, считавшая его лучшим вторым пилотом в мире. «Считаю за честь летать с вами, мэм!» отвечал он, не очень удачно копируя Элвиса Пресли. «Благодарю вас!» Боль в висках почти прошла. Перси, не раз терявшая друзей и в основном в авиакатастрофах, знала, что утрата ближнего является хорошим обезболивающим. «Как и алкоголь!» Еще один глоток из фляжки. «Черт побери, Брит!» Она плюхнулась на диван рядом с ним. «О, черт возьми!» Хейл положил ей на плечо свою сильную руку. Перси уронила голову ему на грудь. «Успокойся, малыш!» нежно прошептал он. «Я могу чем-нибудь помочь?» Она покачала головой. Этот вопрос не имел ответа. Снова глотнув бурбон, Перси взглянула на часы. Девять утра. С минуты на минуту приедет мать Эда. Друзья, родственники. Надо будет думать о поминках. Так много дел. «Я должна позвонить Рону», наконец сказала Перси. «Надо что-то делать. Компания». В гражданской авиации слово «компания» имеет несколько другой смысл, чем в других областях деятельности. «Компания», обязательно с прописной «Ка», это живое существо, организм. О ней говорят с почтительностью, грустью или гордостью. Иногда с горечью. Гибеледа стала раной в жизни многих, в том числе компанией, для которой ранение может оказаться смертельным. Столько дел. Но Перси Клей, женщина, не знающая, что такое паника, вытворявшая на своем Лир-23 такие пируэты, что даже былые летчики закрывали глаза. Сейчас, будто парализованная, сидела на диване. Странно, думала она, словно глядя на себя из другого измерения. Я не могу пошевелиться. Перси даже посмотрела на свои руки, уверенная, что они, обескровленные, стали белыми, как полотно. О, Эд. Разумеется, и Тима Рэндольфа тоже жалко. Прекрасный второй пилот, каких еще поискать. Перси мысленно представила себе его юное круглое лицо, чем-то напоминающее лицо молодого Эда. Улыбающийся и жизнерадостный. Внимательный, исполнительный, но твердый. Управляя самолетом, Тим даже от самой Перси требовал беспрекословного подчинения. Тебе хорошо бы выпить кофе, предложил Хейл, направляясь на кухню. Я приготовлю тебе двойной макачино с молоком. Они с Перси часто шутили, что настоящие летчики терпеть не могут растворимые помои и пьют только настоящий черный кофе. Но сейчас Хейл, благослови его, Господи, думал не о кофе. В действительности, он хотел сказать, брось пить. Перси намек поняла. Закупорив фляжку, она с громким стуком швырнула ее на стол. Ну хорошо, хорошо. Встав в диван, Перси принялась расхаживать по гостиной. Вдруг она увидела себя в зеркале. Плоское лицо с приплюснутым носом. Жесткие непокорные кудри, черные как смоль. Однажды во время терзаний переходного возраста Перси остриглась наголо. Я им покажу. Но этот вызывающий поступок лишь дал ученицам закрытой женской школы в Ричмонде дополнительное оружие против нее. Перси все еще оставалась стройной, а ее глаза, как не переставала твердить мать, были высочайшего качества. Естественно, с ее собственной точки зрения. А мужчины, разумеется, на это качество плевали свысока. Сейчас под этими глазами набухли темные мешки. Кожа лица уже давно потеряла блеск, расплата за то, что многие годы Перси выкуривала по две пачки мальбора в день. Проколотые мочки ушей, не зная сережек, много лет как заросли. Перси выглянула в окно сквозь деревья, растущие рядом с домом на оживленную улицу. В ее памяти что-то шевельнулось, что-то неприятное. Что? Что именно? Ощущение исчезло, сметенное настойчивым звонком в дверь. Открыв дверь, Перси увидела на крыльце двух удародных полицейских. Миссис Клей? Да? Полиция Нью-Йорка. Они показали значки. Мы будем охранять вас до тех пор, пока не будет установлено, что случилось с вашим мужем. Проходите, сказала она. Со мной Брит Хейл. Мистер Хейл обрадованно кивнул один из полицейских. Он здесь? Очень хорошо. Мы направили двух человек в его дом в Бронксвилле. Взглянув на улицу, Перси снова ощутила что-то неуловимое. Обойдя полицейских, она вышла на крыльцо. Миссис Клей, вам лучше не выходить из дома. Она стояла, застыв на месте, уставившись на улицу. В чем же дело? И вдруг Перси поняла. Я должна вам кое-что сообщить, повернулась она к полицейским. Черный микроавтобус. Черный микро... Да, черный микроавтобус. Он стоял вон там. Один из полицейских достал записную книжку. Расскажите мне о нем поподробнее. Подожди, сказал Райм. Лонселита оборвал свой рассказ на полусловие. Криминалист услышал приближающиеся шаги. Нелегкие, не тяжелые. Он узнал, чьи они. И дело тут было не в дедукции, просто Райм уже много раз слышал эти шаги. В дверях показалось красивое лицо Амелии Сакс в обравлении длинных, рыжих волос. Неуверенно остановившись, молодая женщина все же решила войти. Она была в синей полицейской форме, но без фуражки и галстука. В руках она держала хозяйственную сумку. Джерри Бэнкс расплылся в улыбке. Его реакция была вполне объяснима. Мало кто из простых полицейских с улицы мог, как Амелия Сакс, похвастаться работой в престижном агентстве фотомоделей на Мэдисона Веню. Однако пылкий взгляд Бэнкса, как и его чувства, остались без ответа, и молодой полицейский, несмотря на небритый подбородок и торчащие во все стороны волосы, решил продолжить свои немые воздыхания. «Привет, Джерри!» бросила Сакс. Селита удостоился кивка и почтительного «Сэр». Литиланд слыл легендой в убойном отделе. Сакс была из семи полицейских и еще до академии за обеденным столом приучилась уважать старших. «Похоже, ты устала», заметил Селита. «Спать сегодня не пришлось», объяснила Сакс. «Искала песок». «Она достала из сумки несколько пакетиков». «Вот, собирала образцы». «Хорошо», сказал Райм. «Ну, теперь это осталось в прошлом. Мы получили новое задание». «Новое задание?» «В городе появился один человек. Мы должны его поймать». «Кто?» «Наемный убийца», ставил Селита. «Профи? Связан с организованной преступностью?» «Профессионал высочайшего класса», подтвердил Райм. «О связях с организованной преступностью нам пока ничего не известно». Именно крупные преступные группировки являлись основными поставщиками наемных убийц. «Вольный стрелок», пояснил Райм. «Мы прозвали его танцор у гроба». Сакс подняла бровь, расчесанную ногтем до красоты. «Почему?» «Лишь одной из жертв, познакомившихся с ним вблизи, удалось прожить после этого достаточно долго для того, чтобы поведать нам какие-либо подробности об убийце. У него на плече есть, ну, по крайней мере, была татуировка. Джек-потрошитель, танцующий с женщиной перед гробом». «Что ж, это уже можно помещать в графу особые приметы», криво усмехнулась Сакс. «Что еще известно об убийце?» «Белый мужчина. Скорее всего, тридцати с небольшим лет. Это все». «Татуировку пытались проследить?» спросила она. «Разумеется», сухо ответил Райм. «Искали даже на краю земли». И это действительно было так. Но ни одно правоохранительное отделение во всех крупных городах мира не смогло предоставить никаких данных по такой татуировке. «Дамы и господа, прошу прощения», вмешался Том. «Мне надо кое-что сделать». Разговор прервался на то время, пока молодой помощник осуществлял процедуру переворачивания своего босса. Это способствовало вентиляции легких. Для инвалидов со спинно-мозговой травмой определенные части тела становятся персонифицированными. У них с этими частями развиваются особые отношения. После того, как несколько лет назад во время осмотра места преступления был поврежден спинной мозг Райма, собственные руки и ноги стали для него главными врагами. Столько усилий, направленных на то, чтобы заставить их подчиняться, ему было потрачено впустую. Но конечности одержали бесспорную победу и до сих пор оставались неподвижными, как брега. После этого Райм столкнулся со спазмами, безжалостно сотрясающими все его тело. Он пытался остановить их. Со временем спазмы прекратились. Похоже, без его участия. Райм не мог с чистым сердцем приписать себе победу над ними, хотя и признал их капитуляцию. После этого криминалист обратился к второстепенным врагам, занявшись в первую очередь легкими. В конце концов, через год лечения он смог отказаться от искусственного вентилятора. Райм снова смог дышать самостоятельно. До сих пор это была его единственная победа над собственным телом, и криминалиста не покидало мрачное предчувствие, что легкие лишь выжидают, чтобы взять реванш. Райм решил, что через год-два умрет от пневмонии или эмфиземы. В принципе, Линкольн Райм ничего не имел против смерти, но умереть можно по-разному. Криминалист был полон решимости покинуть этот мир без мучений. Есть какие-то наводки? Достоверно известно, что он некоторое время назад находился в федеральном округе Колумбия, протянул по-бруклински селита. И это все, больше ничего. О, впрочем, кое-что можно добавить. Диллариу известно больше, чем нам. У него есть и тайные агенты, и стукачи. Так вот, этот танцор, он все равно, что 10 разных человек. Меняет форму ушей, применяет силиконовые накладки на лицо. Добавляет шрамы, убирает шрамы, толстеет, худеет. Однажды он освежевал труп жертвы, снял кожу с рук и использовал ее в качестве перчаток, чтобы обмануть криминалистов, оставляя чужие отпечатки. Меня он не обманул, напомнил Райм. Но я так его и не взял, мрачно добавил он про себя. Он все просчитывает заранее, продолжал детектив. Сначала отвлекает внимание, затем наносит удар. Свою работу выполняет безукоризненно, а потом очень умело заметает за собой следы, мать его. Селита обеспокоена умолк, что было странно для человека, зарабатывающего на жизнь охотой на убийц. Райм отвернулся к окну, не желая поддерживать молчание своего бывшего напарника. То дело с озвежеванными руками было последней по времени работы танцора в Нью-Йорке, продолжал рассказ он. Это произошло лет 5-6 назад. Его нанял один банкир, решивший избавиться от своего партнера. Танцор выполнил заказ честно и аккуратно. Моя комбанда экспертов прибыла на место преступления и начала осмотр. Кто-то из ребят достал из мусорной корзины скомканную бумагу. Это привело к срабатыванию заряда пластида. Приблизительно 8 унций. Оба криминалиста погибли на месте. Большинство улик было уничтожено. Прости, что заставила тебя заговорить об этом, сказала Сакс. Наступило неловкое молчание. Уже больше года молодая женщина была учеником и напарником криминалиста, а в последнее время она стала и его другом. Иногда Сакс даже оставалась у него на ночь. Она спала на диване в гостиной или, как целомудренная старшая сестра, забиралась к нему в просторную двуспальную кровать. Но разговоры в основном велись о методах научной криминалистики. Райм убаюкивал молодую женщину рассказами о серийных убийцах и неуловимых ворах-домушниках. Оба старались избегать личных тем. Вот и сейчас Сакс ограничилась лишь банальным «Представляю, каково тебе было». Райм отмахнулся от сочувствия, тряхнув головой. Он уставился на голую стену. Когда-то вся комната была увешана художественными репродукциями. Их давным-давно сняли. Но криминалист постоянно играл в игру, проводя взглядом мысленные линии между остатками липкой ленты. Сейчас у него получилась кривобокая звезда, которой не удалось все же заслонить перед глазами Райма жуткую картину обезображенного взрывом места преступления. «Тот тип, что нанял танцора, он что, решил вдруг его заложить?» спросила Сакс. Прямо-таки горел желанием. Но он мало что мог нам рассказать. Деньги и инструкции он опустил в указанный ему почтовый ящик. Лично они ни разу не встречались. Райм набрал полную грудь воздуха. Но самое страшное заключалось в том, что банкир, заплатив за устранение конкурента, потом передумал и решил отменить заказ. Нервы не выдержали. Но он так и не смог связаться с танцором. Впрочем, это все равно не имело значения. Танцор с самого начала предупредил его. Об отмене задания не может быть и речи. Затем Селита вкратце рассказал Сакс о деле против Филиппа Хансона, о свидетелях, выдевших его ночной полет, и о вчерашней бомбе. «Кто оставшиеся свидетели?» спросила она. «Перси Клей, жена этого карни, погибшего в авиакатастрофе. Она президент компании Гудзун Эйр. Ее муж был вице-президентом. Третий свидетель Бриттон Хейл, летчик той же компании. Я послал к нему домой нянек, присматривать за ним. «Я уже связался с Мелом Купером», сказал Райм. «Он будет работать в лаборатории на первом этаже. Дело Хансона ведется в сотрудничестве с федералами. Бюро будет предоставлять Фред Дилерей. Если понадобится, он выделит для защиты свидетелей специальных агентов и охраняемый дом». Отключившись от того, что начал говорить Селита, Линкольн Райм снова погрузился в воспоминания. Перед глазами снова встала картина помещения, развороченного лет пять назад взрывом бомбы, которую оставил танцор. Воспоминания Мусорная корзина, раскрывшаяся от взрыва словно черная роза. Запах взрывчатки, удушливая вонь, нисколько не похожая на аромат дыма от костра. Расстрескавшаяся от жары краска на обгоревшем дереве. Обугленные трупы экспертов, застывшие в неестественных скорченных позах. От этих жутких картин Райма спасло жужжание факса. Джерри Бэнкс выхватил из машины первый лист. Протокол осмотра места падения самолета, объявил он. Райм жадно повернулся к факсу. Мальчики и девочки, пора за работу. Мыть. Мыть тщательно. Солдат, у тебя руки чистые? Стараюсь, сэр. Коренастый мужчина лет 30 с небольшим стоял в туалете кафе на Лэнгсингтон-авеню, поглощенный своим занятием. Тереть, тереть, тереть. Прервавшись, мужчина огляделся вокруг. По коже никому нет тела до того, что он торчит здесь уже 10 минут. И опять тереть, тереть. Стивен Кол осмотрел кожу на руках, крупные красные костяшки пальцев. Вроде чистые, вроде чистые. Червей нет. Ни одного. У него было прекрасное настроение, когда он перегонял свой черный микроавтобус с улицы в подземный гараж. Забрав из багажника необходимый инструмент, Стивен поднялся по пандусу и влелся в оживленную толпу. Ему уже приходилось несколько раз работать в Нью-Йорке, но он никак не мог привыкнуть к такому огромному скоплению народа. Только в одном квартале не меньше тысячи человек. От этого становится не по себе. От этого по коже Стивен заглянул в туалет и долго оттирал руки. Солдат, ну ты закончил наконец? Тебе нужно поразить еще две цели. Так точно, сэр, почти закончил. Необходимо полностью исключить риск оставить на месте операции какие-либо следы, сэр. Во, во имя сего святого, побыстрее. На руки лилась теплая вода. Он потер под ногтями щеткой, принесенной с собой, выдавил из мыльницы на стене каплю розового жидкого мыла и принялся тереть дальше. Наконец, удовлетворяно посмотрев покрасневшие руки, он обсушил их под струей горячего воздуха из автомата. Никаких полотенец, никакой клетчатки, способной многое рассказать, и никаких червей. Сегодня Стивен был одет в камуфляжную форму. Разумеется, не в желтую с бурыми разводами спецодежду времен операции буря в пустыне. Кроссовки, джинсы, клетчатая рубашка и серая штормовка в пятнах краски. На поясе сотовый телефон и рулетка. Стивен выглядел обыкновенным строителем, которых на Манхэттене тысячи. Сегодня он выбрал этот маскарадный костюм, потому что никто не обратит внимания на строителя, надевшего в погожий весенний день матерчатые перчатки. Стивен вышел из кафе. Народу по-прежнему тьма, но теперь руки у него чистые и неприятные ощущения прошло. Остановившись на углу, он посмотрел на особняк, в котором раньше жили муж и жена, но теперь осталась одна жена, потому что муж уже разлетелся на миллион кусочков над родиной президента Линкольна. Итак, в живых осталось два свидетеля и оба должны умереть до того момента, как в понедельник утром соберется на заседание суд. Стивен сверился с часами, которые представляли из нержавеющей стали. Полови до десятого утра, суббота. Солдат, тебе хватит времени, чтобы завалить обоих? Сэр, возможно, прямо сейчас я обоих не уничтожен, но у меня в запасе почти двое суток. На то, чтобы установить местонахождение двух целей и уничтожить их времени больше, чем достаточно, сэр. Солдат, а если возникнут какие-то трудности? Сэр, я живу ради того, чтобы преодолевать трудности. Перед особняком стояла одинокая полицейская машина, как он и ожидал. И так известна зона действия перед домом и неизвестная внутри. Оглянувшись по сторонам, Стивен пошел по тротуару, чувствуя зуд в оттертых начисто руках. Он шел, представляя себя местным жителем. Не Стивеном и не мистером Коллом, а также не Тоддом Джонсоном, Стеном Бэтгоу и не десятком других человек, чьи имена он испробовал за последние несколько лет. А его настоящее имя превратилось в что-то вроде заржавленного турника в глубине двора. Ты знаешь, что он там есть, но в действительности смотришь и не замечаешь. Резко повернув, Стивен зашел в подъезд дома, стоящего напротив особняка жены. Остановившись в дверях, он посмотрел на большое окно в доме напротив, частично скрытое цветущим кизилом. Стивен надел дорогие очки с желтоватыми поляризованными стеклами и отблески от стекла исчезли. Он разглядел в комнате движущиеся фигуры. Один полицейский. Нет, два полицейских. Мужчина, стоящий к окну спиной. Возможно, друг, третий свидетель, которого должен убрать Стивен. И... Да, вот и жена. Невысокая, неказистая, похожая на мальчишку. На ней была белая блузка. Замечательная мишень. Жена отошла от окна и скрылась из виду. Нагнувшись, Стивен расстегнул рюкзак. Глава четвертая Линкольна Райма перенесли из-за компьютера в кресло на колесах под названием «Штормовая стрела». Теперь криминалист смог взять управление на себя. Зажав во рту пластмассовую соломинку, он въехал в крошечный лифт, на месте которого был когда-то встроенный шкаф. Лифт без лишних церемоний опустил его на первый этаж. В 90-е годы 19-го века, когда был построен этот особняк, помещение, в которое сейчас въехал Линкольн Райм, служило салоном. Деревянные стены, обитые дранкой и покрытые лепниной в виде массивных лилий, стрельчатые ниши и массивные дубовые половицы, соединенные так прочно, словно сваренные сваркой. Но архитектор пришел бы в ужас, увидев, что Райм полностью разрушил стену, отделяющую салон от гостиной, а в оставшихся насверлил огромные отверстия для прокладки дополнительной электропроводки. Образовавшееся просторное помещение было заполнено не хрусталем и задумчивыми пейзажами кисти Джорджа Инса, а произведениями искусства совершенно иного толка. Колбами определить это плотности компьютерами, микроскопами, сравнительными микроскопами, газовым хроматографом, массоспектрометром, ультрафиолетовой лампой и паровыми рамками для снятия частичных отпечатков пальцев. Один угол занимал величественный электронный микроскоп, стоящий уйму денег, который был подключен к источнику рентгеновского излучения переменной мощности. Рядом лежали более знакомые человеку с улицы предметы, также незаменимые в ремесле криминалиста. Защитные очки, перчатки, резиновые и специальные ткани, которые невозможно разрезать, чаши, отвертки и пассатижи, лопатки, скальпели, отмычки, ватные тампоны, банки, полиэтиленовые пакеты, пластинки для анализов и зонды, пара дюжин деревянных палочек. Райм требовал от своих помощников, чтобы те обращались с уликами, как с фирменными блюдами в китайском ресторане. Кривиналист уверенно подкатил маневренную штормовую стрелу к лабораторному столу. Том, закрепив у него на голове микрофон, загрузил компьютер. Через минуту в дверях появились Селита и Бэнкс в сопровождении третьего мужчины, который только что приехал. Кожаного прибывшего высокого здоровяка была не светлее автомобильной покрышки. На нем был зеленый костюм и рубашка неземного желтого цвета. Здравствуйте, Фред. Привет, Линкольн. Добрый день, кивнула Фреду Дилрию, появившейся в лаборатории САКС. Молодая женщина уже простила агенту ФБР свой недавний арест вследствие межведомственной неразберихи и теперь между ними высокой красавицей из полиции и долговязым шутником из бюро возникло странное взаимное влечение. Оба по категорическому заключению Райма предпочитали дело с уликами. Дилри доверял методам криминалистики не больше, чем Райм показаниям свидетелей. Что же касается бывшей уличной полицейской САКС, на ее природные наклонности Райм никак не мог повлиять, но он должен был заставить ее отбросить эти способности и стать лучшим криминалистом в Нью-Йорке, если не во всей стране. Цель вполне достижимая для молодой женщины, даже несмотря на то, что сама она не вполне осознавала это. Дилри пронесшись через помещение остановился у окна, скрестив руки на груди. Никто, в том числе и Райм не мог похвастаться близким знакомством с ним. Дилри жил один в маленькой квартирке в Бруклине, любил художественную литературу и философские труды, а еще больше любил играть в карты в дешевых барах. Фреда Дилри в свое время ценнейшего тайного агента ФБР до сих пор иногда называли Хамелеон. Под таким прозвищем он действовал в кварталах Гарлема. Понятие дисциплины было ему чуждо и все это прекрасно знали, но начальство из бюро предоставляло Дилрию полную свободу. На его счету числилось не меньше тысячи задержаний. Но он слишком долго работал в подполье и несмотря на мастерство перевоплощения Дилри стал на жаргоне бюро перетянутым. Его разоблачение было лишь вопросом времени, а в этом случае ничего хорошего ему ждать не приходилось. Поэтому Дилри скрипя сердце согласился перейти на административную работу руководства сетью тайных агентов и осведомителей. Значит, мои ребята сказали к нам пожаловал сам танцор, протянул он. Его говор был не таким жутким как обычно. С грамматикой и словарем Фред Дилри обращался так же, как и со своей жизнью в целом, полагаясь исключительно на дар импровизации. «А Тони ничего нового?» спросил Райм. «О моем пропавшем мальчике?» скурчил недовольную Грига судил Рей. «Ничего». Тони Панелли, агент исчезнувший несколько дней назад среди белого дня с людной улицы, оставил после себя безутешную жену, серый форт с работающим двигателем и несколько таинственных песчинок, прекрасных астероидов, обещающих дать исчерпывающие ответы, но пока упорно молчащих. «Поймав танцора, мы с Амелли вернемся к этому делу», заверил Дилрея Райм. «Бросим все силы, обещаю». Агент ФБР постучал, задумавшись кончиком незажженной сигареты за ухом. «Танцор!» «Дерьмо!» «На этот раз надо взять его за задницу!» «Дерьмо!» «Что насчет вчерашней катастрофы?» спросила Сакс. «Есть какие-нибудь подробности?» Селита покопался в пачке свитков, ленты факса и своих записей, сделанных от руки. «Эд Карни взлетел с аэродрома Мамаронек в 7 часов 15 минут вечера». Он наконец оторвался от бумаг. «Компания Гудзунейр занимается чартерными авиаперевозками, грузы для корпоративных клиентов, лизинг самолетов». «Органов для трансплантации по восточному побережью». «Насколько я понял, сейчас дело это очень прибыльное и конкуренция жесточайшая». «Буквально вцепляются друг друга в горло», вставил Бэнкс и сам улыбнулся своей шутке. Заказчиком была медицинская компания US Healthcare, расположенная в Сомерсе. Объединяет сеть честных клиник. Карни предстояло лететь по очень жесткому графику. Чикаго, Сент-Луис, Мемфис, Лексингтон, Кливленд, затем Ори, штат Пенсильвания. Назад он должен был вернуться только сегодня утром». «Пассажиры на борту были?» спросил Райм. «Целых не было», пробормотал Селита. «Только груз». «Полет рутинный, проходил нормально». Затем в десяти минутах лета от Охейра взрывается бомба. Самолет разлетается ко всем чертям. Карни и второй пилот погибают. Четверо раненых на земле». «Кстати, жена Карни должна была лететь вместе с ним, но внезапно заболела и ее пришлось заменить». «Отчет о катастрофе у тебя есть?» спросил Райм. «Хотя, конечно же, еще нет». «Отчет будет готов только через два-три дня, не раньше». «Но мы не можем так долго ждать!» раздраженно крикнул Райм. «Мне он нужен сейчас!» У него на шее еще был виден розовый шрам от вентиляционной трубки. Но криминалисту удалось избавиться от искусственного легкого и теперь он мог дышать самостоятельно. Инвалид с травмой четвертого позвонка Линкольн Райм мог вздыхать, кашлять и ругаться, как матрос. «Мне нужно знать все об этой бомбе». «Я позвоню приятелю в город на ветрах», предложил Дилл Рей. «За ним есть должок. Объясню ему, в чем дело и попрошу срочно выслать нам все, что он узнает». Кивнув, Райм задумался над словами Селлита. «Итак, у нас есть два места преступления. Место катастрофы под Чикаго. Туда Сакс уже опоздала. Там все безнадежно испорчено. Остается лишь надеяться, что ребята из Чикаго хоть что-то смогли установить». Второе место «Аэропорт Мамаронек». Там танцор заложил бомбу на борт самалята. «Откуда нам известно, что он это сделал в аэропорту?» спросила Сакс, закручивая слепительно-рыжие волосы и закалывая их на макушке. «Такие восхитительные волосы при осмотре места преступления являются большим недостатком. Они могут испортить улики». Сакс отправлялась на место преступления, вооруженная пистолетом Глок и дюжинный шпилек. «Хорошее замечание, Сакс. Райму очень нравилось, когда она опережала его мысли. Нам это неизвестно и не будет известно до тех пор, пока мы не обнаружим место закладки бомбы. Она могла быть заложена в багаж, в сумку, в кофейник или в корзину для мусора», мрачно подумал он, снова вспомнив бомбу на Уолл-стрит. «Нужно как можно скорее доставить сюда все до последнего фрагменты бомбы», твердо заявил Райм. «Это необходимо». «Видишь ли, Линк?» медленно произнес элита. «Самолет взорвался в миле над землей. Обломки рассыпаны по огромной территории, мать их». «Мне наплевать», решительно произнес Райм, чувствуя, как начинают болеть затекшие мышцы шеи. «Поиски продолжаются». «Осмотром мест авиакатастроф занимаются местные спасатели, но расследования ведут федеральные органы. Поэтому именно Фред Дилрей позвонил агенту ФБР, находящемуся на месте происшествия. «Передай, что нам нужны все до одного обломки, на которых будут обнаружены следы взрывчатки, пусть даже нанограммы, мне нужна эта бомба». Дилрей, передав его слова, выслушал ответ и покачал головой. «Оцепление снято». «Что?» воскликнул Райм. «Всего через двенадцать часов? Возмутительно, нелепо!» «Там очень оживленное движение». Агент сказал «Пожарные машины!» оборвал ему Райм. «Что?» «Все пожарные машины, кареты скорой помощи, полицейские машины, все, что было на месте катастрофы, отскоблите грязь шин». Черное лицо Дилрея вытянулось. «И ты хочешь, чтобы я это повторил своему старому другу?» Он протянул Райму телефон. Не обращая внимания на трубку, криминалист объяснил Дилрею. «Шины машин неотложных служб лучший источник улик затоптанного места преступления. Эти машины первыми прибывают туда, шины у них как правило новые с глубокими канавками протекторов и перемещаются они прямиком с базы до места преступления. Пусть мне пришлют грязь со всех колес». Дилрею удалось вытянуть у коллеги из Чикаго обещание очистить как можно больше колес. «Не как можно больше!» крикнул ему Райм. «А все до последнего!» Закатив глаза, агент передал его слова и положил трубку. «Том!» вдруг воскликнул Райм. «Том! Где ты?» В дверях тот чажа появился его многострадальный помощник. «В ванной вот где!» «Запойте стирки!» «Так, пиши!» «Пиши!» «Линкольн!» «Что писать?» «И где?» «На грифельной доске!» «На той, что побольше!» Райм посмотрел на селита. «Когда начнется заседание суда?» «В понедельник в девять утра!» «Прокурор вызовет их к себе за пару часов до этого!» «Машина заедет за ними между шестью и семью утра!» Криминалист взглянул на настенные часы. Они показывали десять часов утра, субботнего. «Итак, у нас ровно сорок пять часов!» «Том, пиши!» «Час первый из сорока пяти!» Помощник стоял в нерешительности. «Пиши!» Том продолжал стоять не шелохнувшись. Райм обвел взглядом собравшихся. Всеобщее недоумение. Лицо Сакс пересекли недовольные морщины. Молодая женщина рассеянно почесала голову. «Может быть, вы считаете, что я излишне драматизирую ситуацию?» спросил криминалист. «И нам не нужно это напоминание?» Некоторое время все молчали. Нагонец заговорил Селита. «Знаешь, Линкольн, по-моему, ничего до того времени не случится». «Нет, случится», сказал Райм, не отрывая взгляда от самца сокола. Могучая птица казалась без усилий, взмыла в воздух и полетела к центральному парку. «К семи часам утра понедельника или мы схватим танцора за шиворот, или оба наших свидетеля будут уже мертвы. Других вариантов нет». Поколебавшись, Том взял мел и начал писать. Натянутую тишину нарушило чириканье сотового телефона Бэнкса. Некоторое время полицейский слушал молча, затем повернулся к собравшимся. «Есть кое-что». «Что?» встрепенул сарайм. Звонили полицейские, охраняющие миссис Клей и второго свидетеля Бриттона Хейла. «Что там у них?» «Они дома у миссис Клей. Она говорит, что в течение последних двух дней видела напротив дома незнакомый микроавтобус черного цвета, номера другого штата. Она их запомнила? Хотя бы штат». «Нет», ответил Бэнкс. «По словам миссис Клей, вчера вечером, когда ее муж отправился в аэропорт, машина какое-то время отсутствовала». Селита молча смотрел на своего подчиненного. Райм подался вперед. «И?» «Миссис Клей говорит, сегодня утром микроавтобус ненадолго появлялся снова. Сейчас его нет». «Она...» «Господи», прошептал Райм. «В чем дело?» испуганно спросил Бэнкс. «Центральное управление!» выкрикнул криминалист. «Звоните в центральное! Живо!» Перед особняком жены остановилось такси. Оттуда вышла пожилая женщина и направилась нетвердой походкой к двери. Стивен бдительно следил за происходящим. «Солдат, эта цель для тебя легкая?» «Сэр, ни одну цель нельзя считать легкой. Каждый выстрел требует максимальной сосредоточенности и выдержки. Однако в данном случае, сэр, я могу нанести цель и смертельное ранение. Я могу превратить ее в решето!» Медленно поднявшись по лестнице, пожилая женщина скрылась в коридоре. Вскоре Стивен увидел, как она вошла в гостиную жены. Велькнуло что-то белое. Снова блузка жены. Женщины обнялись. В комнату вошел еще один человек. Мужчина. «Полицейский?» Мужчина повернулся. «Нет, это друг. Обе его цели от него в каких-то тридцати ярдах». Пожилая женщина, мать или свекровь, остановилась перед женой. Они о чем-то говорили, склонив головы. Любимая модель 40 осталась в машине. Но для того, чтобы поразить цели, снайперская винтовка была Стивену не нужна. Достаточно было длинноствольной беретты. Старой, видавшей виды, но в отличие от многих наемников и профессиональных убийц, Стивен никогда не делал фетиша из-за своего оружия. Если данную жертву лучше всего убить камнем, он воспользуется камнем. Стивен определил расстояние до цели, оценил угол падения, преломление света в стекле, возможное отклонение пули. Пожилая женщина, отойдя от жены, остановилась прямо перед окном. «Солдат, каков твой замысел?» Он выстрелит в окно и поразит пожилую женщину. Та упадет. Жена инстинктивно шагнет к ней, став отличной целью. Друг тоже бросится к окну, и Стивен без труда сразит и его. А как быть с полицейскими? Конечно, небольшой риск всегда имеется, но простые уличные полицейские в лучшем случае стреляют средне. К тому же им наверняка ни разу не приходилось применять свое оружие на практике. Первой их реакцией будет растерянность. В подъезде по-прежнему никого не было. Оттянув назад затвор, Стивен зарядил оружие. Поставив переключатель огня на режим одиночных выстрелов, он поудобнее обхватил рукоятку и положил палец на спусковой крючок. Распахнув дверь, Стивен подставил ногу, не давая ей закрыться, и бросил взгляд вправо и влево. На улице никого. Дыши ровно, солдат! Дыши, дыши, дыши! Положив цевьё на ладонь, сжав тяжёлую рукоятку рукой в перчатки, Стивен начал плавно давить на курок. Дыши, дыши! Не отрывая взгляда от пожилой женщины, он начисто забыл об оружии, забыл о прицеле, забыл о тех деньгах, что должен был заработать. Забыл обо всём на свете. Пистолет-пулемёт застыл в его неподвижных как скала руках, собираясь выстрелить сам по себе. Глава пятая Час первый из сорока пяти Пожилая женщина вытирает слёзы. Жена стоит у неё за спиной, скрестив руки на груди. Они уже мертвы. Они... Солдат! Стивен застыл. Указательный палец правой руки расслабился. Огни. Красные и синие мигалки, безмолвно несущиеся по улице. Установленные на крыше полицейской машины. Следом ещё две машины. Ещё не менее десятка. Перекрыли улицу с обеих сторон, встретились у особняка жены. Солдат! Оружие на предохранитель! Опустив беретту, Стивен шагнул в тёмный подъезд. Из машин во все стороны, словно вода из переполненного сосуда, хлынули полицейские. Они рассыпались по улице, внимательно осматривая окна и крыши домов напротив особняка жены. Несколько человек, распахнув двери особняка с такой силой, что стекло разлетелось в дребезги, ворвались внутрь. Пять бойцов подразделения по борьбе с терроризмом в полной экипировке застыли вдоль тротуара, прикрывая именно те места, которые нужно было прикрыть. Зорко оглядываясь по сторонам, они держали указательные пальцы на чёрных курках своих чёрных пистолетов-пулемётов. Это непростые уличные полицейские, отлавливающие хулиганов и нарушителей дорожного движения. Во всём мире нет солдат лучше, чем бойцы нью-йоркского спецназа. Жена и друг исчезли из оконного проёма, поваленные, вероятно, на пол. Пожилая женщина также куда-то скрылась. Подъехали новые полицейские машины, запрудившие проезжие части тротуары. Стивену Колу стало не по себе. Опять кругом черви. Его ладони покрылись потом, и он сжал руки в кулаки, чтобы пот впитался в перчатки. «Солдат, срочно отступать!» Отжав отверткой язык замка входной двери, Стивен проник внутрь. Опустив голову, он пошёл быстро, но не срываясь на бег, направляясь к служебному входу, ведущему в переулок. Никем не замеченный, Стивен проскользнул на улицу. Вскоре он очутился на Лексингтон-авеню и, смешавшись с толпой, повернул на юг, к подземному гаражу, где оставил свою машину. «Солдат, внимательно изучайте местность впереди!» «Сэр, непредвиденные неприятности!» Опять полиция. Она перекрыла Лексингтон-авеню за три квартала от того места, где он находился. Полицейские оцепили особняк жены и теперь медленно сходились к нему со всех сторон, останавливая машины, осматривая пешеходов, освещая фонариками салоны, стоящих вдоль тротуаров автомобилей. На глазах у Стивена двое патрульных, положив руки на рукоятки пистолетов, попросили водителя выйти из машины, после чего принялись рыться в груди белья на заднем сиденье. Больше всего Стивена встревожило то, что мужчина был белым, приблизительно одних с ним лет. Гараж, где Стивен оставил свою машину, находился в круге оцепления. Когда он будет выезжать, его обязательно остановят. Цепочка полицейских приближалась. Быстро дойдя до гаража, Стивен залез в свой микроавтобус, молниеносно переоделся, избавился от строительного комбинезона и надел синие джинсы, ботинки без характерного рисунка подошвы, простую черную футболку, темно-зеленую ветровку без эмблемы команды. Достав из машины, он убрал в рюкзак компьютер-ноутбук, несколько сотовых телефонов, оружие и боеприпасы. Туда же отправились запасные обоймы, бинокль, прибор ночного видения, набор инструментов и несколько упаковок взрывчатки с различными детонаторами. Модель 40 лежала в чемодане бас-гитары Fender. Поставив чемодан и рюкзак на пол, Стивен задумался, как быть с машиной. В салоне он ни к чему не прикасался без перчаток, в машине нет ничего, что помогло бы установить его личность. Сам Dodge, краденый, Стивен давно избавился от идентификационных номеров, обычного и секретного. Номерные знаки он изготовил сам. Стивен и так собирался рано или поздно расстаться с микроавтобусом. Что ж, этот заказ он завершит без машины. Стивен принял решение избавиться от машины. Накрыв громоздкий дождь брезентом, он проколол ножом шины. Микроавтобус быстро приобрел вид, уже несколько месяцев простоявшего на месте. Стивен покинул гараж через лифт, ведущий в здание. Выйдя на улицу, он постарался затеряться в толпе, но полиция была повсюду. У него по спине поползли мурашки. Отвратительные, скользкие черви. Зайдя в телефонную будку, Стивен сделал вид, что собирается позвонить. Прижавшись головой к металлической пластине аппарата, он ощутил, что его лоб покрыт капельками пота, подмышками хлюпало. Они везде. Они его ищут. Они его уже видят. Из машин. С улицы. Из окон. К Стивену снова вернулось то жуткое воспоминание. Лицо в окне. Он сделал глубокий вдох и медленно выпустил воздух. Лицо в окне. Это произошло недавно. Стивен получил заказ убрать в Вашингтоне сотрудника аппарата Конгресса, продававшего военные секреты, как предположил Стивен конкуренту человека, который его нанял. Неудивительно, что сотрудник страдал манией преследования и превратил свой особняк в Александрии, штат Вирджиния, в неприступную крепость. Разведав местность, Стивен с большим трудом смог приблизиться к цели на расстояние пистолетного выстрела, хотя это и было очень рискованно. Один шанс, один выстрел. Стивен просидел в засаде четыре часа и когда жертва, приехав, бросилась стрелой в особняк, ухитрился произвести один выстрел. Как он решил, удачный, но мужчина упал за кирпичным забором и скрылся из виду. «Слушай меня внимательно, мальчик! Слушаешь?» «Так точно, сэр!» «Ты преследуешь раненую цель и добиваешь ее наверняка. Если понадобится, ты пойдешь по окровавленному следу до самой преисподней и вернешься назад. Но никаких «но!» Ты должен быть абсолютно уверен в том, что каждая цель поражена насмерть. Понятно? Иначе быть не может! «Так точно, сэр!» Перебравшись через забор, окружающий особняк, Стивен обнаружил на мощенной дорожке рядом с фонтаном распростертое тело. Выстрел все-таки оказался смертельным. И тут произошло нечто странное. Нечто такое, от чего Стивена охватила холодная дрожь, а с ним это случалось крайне редко. Возможно, объяснялось все просто. Тем, как мужчина упал, или характером пулевого ранения. Стивену показалось, что кто-то аккуратно вытащил окровавленную рубашку из-за пояса, обнажив грудь жертвы с крохотным черным отверстием. Стремительно развернувшись, Стивен огляделся вокруг, ища, кто бы мог это сделать. Но нет, поблизости никого не было. По крайней мере, ему так сначала показалось. Тут Стивен случайно взглянул в дальний угол двора. Там стояла старая конюшня с грязными заляпанными окнами, освещенными косыми лучами предзакатного солнца. И в одном из окон Стивен увидел, или это ему показалось, следящее за ним лицо. Он не смог различить отчетливо мужское или женское. Так или иначе, этот человек был очень напуган. Он даже не пытался бежать или хотя бы пригнулся за подоконник. Свидетель! Солдат! Ты оставил в живых свидетеля! Сэр, я немедленно устраню возможность своего опознания. Но выбив ногой дверь и ворвавшись в конюшню, Стивен обнаружил, что там никого нет. Солдат! Немедленно отступать! Лицо в окне. Стивен стоял в пустынном здании, выходящем окнами во двор, озаренный красноватыми лучами вечернего солнца. И словно одержимый, медленно поворачивался на месте. Кто это был? Что он делал? Или это был лишь плод его воображения? Отчим Стивена в ястырюбийных гнездах на раскидистых дубах западной Вирджинии видел снайперов. Лицо в окне таращилось на Стивена так, как иногда смотрел на него отчим. Пристальным, оценивающим взглядом. И маленький Стивен ломал себе голову. Напортачил? Или сделал все как надо? Что он обо мне думает? Не в силах больше ждать, Стивен вернулся в гостиницу в Вашингтоне. В своей жизни Стивену довелось снести немало побоев. В него стреляли, его резали ножом. Но ничто не потрясло его так сильно, как то происшествие в Александрии. Ему никогда не являлись лица его жертв. Но лицо в окне мерзким червем ползало по его телу. Именно так ощущал себя Стивен, видя приближающийся к нему с противоположных концов Лексингтон авеню полицейских. Сердито гудели клаксоны машин, водители злились. Но полицейские не обращали на них никакого внимания, продолжая прочесывание. Еще несколько минут, и его обязательно заметят. Одинокий мужчина атлетического телосложения с гитарным чемоданом, в котором без труда поместится лучшая снайперская винтовка в мире. Стивен обвел взглядом черные мрачные окна, выходящие на улицу, моля бога о том, чтобы оттуда на него не смотрело лицо. Солдат, о чем это ты, мать твою? Сэр, я... Солдат, провести рекогностировку. Слушаюсь, сэр. Ноздри уловили гирковатый запах горелого. Обернувшись, Стивен обнаружил, что стоит у кафе быстрого обслуживания. Войдя в ресторан, он, притворившись, что изучает меню, осмотрел посетителей. За одним из столиков на хлипком, неудобном стуле сидела одинокая, очень крупная женщина, нянчившая высокий стакан с чаем. Лет 30 с небольшим, рыхлая, широкое лицо и толстый нос. Стивен окинул ее оценивающим взглядом. Журнал ВОК она читала не с похотью, а с завистью. Заказав стакан фруктового чая, Стивен взял поднос и направился к столику у окна. Проходя мимо полной женщины, Стивен выронил поднос. Горячий чай разлился по полу. Отпрянув назад, женщина с испугом посмотрела на Стивена. О, Господи! прошептал тот. Извините, ради Бога! Он поспешно схватил пачку салфеток. Успокойте меня, скажите, что я вас не облил. Пожалуйста! Перси Клей попыталась освободиться из рук молодого полицейского, буквально пригвоздившего ее к полу. Джоан Карни, мать Эда, лежала в нескольких футах. На ее лице был написан ужас. Два крепких полицейских прижимали Брита Хейла к стене, словно арестованного. Простите, мэм, начал один из полицейских. Миссис Клей, мы... Что здесь происходит? Воскликнул ничего не понимающий Хейл. В отличие от Эда, Рона Телбота и самой Перси, Хейл не служил в армии и никогда не бывал в боевой обстановке. Он не знал, что такое страх. Рубашки Брит носил только с длинным рукавом, скрывая страшные следы от ожогов, которые он получил несколько лет назад, спасая из горящей Сесны пилота и пассажира. Но мысль о преступлении, сознательном причинении вреда, была ему совершенно чужда. С нами связались из Центрального управления, объяснил полицейский. Там считают, что человек, убивший мистера Карни, вернулся. Вероятно, чтобы расправиться с вами и мистером Хейлом. Мистер Райм полагает, что именно убийца находится в том черном микроавтобусе, который вы видели сегодня. Но нас же охраняет двое полицейских, недовольно заметила Перси, кивая на тех двоих, что пришли раньше. Боже милосердный, пробормотал Хейл, оглядываясь кругом. Да здесь же не меньше двадцати фармонов, «Пожалуйста, сэр, держитесь подальше от окна», твердо приказал ему полицейский. «Убийца может находиться на крыше. Дома на той стороне еще не проверены». На лестнице послышал святопот ног. «На крыше?» Недоверчиво усмехнулась Перси. «А может быть, он роет подземный ход в подвал?» Она обняла миссис Карни за плечи. «Мама, как вы?» «В чем дело? Что здесь происходит?» «Считается, что вы в опасности», пояснил полицейский. «К вам это не относится, мэм», добавил он, обращаясь к матери Эда. «Речь идет о миссис Клей и мистере Хейли. Они являются свидетелями в одном серьезном деле. Мы получили приказ оцепить особняк и доставить вас в управление». «С ним уже говорили?» спросил Хейл. «Сэр, я не знаю, кого вы имеете в виду». «Того типа, против которого мы должны давать показания. Хансово». Брид жил в царстве логики, здравого смысла, машин, чисел и гидравлических систем. Все три его брака оказались неудачными, потому что сердце Бридтона Хейла раскрывалось только в кабине самолета. «Просто спросите его», продолжал Брид, смахивая волосы со лба. «И он скажет, кто убийца. Это ведь он его нанял». «Знаете, по-моему, все не так просто». В дверях появился еще один полицейский. «Улица очищена, сэр. Прошу вас пройти с нами. Я имею в виду вас обоих». «А как насчет матери Эда?» «Вы живете здесь?» спросил офицер. «Нет, я остановилась у сестры», ответил им сискарни. «В Сэдлд Ривер. Мы отвезем вас туда и попросим полицию Нью-Джерси выделить вам полицейского для охраны. Но вы не имеете к делу никакого отношения так что, уверен, вам не о чем беспокоиться». «О, Перси!» Женщины обнялись. «Все будет хорошо, мама», сказала Перси, пытаясь держать слезы. «Нет, не будет!» слабо возразила пожилая женщина. «Хорошо, больше никогда не будет». Полицейский повел ее к патрульной машине. Перси, проводив взглядом свекровь, обратилась к тому полицейскому, который, как она рассудила, был главным. «А нас куда?» «На встречу с Линкольном Раймом», заговорил другой полицейский. «Мы выйдем вместе. С обеих сторон рядом с вами будут идти наши сотрудники. Держите головы опущенными и ни в коем случае их не поднимайте. Нам нужно пройти ко второй машине. Видите?» «Быстро забирайтесь внутрь и пристегивайте ремни безопасности. Мы поедем очень быстро. По дороге не выглядывайте в окна. Вопросы есть?» «Да», сказала Перси, открывая фляжку и делая глоток. «Кто такой этот Линкольн Райм, черт побери?» «Вы сами это шили, правда?» «Сама», подтвердила женщина, проводя рукой по джинсовому джилету, покрытому вышивкой. Как и надетая на ней клетчатая юбка, жилет был чуть великоват, что должно было отвлечь внимание от чересчур пышной фигуры. Вышивка напомнила Стивену кольца на теле червя. Ощутив приступ тошноты, он поежился. Но сделав над собой усилие, тот час же улыбнулся. «Восхитительно!» Вытерев с пола чай, Стивен вежливо извинился, как истинный джентльмен, какого иногда умел строить из себя его отчим. Он спросил у женщины разрешения подсесть к ней за столик. «Пожалуйста», ответила она, поспешно выбирая вок в холщовую сумку, условно это была порнография. «Да, кстати», сказал Стивен, «меня зовут Сэм Левин». При упоминании фамилии глаза женщины блеснули и тут же оценили арийские черты его лица. «Все зовут меня Сэмми», добавил он. «Для мамы я Сэмюэль, но только если плохо себя веду». «Я буду называть вас друг», объявила женщина. «Меня зовут Шейла Горовиц». Стивен уставился в окно, чтобы не пожимать его влажную руку, оканчивающейся пятью белыми жирными червями. «Рад с вами познакомиться», сказал он, отпевая отвратительный на вкус чай из нового стаканчика. Шейла, заметив, что у нее под давно нестриженными ногтями грязь, попыталась незаметно от нее избавиться. «Шитье так успокаивает», сказала она. «Машинка у меня старая, зингер, такая черная, досталась мне от бабушки». Шейла попыталась пригладить свои короткие сальные волосы, запоздала, жалея о том, что сегодня их не помыла. «Сейчас, по-моему, сам больше никто не шьет», сказал Стивен. «Вот когда я еще учился в колледже, моя знакомая девушка шила, носила почти все вещи собственной работы. Мне очень нравилось». «Хм, в Нью-Йорке сейчас никто сам не шьет», приблизительно усмехнулась Шейла. «Абсолютно никто». «Моя мать шила часами», сказал Стивен. «Каждый стежок должен был быть просто идеальным. С точностью до 1,32 дюйма». Это было правдой. «У меня до сих пор сохранились вещи ее работы». «Глупо, но я храню их просто потому, что их шила мать». А это уже не соответствовало действительности. Стивен до сих пор слышал стрек от мотора Зингера, доносившийся из крохотной душной комнаты матери, днем и ночью. Все стежки должны быть идеальными, с точностью до 1,32 дюйма. Почему? Потому что это очень важно. Вот сантиметр, вот выкройка, вот мел». «Большинство мужчин...» Ударение на втором слове раскрывало многое относительно личной жизни Шейла Горовиц. «Ничего не смыслят в шитье. От девушек им нужно только, чтобы те занимались спортом и разбирались в кинофильмах. Конечно, и без этого тоже нельзя», поспешно добавила она. «Я катаюсь на лыжах. Хотя до вас, наверное, мне как до звезд. И в кино я люблю ходить, только ни на что попало». «Ой, я не умею кататься на лыжах», заверил ее Стивен. «Вообще-то я не очень дружен со спортом». Выглянув на улицу, он увидел полицейских повсюду, заглядывающих во все машины, ползающие синие черви. «Сэр, я не понимаю, чем вызваны такие активные действия». «Солдат, понимать это не твоя задача. Твоя задача проникать, оценивать, выявлять, изолировать и уничтожать. Никаких других задач у тебя нет». «Простите», сказал Стивен, прослушав слова Шейлы. «Я говорила, что не верю вам. Да мне надо несколько месяцев заниматься, чтобы прийти в такую форму, как у вас. Я собираюсь записаться в спортивный клуб, уже выбрала в какой. Правда, у меня спина побаливает, но я все равно запишусь». Стивен рассмеялся. «О, а я уже устал. Нынешние девочки все как одна, словно больные, тощие и бледные. Если взять какой-нибудь скелет, обтянуть кожей, что постоянно мелькает по телевизору, да и вернуть ее во времена короля Артура, бах, там сразу же вызовут придворного лекаря. «Милорд, дама умирает!» Поморгав, Шейла вдруг разразилась хохотом, обнажая кривые зубы. Воспользовавшись моментом, она накрыла ладонью руку Стивена. Ощущая прикосновение пяти мерзких червей, он еле сдержал позыв тошноты. «Мой отец?» выдавила она сквозь смех. «Он служил в армии, ему приходилось много разъезжать по свету. Так вот, она рассказывала, что во всем мире американских девушек считают слишком худыми». «Он был военный?» улыбаясь, спросил «Сэм, Сэмми, Сэмми, Сэммиэл Левин». «Ушел в отставку в чине полковника». «Не будет ли чересчур?» подумал он, и тот час же себе ответил «Нет». «Я тоже служу в сухопутных войсках, войска специального назначения в Нью-Джерси». Шейла достаточно разбиралась в армейских тонкостях, чтобы не расспрашивать его о спецназе. «Мне очень приятно, что у вас в семье были военные. Я редко признаюсь малознакомым людям, чем занимаюсь жизнью. Сейчас это не слишком ценится, особенно здесь. Я имею в виду в Нью-Йорке». «Не беспокойтесь, я как раз считаю это занятие очень ценным». Она кинула на чемодан. «Я вижу, вы еще и музыкой увлекаетесь». «Да нет, это так пустяки. Свободное от службы время обучаю музыке ребятишек из детдома». Стивен снова посмотрел на улицу. Мигающие огоньки, белые и синие. Мимо медленно проехала патрульная машина. Шейла незаметно придвигала свой стул все ближе и ближе, и он ощутил исходящий от нее отталкивающий запах. Ему снова стало тошно. Перед глазами встала непрошенная картина, копошащаяся в ее сальных волосах черви. Стивена едва не вырвало. Извинившись, он вышел в туалет и целых три минуты оттирал руки. Вернувшись, Стивен заметил две вещи. Шейла расстегнула верхнюю пуговицу своей блузки, а к ее спине прилипло не меньше тысячи волосинок кошачьей шерсти. Для него же кошки были лишь четвероногими червями. Выглянув на улицу, Стивен увидел, что цепочка полицейских приближается. Взглянув на часы, он сказал, «Знаете, мне пора. Нужно забрать у ветеринара кота». «О, у вас есть кот?» подалась вперед Шейла. «И как его зовут?» «Бадди». У нее вспыхнули глаза. «Ой, как мило! Нет с собой его фотки». «Фотографии кота, мать его!» «Увы!» с сожалением прищелкнул языком Стивен. «И что у бедняжки Бадди Бобо?» «Ничего серьезного, обычный осмотр». «Ой, как хорошо! Ну, остерегайтесь червей». «Что?» стрепенулся Стивен. «Ну, у кошек в кишечнике заводятся всякие глисты». «А, да, конечно». «Хм, знаете что, если вы обещаете вести себя хорошо», нараспев протянула Шейла, «я познакомлю вас с Гарфилдом Андреа и Эсси». «Конечно, на самом деле ее зовут Эсмеральдой, но это имя ей почему-то всегда не нравилось». «Они просто восхитительные», сказал Стивен, стараясь не смотреть на фотографии, которые вытащила из косметички Шейла. «Я жду-не дожду, пока познакомлюсь с ними». «Представьте себе», выпалила она, «я живу всего в трех кварталах отсюда, на 81-й улице». «У меня есть замечательная идея», просиял Стивен. «Давайте забросим домой мое барахло, и я познакомлюсь с вашими малышами, а потом мы вместе съездим за Бадди». «Превосходно!» обрадовалась Шейла. «Тогда пошли?» Выйдя на улицу, она воскликнула. «Уй, смотрите, сколько полиции! Что тут произошло?» «Ого, понятия не имею». Стивен перекинул рюкзак через плечо. Зрякнуло что-то металлическое. Возможно, эта осколочная граната ударилась о беретту. «Что у вас там?» «Музыкальные инструменты, для детей». «О, всякие треугольники!» «И треугольники тоже!» «Давайте я помогу вам нести гитару!» «Вы серьезно?» «Буду очень признателен!» Подхватив чемодан, Шейла просунула руку Стивену под локоть, и они, смеясь и разговаривая про кошек, прошли сквозь цепочку полицейских, не обративших внимания на влюбленную парочку. Глава шестая Час первый из сорока пяти Спустившись вниз, Том провел кого-то в дом. Аккуратно одетый, коротко постриженный мужчина лет пятидесяти. Капитан Боу Хауман, глава отделения быстрого реагирования управления полицией Нью-Йорка. Седой и жилистый, Хауман внешне был похож на сержанта из учебки. Говорил он медленно и рассудительно, глядя собеседнику прямо в глаза, и при этом чуть улыбался. Отправляясь на операцию, он надевал бронежилет и каску, и, как правило, первым врывался в забаррикадированную квартиру, где удерживали заложников. «Это действительно он?» прямо с порога спросил капитан. «Танцор?» «Насколько нам известно», ответил Селита. Последовала небольшая пауза. «Я выделяю две бригады из 32-го Е. Сотрудники подразделения 32-е, прозванного так по конкурсу, занимаемой в здании Центрального управления полиции, а в действительности подразделения специального назначения отделения быстрого реагирования, имели за плечами опыт армейской работы. В первую очередь, специалисты по осуществлению розысков и наблюдений, они также привлекались для участия в операциях по освобождению заложников. Сотрудников было немного. Несмотря на недобрую славу Нью-Йорка как криминальной столицы Соединенных Штатов, случаи, требовавшие вмешательства специального подразделения были крайне редки. В основном, дело удавалось решить путем переговоров, а нью-йоркские мастера уговаривать террористов считались лучшими в стране, так что до штурма дело доходило нечасто. Против танцора Хауман выделил две бригады по 10 человек, почти всех сотрудников 32-е. Вскоре прибыл еще один человек, невысокий, лысоватый мужчина в старомодных очках. Мел Купер считался лучшим техническим специалистом научно-исследовательского отделения управления полиции, которое когда-то возглавлял Райм. Купер никогда не проводил осмотр места преступления, никогда не арестовывал преступников, вероятно, забыл, как стрелять из маленького пистолета, который он, скрипя сердце, носил в старой кожаной кобуре. Он не имел ни малейшего желания покидать свою лабораторию и отрываться от микроскопа. Впрочем, еще он появлялся на танцевальной площадке, где не раз завоевывал призы за исполнение танго. Детектив Райм сказал Купер, обращаясь к Линкольну Райму по званию, которое тот имел, когда несколько лет назад переманил Купера из полиции Олбани. Я полагал, что мне надо осмотреть песок. Однако, как я понял, речь идет о танцоре. Тут Райм мысленно отметил, что есть только одно место, где слухи распространяются быстрее, чем на улице. Это полицейское управление. Линкольн, на этот раз мы его возьмем. Обязательно возьмем. Пока Бэнкс вкратце вводил новоприбывших в курс дела, Райм, случайно подняв взгляд, увидел в дверях лаборатории женщину. Казалось, от ее проницательных черных глаз не могло укрыться ничего из происходящего в лаборатории. В них не было ни тревоги, ни смущения. «Миссис Клей?» спросил Райм. Женщина кивнула. У нее за спиной появился долговязый мужчина, наверное, Бритон Хейл. «Пожалуйста, проходите», пригласил криминалист. Пройдя на середину помещения, женщина бросила взгляд на Райма, а затем повернулась к лабораторным стендам, перед которыми остановился Мел Купер. «Прошу вас, займите меня, Перси», сказала она. «А вы, Линкольн Райм?» «Совершенно верно. Примите наши соболезнования по случаю гибели вашего мужа». Женщина кивнула, как-то смущаясь этому сочувствию. Райм подумал, что в этом она похожа на него. «А вы, мистер Хейл?» спросил он, вошедшего следом за миссис Клай мужчины. Кивнув, долговязый летчик шагнул было вперед, чтобы пожать криминалисту руку, но тут заметил, что запястья Райма пристегнуты ремнями к подлокотникам инвалидного кресла. «Ой!» пробормотал он краснее и отступая назад. Райм представил остальных, всех, кроме Амелии Сакс, по его настоянию менявшие форму на джинсы и водолазку, случайно нашедшиеся в шкафу. Криминалист объяснил, что танцор нередко убивает или ранит полицейских, просто ради разнообразия. Он хотел, чтобы Сакс выглядела как можно более штатской. Достав из кармана просторных брюк серебряную фляжку, Перси быстро сделала глоток. Она употребляет алкоголь как лекарство. Райм уловил Райм, которому отказало его собственное тело, редко обращал внимание на физические данные других людей, если те не были преступниками или жертвами преступления. Но пройти мимо Перси Клей было нельзя. Невысокая, ростом немногим выше пяти футов, она прямо-таки лучилась внутренней энергией. От ее глаз, черных словно ночное небо, невозможно было оторваться. Лишь потом можно было рассмотреть, что лицо Перси в целом некрасивое, мальчишеское и курносое. Черные вьющиеся волосы коротко острижены, но Райм подумал, что длинные локоны смягчили бы угловатые черты лица. Перси не переняла манеры, часто свойственные невысоким людям, вызывающая стойко подбочение сели, скрестив руки на груди, мельтешение пальцев перед лицом. Райм отметил, что по части ненужных движений Перси Клей недалеко ушла от него самого. У него вдруг мелькнула неожиданная мысль «В ней есть что-то цыганское». Райм заметил, что Перси тоже пристально изучает его, и ее реакция была весьма странной. Увидев криминалиста в первый раз, большинство людей тут же поспешно натягивают на лицо сочувственную гримасу, краснеют, как помидор, и всеми силами пытаются не отводить взгляда от лица Райма, чтобы ненароком не увидеть снова его искалеченное тело. Но Перси, мельком взглянув на его лицо, красивое, с тонкими губами и носом, как у актера Тома Круза, на вид моложе его истинных сорока с чем-то лет. Посмотрела на безжизненные ноги и руки и тотчас же сосредоточила все внимание на специальном оборудовании, сверкающем инвалидном кресле и штормовая стрела, мундштуке управления, шлемофоне с микрофоном и наушниками в компьютере. Том, войдя в комнату, направился к Райму, чтобы измерить у него давление. Не сейчас, попытался остановить его тот. Помолчите, сказал Том, накачивая манжету тонометра. «Давление нормальное, но вы очень много работали без перерыва, вам надо отдохнуть». «Убирайся», проворчал Райм. Многие люди, видя перед собой беспомощного инвалида, жалкие остатки нормального человеческого существа, почему-то воображали, что Райм с трудом понимает, что ему говорят. Они говорили медленно или даже пытались обращаться к нему через Тома. Перси заговорила нормальным голосом, глядя Райму прямо в глаза, чем сразу же завоевала несколько очков в свою пользу. «Вы полагаете, что нам с Бритом угрожает опасность?» «Да, и очень серьезную». В лабораторию вошла Сакс. Райм представил ее Перси и мистеру Хейлу. «Амелия?» переспросила Перси. «Вас зовут Амелий?» Сакс кивнула. Слабо улыбнувшись, Перси повернулась к Райму. «Нет, меня назвали не в честь той Амелии летчицы», сказала Сакс, помнив, что Перси пилот. «Так звали сестру моего деда». «А Амелия Ирхард была настоящим героем?» «Нет», ответила Перси. «Не совсем». «Ну, далеко не во всем только ее заслуга». «Вы что, собираетесь переставить к ней охрану?» спросил Хейл, кивая на Перси. «Постоянную?» «А то как же», сказал Дилрей. «Ну, хорошо». «И все же, у меня только одно замечание. По-моему, вам действительно необходимо переговорить с тем типом, Филиппом Хансеном». «Переговорить?» удивился Райм. «С Хансеном?» переспросил Селита. «Разумеется, но он все отрицает. Вряд ли нам удастся вытянуть из него хоть слово». Он переглянулся с Раймом. «С ним работают близнецы». Селита снова повернулся к Хейлу. «Это наши лучшие исследователи, но Хансен молчит как камень, пока нам никак не удается его разговорить». «А нельзя ли его запугать или сделать еще что-нибудь?» «Хм, нет», ответил детектив. «Не думаю». «Это не имеет никакого значения», продолжал Райм. «Хансен нам все равно ничего не сможет сказать. Танцор никогда лично не встречался со своими клиентами и никогда не ставил их в известность, как и где он собирается выполнить заказ». «Танцор?» спросила Перси. «Мы так называем убийцу. Танцору гроба». «Танцору гроба?» Перси издала смешок, как будто в этой фразе был для нее какой-то скрытый смысл, но не стало ничего объяснять. «Какое-то жуткое имя», с сомнением произнес Хейл, словно полицейским нельзя было давать мрачные прозвища преступников. У Райма мелькнула мысль, что он, возможно, и прав. Перси посмотрела прямо в глаза криминалисту, почти такие же темные, как ее собственные. «А с вами что произошло? Вас ранило?» Сакс и Хейл вздрогнули, услышав эти резкие слова, но Райм ничего не имел против. Наоборот, он предпочитал таких же людей, как и он сам, не тратящих время на пустую вежливость. «Я осматривал место преступления», спокойно ответил криминалист. Это было настройки. Сорвалась плита, и я получил перелом позвоночника в районе шеи. «Как тот актер Кристофер Рив?» «Да». «Здорово ему досталось», вставил Хейл, «но храбрости Рива не занимать. Я видел его по телевизору. Наверное, если бы со мной случилось что-то подобное, я бы наложил на себя руки». Райм посмотрел на Сакс, перехвативший его взгляд и снова повернулся к Перси. «Нам нужна ваша помощь. Мы должны установить, как преступнику удалось доставить бомбу на борт самолета. У вас есть какие-нибудь догадки?» «Никаких», ответила Перси, вопросительно взглянув на Хейла. Тот покачал головой. «Перед вылетом вы не заметили рядом с самолетом кого-нибудь незнакомого?» «Вчера вечером мне стало плохо», сказала Перси. «Я даже не ездил на аэродром». «Я был за городом ловил рыбу», объяснил Хейл. «У меня был выходной. Вернулся домой очень поздно». «Где именно находился самолет перед вылетом?» «В нашем ангаре. Мы готовили его к новому заказу. Надо было снять сидение, установить специальную электропроводку повышенной мощности для подключения холодильников. Вы уже знаете, какой был груз, да?» «Человеческие органы», сказал Райм. «Ангар принадлежит только вам или вы делите его с какой-то другой компанией?» «Нет, он наш. Точнее, мы его арендуем». «Внутрь попасть просто?» спросил Селита. «Когда там никого нет, ангар заперт, но последние двое суток работы по переоборудованию Лир не прекращались ни на минуту». «Вы знаете этих рабочих?» продолжал Селита. «Мы все положил, что детектив подумал о том, как часто в деле об убийстве первыми подозреваемыми бывают как раз члены семьи. Так или иначе мы запишем их фамилии. Если не возражаете, проверим. Список сотрудников вам даст Салиэн, заведующая канцелярией». «Ангар надо будет опечатать», сказал Райм, удалив всех оттуда. «Не получится», покачала головой Перси. «Опечатать», повторил Райм, «и всех удалить». «У- да- лить». «Но иначе нельзя», остановил он ее возражение. «О, постойте-ка», встрепенулась Перси. Она повернулась к Хейлу. «Что с Фокстротом Браво?» Тот пожал плечами. «Рон говорит, что ему нужно еще не меньше суток». Перси вздохнула. «Тот лир, на котором летел Эд, был единственным переоборудованным под чартерный заказ. Следующий вылет назначен на завтрашний вечер. Для того, чтобы успеть подготовить самолет, нам надо работать день и ночь. Ангар нельзя закрывать». «Извините, такой вариант даже не рассматривается», сказал Райм. «А вы кто такой, чтобы указывать мне, какие варианты рассматривать?» заморгала Перси. «Я тот, кто пытается спасти вам жизнь», резко бросил Райм. «Я не могу потерять такой контракт». «Мисс, подождите», вмешался Дилри. «Вы не понимаете, что этот нехороший человек...» «Он убил моего мужа», каменным голосом произнесла она. «Я все прекрасно понимаю, но никому не удастся меня запугать. Я не откажусь от такого выгодного контракта». Сакс подбоченилась. «Подождите, если кто-то и может спасти вас, то только Линкольн Райм. Тут даже и спорить нечего». Спор прервал спокойный голос Райма. «Вы можете выделить нам час для того, чтобы осмотреть ангар?» «Час?» задумалась Перси. Сакс, издав нервный смешок, изумленно повернулась к шефу. «Осмотреть ангар всего за один час?» спросила она. «Райм, ты чего?» И у нее на лице было написано «Я допыталась тебя защитить, а ты выкидываешь такую штуку? На чьей ты стороне?» Некоторые криминалисты направляют на осмотр места преступления целые бригады, но Райм всегда настаивал на том, чтобы Амелия Сакс действовала в одиночку. Как работал в свое время он сам. Одинокий эксперт может полностью сосредоточиться, чего не удается добиться, когда рядом работают другие. Однако часа для осмотра обширного места преступления единственным экспертам было очень мало, Райм это прекрасно понимал, но тем не менее Сакс он не ответил. Криминалист не отрывал взгляда от лица Перси. «Один час?» наконец сказала та. «Ну хорошо, это мы как-нибудь переживем». «Райм!» замолилась Сакс. «Мне нужно гораздо больше времени». «Амелия, но ты лучший из лучших!» отшутился Райм. Это означало, что решение уже принято. «Кто может нам там помочь?» обратился он к Перси. «Рон Телбот. Он партнер в компании и к тому же руководит полетами». Сакс записала фамилию в блокнот. «Мне выезжать прямо сейчас?» спросила она. «Нет», ответил Райм. «Я хочу, чтобы ты дождалась обломков бомбы, которые нам вот-вот должны перевезти из Чикаго. Мне будет нужна твоя помощь». «У дождать», проворчал он, поворачиваясь к Фреду Дилрею. «А как насчет безопасного места пребывания для свидетелей?» «О, наш домик вам понравится», заверил Перси агент. «Он в Манхэттене. Доллары налогоплательщиков работают на полную катушку. Федеральный маршал использует его для защиты самых важных свидетелей. Вот только нам понадобится кто-нибудь из управления о полиции Нью-Йорка. Человек, который хорошо представляет себе, кто такой этот танцор. Джерри Бэнкс встрепенулся, увидев, что взгляды всех присутствующих обращены на него. «В чем дело?» спросил он. «В чем дело?» и безуспешно попытался пригладить свой вихрь. Стивен Колл, любитель армейского жаргона, стреляющий из армейских винтовок, в действительности никогда не служил в армии. Но это не помешало ему уверенно заявить Шейле Горовиц. «Я горжусь тем, что потомственный военный. Это истинная правда». «Многие...» «Да», оборвал он ее. «Многие не уважают эту профессию, но это их трудности». «Это их трудности!» эхом повторила Шейла. «Как у тебя здесь мило». Стивен обвел взглядом груды различного мусора, валявшиеся повсюду. «Благодарю, друг мой». «Ты как бы не желаешь чего-нибудь выпить?» «Опля!» «Я опять использую слова пародиты». «Мама мне спуску не дает. Это телевизор виноват. Как бы... как бы... стыд и срам, стыд и срам». «О чем это она, мать ее?» «Ты живешь одна?» спросил Стивен, мило улыбаясь. «Да, только я и моя непоседливая троица. Ума не приложу, где они спрятались. Глупые малыши». Шейла нервно затеребила расшитый край своего жилета. «Итак, ты чего-нибудь выпьешь?» повторила она. «Не откажусь». На холодильнике торжественно громоздилась одинокая бутылка вина, покрытая толстым слоем пыли, припасенная для особого случая. И сейчас этот особый случай настал? Судь по всему еще нет. Шейла открыла бутылку диетической газированной воды. Подойдя к окну, Стивен выглянул на улицу. Полиции нигде не было видно. И отсюда всего пол квартала до станции метро. Квартира на втором этаже, и хотя окна забраны решеткой, решетки не заперты. При необходимости можно будет спуститься по пожарной лестнице и затеряться на Лексинтона Веню, где всегда людно. В квартире есть телефон и компьютер. Это хорошо. Стивен взглянул на настенный календарь с картинками ангелов. На нем было несколько пометок, но на ближайшие выходные ничего. Послушай, Шейла, осекшись, он покачал головой. В чем дело? Ну, просто я понимаю, что, может быть, поступаю глупо, то есть мои два знакомые и все такое. В общем, я хотел узнать, есть ли у тебя какие-то планы на ближайшую пару дней? Шейла насторожилась. О, я... Ну, я должна съездить к матери. Стивен огорченно поморщился. Жаль. Понимаешь, у меня есть домик в Кейп Мэй. Это на пляже в Джерси. Точно. И я собираюсь поехать туда. После того, как заберешь Бадди? Кто такой этот Бадди, мать его? А, да, кот. Точно. Если у тебя нет никаких дел, может быть, ты бы смогла поехать со мной? Там. Там будет моя мать со своими подругами. Ой, ну я даже не знаю, что сказать. Может быть, ты позвонишь своей матери и скажешь, что эти выходные ей придется прожить без тебя? Ну, вообще-то можно и не звонить. Если я не приеду, как бы ничего и не произойдет. То есть, я как бы могу приехать, а могу и не приехать? Значит, она лгала. Выходные у нее свободны. В ближайшие несколько дней ее никто не хватится. Вдруг откуда-то чуть ли не на голову Стивену спрыгнула кошка и тут же начало тыкаться морда ему в лицо. Он сразу же представил себе тысячи червей, ползущих по его телу, копошащихся в волосах шейлы. Представил ее пальцы, похожие на червей. Стивен начинал проникаться ненавистью к этой женщине. Ему захотелось кричать. Ой, поздоровайся с нашим гостем, Андреа. Сэм, ты ей понравился. Выпрямившись, Стивен оглянулся вокруг, размышляя. Помни, мальчик, убивать можно чем угодно. Одними предметами убивать быстрее, другими дольше. Но убивать можно чем угодно. Слушай, а у тебя есть скотч? Зачем? Мысли шейлы беспорядочно носились. Для того, помнишь, у меня в сумке лежат музыкальные инструменты, так вот надо подклеить один барабан. Ну да, конечно же есть, сейчас найду. Она вышла в коридор. На Рождество я отправляю посылки всем своим тетушкам и всегда покупаю новую катушку скотча. Никак не могу запомнить, остался ли у меня скотч, так что в конце концов дома скопилась целая куча начатых катушек. Ну не растяпали я. Стивен не ответил, потому что как раз в этот момент он осмотрел кухню и пришел к выводу, что это лучшая зона для смерти в квартире. На, лови! Шейла игриво бросила ему катушку скотча. Стивен непроизвольно поймал ее и тот час же разозлился на себя за то, что не успел надеть перчатки. Теперь на катушке останутся его отпечатки. Увидев улыбающуюся Шейлу, он задрожал от ярости. Какой ты ловкий, друг мой! Стивен видел огромного червя, неумолимо приближающегося к нему. Отложив скотч, он надел перчатки. Перчатки? Тебе холодно? Друг мой, что ты... Не обращая на нее внимания, Стивен открыл холодильник и начал вынимать из него продукты. Сделав еще шаг, Шейла застыла на месте. Ее глупая улыбка стала тускнеть. Ты проголодался? Он вынул все полки. Шейла перехватила его взгляд и вдруг у нее slicketane вырвалась слабая... Стивен догнал жирного червя, прежде чем тот успел преодолеть половину расстояния до входной двери. Быстро это или медленно? И потащил его назад на кухню к холодильнику. Глава седьмая час второй из сорока пяти по три. Перси Клейл бывший майор ВВС, дипломированный специалист по ремонту и обслуживанию фюзеляжей и авиационных двигателей, имеющая все лицензии Федерального агентства гражданской авиации, какие только выдаются летчикам, не имела времени на то, чтобы быть суеверной. И все же, проезжая в пуленепробиваемой машине через центральный парк по дороге в Федеральный дом защиты свидетелей в Мидтауне, Перси вспомнила старинную поговорку, которую суеверные путешественники повторяют словно мрачные заклинания. Катастрофы случаются по три. Несчастья тоже приходят по три. Во-первых, Эд. И вот теперь вторая неприятность. То, что и только что сообщил по сотовому Рон Телбот. Перси сидела, зажатая между Бритом Хейлом и молодым полицейским Джерри Бэнксом. Слегка опустив голову, Хейл не отрывал от нее глаз, а Бэнкс осторожно выглядывал в окно, изучая проезжающие мимо машины, пешеходов и деревья. Корпорация US Healthcare согласилась дать нам еще один шанс. Дыхание Телбота вырывалось с настораживающим присвистом. Один из лучших летчиков, каких только знала Перси, Телбот уже много лет не сидел за штурвалом. Его приковало к земле слабое здоровье. Перси считала это ужасно несправедливым наказанием за пагубные пристрастия Рона к спиртному, табаку и еде. В основном потому, что сама грешила тем же. Я хочу сказать, продолжал Рон, они могут отменить контракт. Бомбы не являются форс-мажорными обстоятельствами. Мы должны доставлять груз вовремя. Но на завтрашний вылет компания все же согласна? Молчание. Да, согласна. Послушай, Рон, не выдержала Перси. Выкладывай все. Массивный, пропавший дымом. Именно у него она стреляла Кэмэл, когда бросала курить. Телбот частенько забывал о чистом белье и бритве. И совершенно не умел сообщать плохие известия. Фокстарт браво. Наконец неохотой признался он. Что с ним? Это был самолет Перси Клей. Лир-35А. Бортовой номер Н-695ФБ. Конечно, по документам все обстояло иначе. Официально двухмоторный реактивный самолет был взят в лизинг холдинговой корпорации Клей-Карни подразделением чартерной авиакомпании Гудзон Эйр. У компании Морган Эйр, в свою очередь взявшей его у холдинга Ла Джолла, дочернего предприятия корпорации Транспорт Солюшн, зарегистрированной в штате Делавер. Такая сложная комбинация, юридически совершенно законная и весьма распространенная, объяснялась тем, что самолеты являются баснословно дорогим товаром. И каждая авиакатастрофа обходится в громадную сумму. Но всем в компании Гудзон Эйр было известно, что ноябрь 695ФБ принадлежал Перси. Она налетала на нем тысячи часов. Он был ее любимцем. Ее ребенком. В те ночи, когда Эда не была рядом с ней, а их было так много, лишь мысль об этом самолете помогала справиться с болью одиночества. Реактивный Лир не самолет, а просто конфетка, без труда держал на высоте 45 тысяч футов крейсерскую скорость 460 узлов, больше 500 миль в час. Перси было известно, что он может летать выше и быстрее, хотя она держала это в тайне от компании Morgan Air, холдинга Лоджола, корпорации Транспорт Солюшн и Федерального агентства гражданской авиации. Его переоборудование, это, кажется, сложнее, чем я думал, наконец решился Телбот. Продолжай. Ну хорошо. Стю ушел. Стю Маркарт, главный механик. Что? Сукин сын ушел. Ну пока что еще не ушел, продолжал Телбот. Он позвонил и сказал, что заболел, но говорил как-то странно, и я навел кое-какие справки. Стю переходит к Сикурскому, уже оформил все документы. Перси была ошеломлена. Это уже серьезная проблема. Лир-35А поставляется оснащенными для пассажирских перевозок с 8 креслами в салоне. Для того, чтобы подготовить самолет для нужд компании US Healthcare, требовалось снять практически все пассажирские кресла, установить на специальных амортизирующих станках холодильники и провести от электрогенераторов самолета мощную проводку. То есть осуществить сложные работы с фюзеляжем и электрооборудованием. В компании не было лучшего механика, чем Стью Маркарт, переоборудовавший Лир Эда в кратчайшие сроки. Но без него. У Перси появились сомнения, что ее Фокстрот успеют переоборудовать до завтрашнего вечера. — Перси, в чем дело? — спросил Хейл, увидев ее поморочневшее лицо. — Стью ушел, — прошептала она. Он, непонимающе покачал головой, — куда ушел? — Уволился, — пробормотала Перси. — Ушел! Сбежал к вертолетчикам, мать их! Хейл узумленно посмотрел на нее. — Сегодня? — она кивнула. — Перси, он испугался, — продолжал Телбот. — Уже известно, что это была бомба. Полицейские ничего не говорят, но все догадались, что произошло. Люди занервничали. Я только что говорил с Джоном Ринглом. — С Джонни? — это был молодой летчик, пришедший в компанию в прошлом году. — Он тоже собрался уходить? — Нет, он просто спросил мне, лучше ли нам закрыться на некоторое время, переждать, пока все это не закончится. — Нет, закрываться мы не будем, — решительно ответила Перси. — Мы не откажемся от этого контракта, черт бы их побрал! — Дело на первом месте. А если кто-нибудь еще скажется больным, гони его в три шеи. — Перси. С виду суровый и непреклонный, Телбот в душе был очень мягким. — Ну хорошо, — отрезала Перси. — Я сама выгоню. — Слушай, насчет Фокстрота Браво. Я смогу заняться электрооборудованием сам, — заявил Телбот, прекрасный, квалифицированный авиационный механик. — Постарайся сделать все, что сможешь, но все же попробуй найти замену Стю, — сказала Перси. — Ну все, договорим потом. Она отключила телефон. — Не могу поверить, — пробормотал Хейл. — Стю ушел! Летчик был потрясен. А Перси была взбешена. Люди бегут, как крысы с тонущего корабля. Компания умирает, а она понятия не имеет, как ее спасти. Перси Клей не обладала обезьянехваткой в делах. Обезьянехватка. Впервые эту фразу Перси услышала в армии. В устах адмирала, морского летчика. Она означала эзотерический, прирожденный дар летчика, которому невозможно обучить. Это точно во всем, что касается авиации. Перси обладала обезьянейхваткой. Она могла летать на любых типах самолетов, независимо от того, доводилось ли ей прежде управлять ими. Днем и ночью, в любых погодных условиях. Безукоризненно проведя машину по заданному маршруту, Перси с первого захода сажала ее в ту волшебную точку, куда целятся все летчики. С тысячи за цифрами. С высоты тысячу футов точно за белыми цифрами на бетоне, номером взлетно-посадочной полосы. Гидросамолеты, бипланы, огромные транспортные геркулесы, 737-е, Миги. Перси Клей чувствовала себя как дома в кабине любого самолета. Но этим и ограничивалась ее обезьянеохватка. С родственниками она совсем не умела налаживать отношения, это уж точно. Отец выгнал ее из дому, заявив, что не желает даже говорить с ней после того, как Перси бросила его альмаматор, университет штата Вирджиния, чтобы поступить в летную школу. Даже несмотря на то, что ее расставание с Шарлоттсвиллем было неизбежным, через полтора месяца после начала занятий староста курса высокая длинноногая блондинка довольно бесцеремонно посоветовала для некрасивой девчонки перейти в вечернее сельскохозяйственное училище. Несомненно, у Перси не было обезьяньих матки в навыках армейского чинопочитания, и ее захватывающее дух мастерства управления тяжелыми томкэтами не могло в полной мере компенсировать неприятную особенность высказывать вслух то, о чем остальные предпочитали помалкивать. И, конечно, Перси не могла руководить компанией, президентом которой являлась. Она сама диву давалась, как это Гунзон Эйр, не имеющая отбоя в заказах, тем не менее едва сводила концы с концами. Вместе с Эдом, Бритом Хейлом и другими летчиками, Перси постоянно поднималась в воздух. Летать еще больше ей не позволяло идиотское предписание ФАГа, ограничивающее ежемесячный налет 80 часами. Так почему же компания все время находится на грани банкротства? Если бы не обаяние Эда, способного очаровывать потенциальных клиентов, и умение ворчливого Рона Телбота сокращать до минимума затраты и уговаривать кредиторов, Гудзон Эйр не продержалась бы эти два года. Месяц назад компания оказалась на грани закрытия. Но тут Эду удалось заполучить контракт от US Healthcare. Сеть клиник зарабатывала фантастические деньги на трансплантации человеческих органов. Как выяснила Перси, не только сердце и почек. Главная проблема заключалась в том, чтобы доставить донорский орган в течение исчезанных часов после того, как он появился в наличии. Как правило, транспортировка осуществлялась самолетами с совершающими регулярные рейсы в холодильнике в пилотской кабине. Однако это было связано с жестким расписанием полетов. Гудзон Эйр не знал о подобных ограничений. Компания согласилась выделить один самолет полностью под нужды US Healthcare. Ему предстояло регулярно облетать против часовой стрелки 6-8 клиник, расположенных на восточном побережье и среднем западе. Своевременная доставка гарантировалась. В дождь, снег, туман и ветер до тех пор, пока аэродромы оставались открыты и полеты не запрещались из-за погодных условий, Гудзон Эйр обязывалась доставлять груз в срок. Первый месяц должен был стать испытательным периодом. В случае успешной работы компания получала контракт на полтора года, который становился бы хребтом ее финансового благополучия. Судя по всему, Рону удалось уговорить клиента предоставить компании еще один шанс. Но если к завтрашнему вечеру Фокстрат Браво не будет готов к вылету, Перси не хотела даже думать об этом. Проезжая в полицейской машине по центральному парку, Перси Клей смотрела на первую весеннюю зелень. Эд очень любил это место и частенько здесь бегал. Сделав два круга по берегу пруда, он возвращался домой, вспотевший и усталый, и заставал жену, завалившейся в кресло с бортовым журналом или руководством по ремонту нового турбовентиляторного двигателя с сигаретой и стаканом виски. Улыбаясь, Эд с силой тыкал ее пальцем под ребро, спрашивая, может ли она как-нибудь еще портить себе здоровье. И пока Перси смеялась, укратко и делал глоток другой виски. Она вдруг вспомнила, как Эд, наклоняясь, целовал ее в плечо. Дав выход, переполняющий его страсти, он именно сюда ронял голову, утыкаясь лицом в кожу. И Перси Клей верила, что здесь, где ее шея переходит в узкое плечо, хотя бы в этом месте, она является красивой женщиной. Эд, все звезды ночного неба. Перси подняла наполнившиеся слезами глаза к серому небу, суровому, зловещему. Она оценила нижнюю границу облачности в 15 тысяч футов, ветер 0,90, скорость 15 узлов, порывистый. Перси неуютно поежилась. Сильные пальцы Брита Хейла стиснули ее запястье. Джерри Бэнкс о чем-то говорил, но она его не слушала. Перси Клей приняла решение. Она снова достала сотовый телефон. Глава восьмая. Час третий из сорока пяти. Забывание сирены приближалось. Линкольн Райм ожидал услышать доплеровский эффект, но сирена, издав прощальный виск, умолкла еще до того, как машина подъехала к крыльцу. И почти тут же Том ввел в лабораторию на первом этаже молодого полицейского. Светловолосый страж порядка и зеленойся был в синем мундире, который, вероятно, был безукоризненным, когда он надевал его вчера. Но сейчас был весь измят и перепачкан землей и сажей. Было видно, что полицейский водил по подбородку электрической бритвой, но ему удалось лишь выкосить неровные полосы в темной щетине, резко контрастировавшей с соломенными волосами. Он держал в руках две большие холщовые сумки и коричневую папку. Увидев его, Линкольн Райм обрадовался так, как ничему не радовался вот уже целую неделю. «Бомба!» – воскликнул он. «Вот и бомба!» Курьер, раскрывший рот от изумления, при виде такого разномастного сборища сотрудников правоохранительных органов, безропотно отдал сумки налетевшему на него коршуном Куперу. Селита, поспешно чиркнувший в квитанции, сунул ее обратно в руки оторопевшему полицейскому из Иллинойса. «Огромное спасибо! Были рады вас видеть! До свидания!» На одном дыхании произнес он, отворачиваясь к испытательным стендам. Вежливо улыбнувшись, Том быстро проводил курьера к выходу. «Сакс, шевелись!» – крикнул Райм. «Что ты стоишь, как истукан? Ну что там у нас есть?» Одарив его ледяной улыбкой, молодая женщина направилась к столу, на котором Купер аккуратно раскладывал содержимое сумок. «Что с ней сегодня?» «Целого часа вполне достаточно для осмотра места преступления, если ее беспокоит именно это. Нюх у нее превосходный». «Так, Том, нам нужна твоя помощь. Тащи грифельную доску. Надо составить перечень улик. Расчерчивай таблицы, пиши. Заголовок MP-1». «М... М... П... Место преступления!» – взорвался криминалист. «Что еще это может быть? MP-1. Чикаго». В предыдущем деле, которым занимался Линкольн Райм, для составления списка улик использовалась обратная сторона мятого плаката музея Метрополитен. Сейчас же криминалист был вооружен по последнему слову техники. Вдоль стен стояли черные грифельные доски, своим запахом напоминавшие о сырых весенних днях в школе, когда маленький Линкольн ненавидел правописание и ждал только уроков естествознания. Помощник, бросив недовольный взгляд на своего босса, взял кусок мела и, смахнув невидимые пылинки с безугоризненно завязанного галстука и от утюженных, как лезвия стрелок на брюках, принялся писать. «Итак, Мел, что мы имеем?» «Сакс, помоги ему!» Вдвоем они принялись разбирать содержимое полиэтиленовых пакетов и пластиковых банок, наполненных пеплом, кусками металла, тканей и расплавленной пластмассы, укладывая все на фарфоровые подносы. Эксперты, производившие осмотр места катастрофы, если они в квалификации не уступали людям Райма, должны были использовать установленные на кронштейнах магниты, мощные пылесосы и сетчатые фильтры. Райм, разбирающийся практически во всех областях криминалистики, по части взрывных устройств был непревзойденным авторитетом. Бомбы его особенно не интересовали до того, как танцор, оставив маленький сверток в мусорной корзине кабинета на Уолл-стрит, убил двоих его экспертов. После этого Райм посчитал своим долгом узнать о взрывчатых веществах абсолютно все. Он занимался в отделении взрывных устройств Центрального управления ФБР, одной из самых малочисленных, но отборной лаборатории, состоящей из 14 исследователей и технических экспертов. Эти люди не искали СВУ, самодельные взрывные устройства, официальный термин для бомб, и не обезвреживали их. Их работа состояла в анализе адских машин и мест их взрыва, чтобы по характерным особенностям устанавливать авторов. В определенных кругах изготовление бомб считалось искусством, и ученики старались изо всех сил, постигая секреты мастерства знаменитых взрывников. «Разве бомба не уничтожает сама себя?» – спросила Сакс, роясь в пакете. «Сакс, ничто и никогда не разрушается полностью и бесследно!» – наставительно произнес Райм. «Запомни это!» Однако, подкатив свое кресло к лабораторному столу, он заметил. «Мы им делаем дело со скверной штучкой. Видишь эти осколки? Кусочки алюминия слева. Металл не согнут, а разорван. Это означает, что взрывчатое вещество обладало высокой брезантностью». «Бри-чем?» – переспросил Хелита. «Брезантностью!» Райм пустился в разъяснение. «Скоростью детонации. Но даже в этом случае от 60 до 90% бомбы должны уцелеть после взрыва. Разумеется, речь идет не о взрывчатом веществе, хотя его все равно остается достаточно для того, чтобы установить тип. «От, тут у нас есть над чем поработать». «Да?» – фыркнул Дилрей. «По-моему, эта задачка похуже, чем собрать шалтая-болтая». «О, Фред, а это уже не наше дело!» – поправил его Райм. «Нам нужно лишь поймать того сукиного сына, что столкнул его со стены». Он прокатился вдоль стола. «Мел, на что это похоже?» «Так, вижу батарейку, вижу провода, вижу часовой механизм. Что еще? Обломков упаковки нет?» Чемоданы позволили осудить больше террористов, чем часовые механизмы и детонаторы вместе взятые. Об этом широко не говорят, но авиакомпании, как правило, передают невостребованный багаж специалистам СФБР. А те его взрывают, составляя библиотеку обломков. Эксперты бюро вычислили террористов, взорвавших в 88-м году рейс 103 компании Pan American, не по взрывчатке, а по магнитофону Тошиба, в который она была заложена, по чемодану, в котором лежал магнитофон, и по одежде, в которую он был завернут. Остальные предметы одежды удалось проследить до магазина в городе Слиема на Мальте, и продавец показал, что приобрел эти предметы сотрудник ливийской разведки. Но Купер покачал головой. А рядом с эпицентром взрыва только детали бомбы. «Значит, она была не в сумке и не в чемодане», – задумчиво произнес Райм. Любопытно. «Черт побери, как же танцору удалось принести ее на борт самолета? Где он ее заложил?» «Лон, прочти ко мне, что написали ребята из Чикаго». «Установка точного места взрыва затруднена вследствие полного разрушения самолета и сильного пожара», – зачитал Селита. «Предположительно, взрывное устройство находилось снизу под пилотской кабиной». «Снизу под кабиной. Интересно, там нет грузового отсека?» «А может быть». Криминалист умолк, внимательно обводя взглядом пакеты с уликами. «Стоп, стоп!» – вдруг воскликнул он. «Мел, ну-ка покажи мне эти куски металла». «Третий пакет слева. Алюминий. Давай их под микроскоп». Вставив под объектив предметное стекло с крошечными частицами металла, Купер подключил к микроскопу компьютер. То, что он увидел в окуляр, Райм увидел на экране. «Курсор вниз». Послышался голос криминалиста. Двойной щелчок левой клавиши мыши. Изображение на экране компьютера увеличилось. «Вот, смотри, обшивка вогнута внутрь». «Внутрь?» – спросила Сакс. «Ты хочешь сказать, бомба была снаружи?» «Думаю, да. Мел, а ты что скажешь?» «Похоже, ты прав. Все полированные головки заклепок вдавлены внутрь. Определенно, бомба была снаружи». «Может быть, это была ракета?» – предположил Диларей. Селита сверился с отчетом. «Сигналы радара, указывающие на возможную ракету, отсутствуют». Райм покачал головой. «Нет, все говорят о том, что это была бомба». «Но снаружи?» – спросил Селита. «Никогда не слышал о таком». «А вот и объяснение», – подал голос Купер. Надев очки с мощными увеличительными стеклами, он перебирал керамическим пинцетом куски металла с такой скоростью, с какой ковбой считает по голове стада. «Фрагменты магнита. К алюминиевой обшивке он бы не прилип, но под ней стальные лонжероны. А еще я нашел остатки эпоксидной смолы. Судя по всему, преступник прилепил бомбу снаружи. Магнит держал до тех пор, пока не застыла смола». «Взгляни на следы ударной волны в слое смолы», – указал Райм. «Эпоксидка еще не успела полностью застыть, значит, бомба была приклеена перед самым взлетом». «Можно определить происхождение смолы?» «Вряд ли. Обычная эпоксидка продается где угодно». «Есть ли надежда найти отпечатки пальцев?» «Мел, скажи правду». Купер в ответ скептически усмехнувшись, тем не менее изучил обломки в поляризованном свете. «Ничего». «Дай понюхать», – попросил Райм. «Понюхать?» – удивилась Сакс. «Учитывая высокую брезантность, мы можем говорить, что это вторичное взрывчатое вещество. Я хочу знать, какое именно». «Обычно террористы при изготовлении самодельных бомб используют первичные взрывчатые вещества. Эти вещества сгорают относительно медленно и взрываются только в том случае, если сгорание происходит в замкнутом объеме. Например, в металлической трубке или коровке». «Самым распространенным из таких взрывчатых веществ является порох». Вторичные или брезантные взрывчатые вещества, такие как пластид или тротил, сгорают очень быстро в нормальном состоянии, поэтому их не требуется никуда помещать. Но такие вещества стоят дорого, и достать их очень трудно. Тип взрывчатки и источник ее происхождения может многое сказать об авторе бомбы. «Да, а у циклониты высокая брезантность», – согласился Купер. «Как ты думаешь, С3 или С4?» «Циклонит является основным компонентом этих двух взрывчатых составов. Они используются исключительно для производства военных боеприпасов. Гражданское их применение запрещено». «Только не С3», – сказал Райм, обнюхивая пепел так, словно это было коллекционное бордо. «Нет сладковатого привкуса». «Странно». «Не знаю, кажется, я что-то учил». «Ну-ка, Мел, включай хроматограф». Эксперт пропустил образец через газовый хроматограф, объединенный с масс-спектрометром. Этот прибор выделяет в смесях отдельные вещества и идентифицирует их. Он способен выявить вещества, присутствующие в миллионных долях грамма, и, сверившись с обширной базой данных, правильно назвать его. На экране появились результаты. «Линкольн, ты прав», – сказал Купер. «Это действительно циклонит и нефтепродукты. А вот это, странно, крахмал». «Ну, конечно, крахмал», – воскликнул Райм. «Его я и унюхал. Это мука кормовых бобов». И в тот час же это слово появилось на экране компьютера. «Как ты узнал?», – рассмеялся Купер. «Потому что это динамит». «Но здесь же нет нитроглицерина», – возразил Купер, называя основной компонент динамита. «Нет-нет, это не настоящий динамит», – пояснил Райм. «Это смесь циклонита, тротила, машинного масла и муки кормовых бобов. Последнее используется в качестве связующего вещества. Такой динамит встречается редко, применяется в армии». «В армии, да?», – спросил Селита. «Это указывает на Хансона». «Несомненно». Эксперт положил под объектив микроскопа новые образцы. В тот час же изображение появилось на экране компьютера. Волокна, обрывки проводов, щепки, пыль. Это зрелище напомнило Райму другой похожий образ, который он видел много лет назад, хотя и при совершенно иных обстоятельствах. Он подарил на день рождения своей знакомой Клэр Триллинг, красивой и стильной девушке, массивный медный калейдоскоп, купленный в дорогом магазине. Они с Клэр провели вдвоем вечер за бутылкой Мерло, гадая, с помощью каких экзотических кристаллов и драгоценных камней образуются настолько потрясающие картины. В конце концов, Клэр, не уступавшая Райму в стремлении объяснить все с научной точки зрения, отвинтила заднюю крышку и высыпала содержимое трубки на стол. Молодые люди долго смеялись. Волшебные образы создавали с помощью кусочков металла, деревянной стружки, мелко нарезанных страниц иллюстрированных журналов и канцелярских кнопок. Отмахнувшись от этих воспоминаний, Райм сосредоточился на том, что появилось на экране компьютера. Обрывок промысленной бумаги в нее был завернут динамит, волокна, целлюлоза и хлопок от детонационного шнура, которым танцор обмотал мягкую взрывчатку. Кусок алюминия и тонкий провод в пестрой оплетке от электрического взрывателя. Еще провода и уголек от батарейки размером с ластик. «Часовой механизм!» – окликнул Купера Райм. «Я хочу взглянуть на часовой механизм!» Эксперт взял со стола маленький полиэтиленовый пакет. Внутри лежало остановившееся холодное сердце бомбы. Часовой механизм сохранился почти целиком, что удивило Райма. «Ага, вот твоя первая ошибка!» – подумал он, молча обращаясь к танцору. Большинство террористов помещают часовой механизм внутрь заряда взрывчатого вещества, чтобы уничтожить все улики. Но в данном случае танцор случайно установил часы за толстым стальным выступом коробки, в которой размещалась бомба. Этот выступ спас часовой механизм от разрушения. Райм до боли напряг шею, разглядывая погнутый циферблат. Купер внимательно осмотрел часы. «Так, вижу клеймо завода-изготовителя и номер модели. Быстро связывайся с АВВ». Архив взрывчатых веществ ФБР являлся самой обширной в мире базой данных по взрывным устройствам. В нем содержались сведения обо всех бомбах Соединенных Штатов, взорванных и обнаруженных неразорвавшимися, а также вещественные доказательства с места взрыва. Первые материалы попали в архив еще в 20-е годы. Купер застучал по клавиатуре. Через мгновение его модем засвистел и защелкал. Две минуты спустя пришел ответ на запрос. «Ничего хорошего», – поморфился лысеющий эксперт, что было для него свидетельством крайнего возбуждения. «Эта бомба не похожа ни на одну из тех, что есть в коллекции». Практически все террористы изготавливают свои адские машинки похожими друг на друга. Освоив одну конструкцию, они предпочитают не экспериментировать. Это вполне объяснимо, учитывая характер их продукции. Если бы бомба, заложенная танцором, была бы похожа на СВУ, взорванную где-нибудь во Флориде или Калифорнии, специалисты архива, возможно, смогли бы на основе улик, собранных на месте предыдущих преступлений, высказать предположения относительно местонахождения террориста. Правило «Большого пальца» гласит, что если две бомбы имеют по крайней мере четыре одинаковые конструктивные особенности, например, припаянные, а не примотанные контакты, или механические, а не электрические часовые механизмы, скорее всего их изготовил один и тот же мастер. Бомба, взорванная танцором в офисе на Уолл-стрит, была совершенно не похожа на эту. Но Райм понимал, что две бомбы были предназначены для совершенно разных целей. Первая должна была помешать осмотру места преступления, второй предстояло взорвать реактивный самолет. Райм уже успел узнать о танцоре у гроба, по крайней мере, одно. Убийца приспосабливал свой инструмент под те задачи, которые ему предстояло выполнить. «Что совсем плохо?» – спросил Райм, увидев разочарованное выражение лица Купера, не отрывавшего глаз от экрана компьютера. «Часовой механизм», – Райм вздохнул. «Все понятно». «Сколько миллиардов таких часов выпущено?» «Южнокорейская корпорация «Дайвана» в прошлом году продала 142 тысячи. В основном разошлись через мелкие магазины. Часы не имеют серийных номеров, поэтому невозможно отследить, из какой партии этот конкретный экземпляр». «Замечательно! Просто замечательно!» Купер продолжал читать с экрана. «Хм, ребята из АВВ говорят, что их очень заинтересовала наша бомба, и они надеются, что мы добавим ее в архив». «Ага, это первоочередная задача», – проворчал Райм. Внезапно у него свело плечевую мышцу, и ему пришлось уронить голову на подголовник кресла. Криминалист пару минут старался дышать размеренно, дожидаясь, пока невыносимая боль ослабнет, а затем исчезнет совсем. Сакс единственная, кто это заметил, шагнуло было к нему, но он покачал головой. «Мел, сколько ты нашел проводов?» «Похоже, их было только два. Многожильные или оптиковолоконные?» «Да нет, совершенно обыкновенные. Шунтов нет?» «Нет». Шунтом называется отдельный провод, замыкающий электрическую цепь в том случае, если для обезвреживания перерезается провод, идущий к взрывателю или часовому механизму. «Все сложные бомбы имеют шунтирующие механизмы». «Так», – оживился Селита, «а это уже добрый знак, не так ли? Наш дружок становится небрежным». Но Райм думал как раз наоборот. «Вряд ли, Лон. Предназначение шунта только в том, чтобы затруднить обезвреживание бомбы. Отсутствие шунта говорит о том, что танцор был абсолютно уверен, бомбу ни за что не обнаружит. И она взорвется там, где и должна, в воздухе». «Ну и дрянь», – презрительно бросил Дилри, оглядывая компоненты бомбы. «С какими такими людьми должен был якшаться наш парень, чтобы собрать такую штуковину?» «Я хочу сказать, у меня есть хорошие осведомители. Они могут знать о том, кто поставляет материал для подобных умельцев». Фред Дилри тоже многое знал о бомбах. Его напарник и друг Тоби Долитл находился в административном здании в Оклахоме, когда маньяк загнал туда начиненный взрывчаткой грузовик. Тоби погиб на месте. Но Райм покачал головой. «Фред, здесь нет ничего такого, что было бы трудно достать. Конечно, за исключением взрывчатки и детонационного шнура. Но этим танцора, скорее всего, снабдил Хансен. Проклятие, да он мог купить все, что нужно в магазине для радиолюбителей». «Что?» – удивленно спросила Сакс. «Да-да», – подтвердил Купер. «Мы называем их «все для террориста». Райм проехал вдоль стола куску стального кожуха, смятого словно кулачок бумаги. Он долго смотрел на него, а затем, отъехав назад, устремил взгляд в потолок. «Но зачем он прикрепил бомбу снаружи?» – задумчиво произнес криминалист. Перси сказала, в ангаре было полно народу. К тому же, разве пилот перед вылетом не осматривает самолет, проверяя шасси и все такое? «Думаю, обязательно проверяет», – сказал Селита. «Тогда почему Эд Карни и его напарник не увидели бомбу?» «Потому что», – вдруг заговорила Сакс, – танцор не мог подложить бомбу до тех пор, пока не возникла твердой уверенности, что на самолете полетит тот, кто ему нужен. Райм круто развернул к ней свое кресло. «В самую точку, Сакс!» Он был там и следил. Увидел, как Карни садится в кабину. Танцор понял, что может расправиться, по крайней мере, с одной жертвой. Затем, в промежуток времени, между тем, как Карни поднялся на борт, и взлетом он закрепил бомбу. «Сакс, ты должна найти это место и осмотреть его. Не теряй времени, в путь!» «У меня всего один час, а теперь уже меньше», – хладнокровно заметила Амелия Сакс, направляясь к двери. «И еще одно», – сказал Евдогон Курайм. Она остановилась. «Танцор не похож на всех тех, с кем тебе приходилось до сих пор встречаться». «Как ей это объяснить?» «Имея с ним дело, не всегда видишь то, что есть на самом деле». Сакс подняла бровь, словно призывая его перейти к делу. «Вероятно, сейчас его нет в аэропорту, но если ты увидишь, что кто-то...» «В общем, стреляй, не задумываясь». «Что?» – рассмеялась она. «Беспокойся в первую очередь о себе и лишь затем о месте преступления». «Я же только полицейская», – бросила Сакс, выходя из лаборатории. «Какое танцору до меня дело?» «Амелия, послушай!» Но ответом ему стали звуки удаляющихся шагов. Знакомый рисунок. Сначала гулкий стук по дубовым половицам, затем приглушенные шаги по восточному ковру, потом звонкое цоканье по мрамору в вестибюле и, наконец, хлопнувшая входная дверь. Глава девятая. Час третий из сорока пяти. «Главное качество солдата – выдержка и хладнокровие». «Так точно, сэр! Я это усвоил!» Стивен Кол сидел за столом на кухне Шейлы, пытаясь определить, насколько сильно он ненавидит Эсси, шелудивую кошку или как там ее зовут, и прослушивая длинный разговор, записанный на магнитофон. Сначала Стивен хотел отыскать всех кошек и придушить их, но затем передумал. Время от времени четвероногие черви издавали жуткие завывания, и он решил, что соседи могут забеспокоиться, если в квартире Шейла Горовец вдруг станет тихо. Терпение. Стивен смотрел, как крутится кассета, и слушал. Только через двадцать минут он, наконец, услышал то, что надеялся услышать. Отлично. Улыбнувшись, Стивен достал из чемодана модель 40, уютно устроившуюся там, словно младенец колыбели, и подошел к холодильнику. Приложив ухо к дверце, он прислушался. Шум прекратился. Холодильник больше не трясся. Стивен испытал облегчение, представив себя огромного червя внутри, теперь уже остывшего и неподвижного. Взяв рюкзак, он вышел из полумрака квартиры, наполненного терпким кошачьим зловонием, запахом пыли и миллионами следов отвратительных червей. Дорога за город. Амелия Сакс неслась на полной скорости по аллее распускающихся весенних деревьев. Вдоль одной обочины лежали валуны, вдоль другой возвышалась скала. Все словно задернуто зеленой дымкой, в которой сверкали звездами желтые цветки филерии. Сакс, потомственная горожанка, родилась в Бруклине и прожила там всю свою жизнь. Для нее природа ограничивалась воскресными прогулками в проспект парки и вечерними поездками в Лонг-Айленд, где ей не раз приходилось укрывать в лесу свой черный спортивный додж-чарджер, похожий на акулу, от полицейских, решивших оштрафовать ее за превышение скорости. Нажав педаль акселератора, Сакс на повороте обошла микроавтобус с прилепленным на заднем стекле верх ногами котом и направила свою машину в криминалистическую лабораторию на колесах вглубь округа Уэстчестер. Оторвав руку от руля, молодая женщина вонзила ногти в кожу черепа. Затем, снова стиснув руль, она утопила педаль в пол и не снимала с нее ноги до тех пор, пока вокруг не появились первые признаки сельской цивилизации. Рестораны быстрого обслуживания, заправочные, приземистые торговые центры. Мысли Сакс были поглощены бомбами и персиклей. И Линкольном Раймом. Сегодня он был каким-то другим. С ним произошла серьезная перемена. Сакс работала с криминалистом уже больше года. С тех пор, как он предложил ей помочь в поисках серийного убийцы, терроризировавшего Нью-Йорк. В то время Сакс было очень плохо. Неудачно окончилась любовная связь. Скандал о коррупции в отделении изменил ее отношение к полиции. Но Райм не дал ей уйти из правоохранительных органов. Просто не дал и все. Хотя сам он был лишь вольнонаемным консультантом, он устроил так, чтобы Сакс перевели в криминалистический отдел. Она пробовала было возражать, но быстро сдалась. Ей очень нравилась новая работа. И ей понравилось работать вместе с Раймом. Его блестящие способности она находила возбуждающими, устрашающими. И в этом она никому не признавалась, чертовски сексуальными. Из чего вовсе не следовало, что Сакс научилась читать его душу. Линкольн Райм держал карты близко к груди и не собирался раскрывать их даже перед своей помощницей. Стреляя, не задумываясь. Что все это значит? На месте преступления ни в коем случае нельзя стрелять, если есть хоть какой-то способ этого избежать. Даже одиночный выстрел может безнадежно загрязнить место преступления углеродом, серой, ртутью, сурьмой, свинцом, медью и мышьяком, уничтожив жизненно важные улики. Райм рассказывал, что как-то раз, вынужденный стрелять в спрятавшегося на месте преступления преступника, он больше всего беспокоился о том, что уничтожит улики. А когда Сакс, решив, что в кои-то веке оказалось прозорливее его, заметила «Райм, но какое это имело значение? Ведь преступник был бы в твоих руках, так?» Райм извительно возразил «А что, если у него были сообщники? Что тогда?» Чем же отличается этот танцор у гроба от остальных преступников, если не считать его дурацкого прозвища. Только тем, что он кажется чуть умнее простого мафиози и наемного убийцы. Райм предложил осмотреть ангар за один час. Сакс показалось, что он согласился на это исключительно ради Перси Клей, что было совершенно на него не похоже. Если Райм считал нужным, он не задумываясь изолировал место преступления на несколько дней. Эти вопросы не давали покоя Амелии Сакс, которая терпеть не могла вопроса без ответов. Но время на размышления кончилось. Резко крутанув руль микроавтобуса, Сакс въехала в широкие ворота аэропорта Мамаронек, спрятавшегося в лесах округа Уэстчестер на севере Манхэттена. Здесь обслуживались и самолеты крупных компаний United Express, American Eagle. Но в основном на аэродроме стояли реактивные лайнеры мелких фирм, не имевшие маркировки. Въезд охранялся полицейскими. Они проверили и перепроверили документы у рыжеволосой красавицы, одетой в джинсы и ветровку, управлявшей передвижной лабораторией департамента полиции Нью-Йорка. Увидев указатель Good Zone Air, Сакс направилась в ту сторону и нашла в конце ряда коммерческих терминалов небольшое кирпичное здание. Быстро выскочив из машины, она представилась двум полицейским, охранявшим ангар, и небольшой серебристый самолет со стремительными обводами, стоящий там. Молодая женщина с удовлетворением отметила, что ангар полностью обнесен ограждением из желтой ленты, но размеры ангара были удручающими. Всего один час? Для осмотра такой территории не хватит и целого дня. Огромное спасибо тебе, Райм. Сакс быстро поднялась в контору. Там стояли кучками десятка два мужчин и женщин. В основном лет 20-30, кто в костюмах, кто в рабочих комбинезонах. Наверное, до вчерашнего вечера это была группа энтузиастов-единомышленников. Теперь лица состарила тревога. «Здесь есть человек по имени Рон Телбот», спросила Сакс, демонстрируя свой серебряный значок. К ней подошла женщина лет 50, самая старшая из присутствующих. «Ясаль Ян Маккей», представилась она, управляющая офисом. «Что с Перси?» «С ней все в порядке», осторожно ответила Сакс. «Где мистер Телбот?» Вышедшая из кабинета брюнетка лет 30 в мятом синем платье обняла Салли Энн за плечи. Та участливо сжала ей руку. «Лорен, как ты?» На опухшем лице Лорен застыло выражение ужаса. «Вам уже удалось установить, что произошло?» спросила она Сакс. «Мы только начали расследование. Итак, где мистер Телбот?» Салли Энн, вытерев слезы, указала взглядом на дверь в углу. Войдя в кабинет, Сакс увидела грузного мужчину с двойным подбородком и с путанными седоватыми волосами. Тяжело дыша, мужчина изучал компьютерную распечатку. Когда он оторвал взгляд, Сакс поняла, что он тоже плакал. «Я следователь Сакс из полиции Нью-Йорка», представилась она. Мужчина кивнул. «Вы его уже нашли?» спросил он, выглядывая в окно, словно надеясь увидеть пролетающую мимо душу Эда Карни. «Убийцу», пояснил Телбот, поворачиваясь к Сакс. «В настоящий момент мы разрабатываем несколько версий». Амелия Сакс, полицейский во втором поколении, прекрасно владела искусством давать уклончивые ответы. В дверях кабинета появилась Лорен. «Я не могу поверить, что его больше нет», сквозь слезы выдавила она. «Кто мог такое сделать? Кто?» Сакс, несколько лет прослуживший в патрульной службе, не раз приходилось сообщать скорбное известие родным и близким, но она так и не смогла привыкнуть к наполненным болью голосам. «Лорен», взяла молодую женщину за руку с Алиэн. «Лорен, отправляйся домой». «Нет, я никуда не уйду. Я хочу знать, кто, черт побери, это сделал». «Вот это...» Сакс подошла к столу, за которым сидел Телбот. «Мне нужна ваша помощь?» «Скорее всего, преступник прикрепил бомбу снаружи к обшивке самолета под кабиной. Нам необходимо установить, где он мог это сделать». «Снаружи?» нахмурился Телбот. «Но как?» «С помощью магнита и клея». Клей к моменту взрыва не успел полностью затвердеть, так что это произошло перед самым взлетом. Телбот кивнул. «Можете на нас рассчитывать. Сделаем все, что в наших силах». Сакс похлопала по висящей на бедре радиостанции. «Сейчас я свяжусь со своим начальником. Он в Манхэттене. Мы зададим вам несколько вопросов». Надев наушники с микрофоном, она нажала кнопку вызова. «Райм, я на месте. Ты меня слышишь?» Связь осуществлялась на стандартной полицейской чистоте и по правилам требовалось обращаться друг к другу исключительно по позывным и так далее. Но Сакс и Райм редко придерживались этого предписания. Голос Райма, отразившись от одному богу известно, скольких спутников, заворчал в наушниках. «Слышу, долго же ты ехала?» «Райм, не перегибай палку». «Где находился самолет перед вылетом?» обратилась Сакс к Телботу. «Скажем, за час, час с четвертью». «В ангаре», без колебаний ответил тот. «Как по-вашему, преступник мог незаметно пробраться к самолету?» «После того, как вы называете, когда пилот обходит вокруг самолета?» «После наружного осмотра?» «Думаю, мог». «Но в ангаре же постоянно находились люди», сказала Лорен. «Приступ слез прошел». Молодая женщина вытерла лицо. Она несколько успокоилась, и теперь ее глаза вместо страха горели решимостью. «Будьте добры, представьтесь, меня зовут Лорен Симмонс». «Лорен у нас помощник руководителя полетами», пояснил Рон Телбот, мой заместитель. «Мы работали вместе со Стив, продолжала Лорен. Нашим главным механиком, нашим бывшим главным механиком, переоборудуя самолет, работали целые сутки непрерывно, и мы не видели никого постороннего». «Значит», сказала Сакс, преступник установил бомбу после того, как самолет покинул ангар. «Определи точную хронологию», затрещал в наушниках голос Райма. «Где именно находился самолет с того момента, как покинул ангар и до взлета?» Сакс передала его вопрос Телботу и Лорен, и те провели ее в зал совещаний, заполненные диаграммами, таблицами, кипами книг и тетрадей. Лорен развернула подробный план аэродрома. Он был испещрен непонятными для Сакс цифрами и буквами, но здания и рулежные полосы были хорошо видны. «Ни один самолет не может двинуться ни на дюйм», хриплым баритоном сообщил Телбот, без разрешения диспетчерской службы. «Чарли Джулиетт?» «Прошу прощения, Чарли как?» «Номер самолета. Мы называем самолеты по двум последним буквам регистрационного номера. Си Джей, Чарли Джулиетт. Он стоял в ангаре, вот здесь». Он указал место на плане. «Мы закончили погрузку». «Когда?» крикнул Райм так громко, что Телбот услышал и без помощи Сакс. «Нам нужно точное время». Бортовой журнал Чарли Джулиетт превратился в пепел, а регистрационная лента ФАГа еще не была расшифрована. Но Лорен сверилась с записями компании. Диспетчер дал разрешение выруливать на взлетно-посадочную полосу в 7.16, а в 7.30 Эд сообщил о том, что убрал шасси. Райм услышал ее слова. «14 минут. Спроси, не останавливался ли за это время самолет и находился ли он постоянно в поле зрения?» Сакс повторил его вопрос. «Наверное, здесь», сказала Лорен, указывая место на плане. «Участок узкой рулежной полосы длиной около двухсот футов. С обеих сторон загороженный рядами ангар». «О, и это зона НВ-башни», воскликнула Лорен. «Точно», присоединился к ней Телбот, словно ее слова имели какое-то значение. «Перевод», крикнул Райм. «Что это значит?» спросила Сакс. «С башни диспетчерского пункта эта зона не видна», объяснила Лорен. «Точно», послышался в наушниках торжествующий крик. «Сакс, оцепляй это место и ищи. Об ангаре забудь». «Ангар мы осматривать не будем», обратилась Сакс к Телботу. «Можете продолжать свою работу, но мне нужно оцепить эту рулежную полосу. Вы можете связаться с диспетчерской». «Связаться-то я могу», с сомнением произнес тот. «Но вот понравится ли это диспетчером?» «Если заартачатся, пусть звонят Томасу Перкинсу, это глава Манхэттенского отделения ФБР. Он свяжется с главным управлением ФАГа». «В Вашингтоне?» недоверчиво переспросила Лорен. «Именно с ними». Телбот слабо улыбнулся. «Это меняет дело». Направившись к выходу, Сакс задержалась в дверях, тревожно оглядывая оживленное летное поле. «Знаете, я на машине», обратилась она к Телботу. «Есть ли какие-нибудь особые правила езды по аэродрому?» «Да», ответил тот, «постарайтесь не наехать на самолет». Часть 2. Зона действия. Охотничий сокол, каким бы прирученным и миролюбивым ни казался, по сути своей остается животным диким, настолько диким, каким только может быть животное, живущее с человеком. И кроме того, он охотится, Стефан Бодио, «Страсть к соколам». Глава 10. Час 3 из 45. «Райм, я здесь», объявила Сакс. Выйдя из передвижной лаборатории, она надела резиновые перчатки и обмотала обувь резиновыми полосами, как учил ее Райм, чтобы отпечатки ее ног нельзя было спутать с отпечатками преступника. «Сакс, а где находится это здесь?» язвительно спросил криминалист. «В том месте, где рулежная дорожка упирается во взлетно-посадочную полосу, между рядами ангаров, там, где остановился самолет Карни». Сакс беспокойно взглянула на темнеющую вдали полоску деревьев. Воздух был перенасыщен влагой. Судя по всему, надвигалась еще одна гроза. Молодая женщина ощутила себя совершенно беззащитной. Возможно, танцор здесь. Может быть, он вернулся, чтобы уничтожить оставленные улики. Быть может, он решил убить полицейского и замедлить расследование. Как случилось тогда, когда танцор взорвал бомбу в конторе на Уолл-стрит, убив двух экспертов из команды Райма. Стреляя, не задумываясь. «Черт бы тебя побрал, Райм! Ты меня совсем запугал! Почему ты ведешь себя так, будто этот тип проходит сквозь стены и плюется смертельным ядом?» Сакс достала из багажника источник поляризованного света и большой чемодан. Внутри чемодана находилась добрая сотня различных инструментов, необходимых в профессии криминалиста. Отвертки, пассатижи, молотки, кусачки, ножи, оборудование для снятия отпечатков пальцев, пинцеты, кисточки, щипцы, ножницы, набор для исследования сгоревшего пороха, карандаши, полиэтиленовые и бумажные пакеты, моток желтой ленты. Первонаперво обозначить периметр. Молодая женщина окружила желтой лентой всю зону. Во-вторых, определить места нахождения корреспондентов средств массовой информации и оценить радиус действия объективов фотоаппаратов и микрофонов. Прессы нет. Пока нет. Господи, спасибо тебе за это. Сакс, что ты говоришь? Благодарю Бога за то, что здесь нет журналистов. Замечательно. Но все же, скажи, что ты делаешь. Все еще обозначаю периметр. Найди вход и выход, закончила за него Сакс. Шаг третий. Определить, откуда преступник пришел и куда ушел. Это будут вторичные места преступлений. Но она понятия не имела, откуда появился танцор. Он мог прийти откуда угодно. Незаметно выскочить из-за угла, приехать на тележке с багажом, на заправочной машине, надев специальные очки, Сакс стала водить по бетонной полосе источником поляризованного света. Конечно, на улице это было совсем не то, что в темном помещении. И все же, направляя луч под острым углом, она видела в волшебном зеленовато-желтом свете блестящие искорки. Но, увы, никаких следов. «Ее же полили!» А раздался голос у нее за спиной. Резко развернувшись, Сакс положил руку на головку и наполовину вытащил пистолет из кобуры. «Райм, я никогда не была такой пугливой! Это все ты виноват!» За желтой лентой стояли двое в рабочей одежде. Осторожно приблизившись к ним, Сакс проверил удостоверение личности. Фамилии совпадали. «Каждую ночь все дорожки поливают. Нам показалось, вы здесь что-то ищите!» Пояснил тот, что заговорил первым. «Водой под давлением!» Добавил второй. «Замечательно! Все мельчайшие следы, все отпечатки ног, все кусочки кожи, которые мог оставить здесь танцор, безвозвратно исчезли. Вы видели здесь кого-нибудь постороннего вчера вечером? Это связано с бомбой? Приблизительно в четверть восьмого, настаивала Сакс. «Нет, здесь безлюдно, ангары заброшены, наверное, их будут скоро сносить». «А вы сейчас что здесь делаете?» «Увидели полицейского, вы ведь из полиции, да?» «Ну и решили подойти взглянуть». «Это ведь связано с бомбой, да?» «Кто ее подложил? Арабы? Или экстремисты, мать их?» Сакс постаралась отогнать непрошенных зрителей. «Райм, вчера ночью рулежную дорожку поливали водой», сказала она в микрофон. «Похоже, под большим давлением». «Только не это!» «Я...» «Привет!» вздохнув, Сакс обернулась, ожидая увидеть вернувшихся рабочих. Но это был молодой самодовольный полицейский в фуражке от утюженных брюках. Он подырнул под ленту. «Прошу прощения!» двинулся ему навстречу Сакс. «Но доступ сюда закрыт!» Полицейского ее слова не остановили. Молодая женщина проверила удостоверение личности. На фотографии он был похож на модель с обложки журнала мужской моды. «Красивая у вас там форма!» Он окинул оценивающим взглядом обтягивающие джинсы. «Доступ сюда закрыт!» «Я могу вам помочь!» «Я окончил курсы криминалистики!» «Правда, в основном приходится патрулировать дороги, но все же кое-какой опыт у меня есть!» «А волосы у вас это что-то!» «Впрочем, наверное, вы это уже слышали!» «Я действительно вынужден попросить вас!» «Меня зовут Джим Эвертс!» «Только не надо переходить на имена!» «Это прилипает хуже клейкой ленты!» «Офицер Сакс!» «Скверно эта штука! Бомба!» «Видите ли, Джим, эта лента натянута здесь для того, чтобы никого не пускать на место преступления!» «Если хотите помочь, быстро отойдите за нее!» «Подождите, разве к полицейским это тоже относится?» «Да, относятся!» «И даже ко мне!» «И к вам тоже!» «Место преступления безнадежно портят пять самых страшных врагов криминалиста!» «Погода», «Родственники жертвы», «Подозреваемые», «Охотники за сувенирами» и «Худшие из худшего» «Собратья полицейские!» «Я ей пальцем ничего не трону, ей-богу!» «Мне просто будет приятно смотреть, как вы работаете, милочка!» «Сакс!» прошептал Райм. «Скажи ему, чтобы живо убирался с места преступления, мать его!» «Джим, живо убирайся с места преступления, мать твою!» «В противном случае ты доложишь его начальству?» «В противном случае я доложу твоему начальству!» «О-о-о! Вот ты как!» Джим Эвертс поднял руки, признавая свое поражение. С его лица исчезли последние намеки на заигрывание. «Сакс, шевелись!» Полицейский, медленно направился к ограждению. Один раз он обернулся, но все же удержался от обидного замечания. Амелия Сакс начала ходить по методу решетки, то есть производить движения вперед и назад в одном направлении север-юг, а затем проделывать те же движения в перпендикулярном направлении восток-запад. Существует несколько различных способов осмотра места преступления. На улице чаще всего используется слалом движение по синусоиде, что позволяет быстро осмотреть большую территорию. Но Линкольн Райм не желал даже слышать об этом. Он использовал только метод решетки. Когда Райм был главой следственного отдела, выражение «метод решетки» стало синонимом осмотра места преступления и плохо пригодилось тому эксперту, который, используя решетку, срезал углы или витал мыслями в облаках. Сакс потратила полчаса, расхаживая взад-вперед по полосе бетона рядом с ней. Поливальная машина, уничтожив следы и мелкие улики, все равно должна была пощадить более крупные предметы, которые мог обронить танцор. Не должна она была испортить и следы ног, и отпечатки тела в мягкой земле рядом с рулежной дорожкой. Но Сакс ничего не удалось найти. Проклятие, Райм, совершенно ничего! Ну же, Сакс, готов спорить что-нибудь да есть. И не что-нибудь, а много чего. Просто надо повозиться чуть больше обычного. Помни, что танцор не похож на других преступников. Опять он за это! Сакс! Голос тихий и вкрадчивый. Она ощутила дрожь. Вживись в него, ты понимаешь, о чем я говорю? Сакс прекрасно понимала, что он имеет в виду. Ей стало плохо от одной этой мысли. Да, она знала, что надо делать. Лучшие криминалисты способны делать так, что граница у них в мозгу, отделяющая охотника от добычи, растворяется, перестает существовать. Они ходят по месту преступления не как полицейские, пытающиеся отыскать улики, а как преступник, разделяя его мысли, желания и страхи. Райм обладал этим талантом. И Сакс, хотя она и пыталась это отрицать, также обладала им. С месяц назад она проводила осмотр места преступления, мужчина убил жену и ребенка и нашла орудие убийства там, где остальным даже не пришло в голову искать. После этого Сакс не могла работать целую неделю, и ее терзали навязчивые мысли, что это именно она зарезала жертвы. У нее перед глазами стояли их искаженные от ужаса лица, она слышала их предсмертные крики. Молчание. Говори со мной, прошептал Райм. И уже решительно. Ты, это он. Ты идешь там, где шел он, думаешь то, что он думал. Разумеется, он и раньше говорил ей такие слова, но сейчас, как и во всем, что имело отношение к танцору, молодой женщине показалось, что Райм думает не только о том, чтобы обнаружить какие-то незаметные улики. Нет, она нутром своим почувствовала, что он отчаянно хочет узнать этого преступника, понять, кто он, что заставляет его совершать убийство. Ее снова охватила дрожь. Мысли упорядочились, формируя цельную картину. Ночь, огни аэродрома, звуки взлетающих самолетов, запах выхлопов. Ну же, Амелия, ты, это он. Ты, танцор у гроба. Тебе известно, что Эд Карни находится на во рту самолета. Теперь тебе нужно закрепить бомбу. Думай только об этом. Она послушно выполнила его приказание, призывая откуда-то из потаенных глубин желание убивать. Райм продолжал говорить своим чарующим мелодичным голосом. Ты великолепно знаешь свое дело. У тебя нет никаких моральных принципов. Ты убьешь кого угодно, сделаешь что угодно ради достижения своей цели. Ты отвлекаешь внимание, ты используешь окружающих. Твое самое смертоносное оружие обман. Я лежу в засаде. Мое самое смертоносное оружие Сакс закрыла глаза. Это обман. Она ощутила, как ее наполняет мрачная надежда, возбуждение, охотничий азарт. Я... Можешь ли ты как-нибудь отвлечь от себя внимание, продолжал Райм. Сакс открыла глаза. Здесь местность голая, как стул, спрятаться невозможно. А где ты прячешься? Ангары заколочены. Трава скошена. Ни брошенных грузовиков, ни пустых бочек из-под горючего. Ангары стоят вплотную друг к другу, между ними не протиснуться. Укрыться негде. Нутром своим Сакс ощущала отчаяние. Что же делать? Я должна заложить бомбу. Времени нет. Огни. Огни повсюду. Что? Что мне делать? За ангарами не спрятаться, там полно рабочих. Местность открытая, они меня непременно увидят. На мгновение Сакс снова стала сама собой, гадая, как это случилось с ней нередко, почему Линкольн Райм обладает силой заставлять ее превратиться в кого-то другого. Иногда это ее злило, иногда возбуждало. Молодая женщина припала на колено, не обращая внимания на боль, периодически терзавшую ее последние десять из тридцати лет жизни. Место здесь слишком открытое, все видно как на ладони. О чем ты думаешь? Меня ищут, я не могу допустить, чтобы меня нашли, не могу. Это очень рискованно, спрячься и не высовывайся, но спрятаться негде, если меня заметят, это конец, бомбу найдут и поймут, что я охочусь за тремя свидетелями, их поместят в охраняемый дом, и я ни за что не смогу до них добраться, этого нельзя допустить. Прочувствовав панику, охватившую убийцу, Сакс вернулась к единственному моменту, где можно было укрыться, к ангару у рулежной дорожки. Единственное разбитое окно размером 3 на 4 фута было заколочено изнутри старой растрескавшейся фанерой, и первоначально молодая женщина не обратила на этот ангар внимания. Теперь она осторожно приблизилась к нему. Земля у стен была усыбана щебнем, следы на нем не остаются. Райм, окно заколочено, изнутри фанерой, стекло разбито. Ама грязная, то стекло, что осталось в раме. Грязнее не бывает. А края? Нет, края чистые. Она поняла, почему он задал этот вопрос. Стекло разбито недавно. Верно, надави на фанеру со всей силой. Фанера вылетела из рамы без малейшего сопротивления и с громким шумом упала на пол. Что это было? сполошился Райм. Сакс, с тобой все в порядке? Это фанера, ответила она, снова пугаясь его беспокойства. Молодая женщина посветила галогенным фонариком в окно. Внутри отгара было пусто. Сакс, что ты видишь? Он пустой. Внутри несколько ящиков, покрыты слоем пыли. На полу щебень. Это он, воскликнул Райм. Он разбил окно и бросил внутрь щебень, чтобы можно было стоять у окна, не оставляя следов. Это старый трюк. Перед окном на улице следов нет? Готов оспорить, там тоже щебень. Мрачно добавил он. Так точно. Ну хорошо, смотри окно, затем залезай внутрь. Но первым делом ищи ловушки, не забывая о мусорной корзине на Уолл-стрит. Райм. Райм, прекрати, прекрати! Сак снова обвела лучом фонарика внутренность ангара. Райм, все чисто, ловушек нет. Приступаю к осмотру рамы. Источник поляризованного света показал лишь едва различимый отпечаток пальца в матерчатой перчатке. Без синтетики, чистый хлопок. В ангаре что-нибудь есть, что-нибудь ценное, что можно было выстащить. Нет, он пуст. Хорошо. Что тут хорошего? спросила Сакс. Я же сказал, отпечатков нет. Да, Сакс, но это означает, что он был здесь. Рассмотри с точки зрения логики, зачем человеку в перчатках залезать туда, где нечего украсть? Молодая женщина тщательно осмотрела ангар. Ни следов, ни отпечатков пальцев, никаких улик. Достав пылесос, она собрала мелкие частицы. Стекло и щебень, спросила Сакс. В бумажный пакет? Да. Влага способна уничтожить мельчайшие улики, и хотя это со стороны кажется непрофессиональным, некоторые предметы лучше переносить в пакетах из плотной бумаги. Все, Райм, я буду у тебя минут через сорок. Сакс окончила связь. Она аккуратно уложила пакеты в машину, чувствуя какую-то неудовлетворенность. Как бывало всегда, когда при осмотре места преступления не удавалось найти очевидных улик, пистолетов, ножей или хотя бы бумажника преступника. Сейчас же собранные ей улики могут дать наводку на то, кто такой танцор и где он скрывается. Но вполне вероятно, вся работа окажется проделана впустую. Молодой женщине не терпелось как можно скорее вернуться в лабораторию и узнать, что удастся установить Райму. Сев за руль, она помчалась назад к конторе компании Гудзу Нейр и поднялась в кабинет к Рону Телботу. Тот разговаривал с высоким мужчиной, стоящим спиной к двери. Мистер Телбот, я нашла то, что искала, начала Сакс. Оцепление снято, можете сообщить диспетчерам. Мужчина обернулся, это был Брит Хейл. Он нахмурился, вспоминая, как ее зовут. А, да, офицер Сакс, наконец вспомнил он. Как тут дела? Молодая женщина машинально кивнула, но тут же опомнилась. Услышав приглушенный плач, она заглянула в зал совещаний. Рядом с Лорен, миловидной брюнеткой, бывшей, как вспомнила Сакс, заместителем Рона Телбота, сидела Перси Клей. Лорен плакала, а Перси, забыв про свое горе, пыталась ее успокоить. Подняв взгляд, она увидела Сакса и кивнула. Нет, нет, нет. И тот Весело заметил Джерри Бэнкс, попивая кофе. Молодой полицейский перемастился у окна, восхищаясь зрелищем стоящего в ангаре Лира. Что они здесь делают, резко спросила Сакс, указывая на Хайло и Перси, забыв о том, что Бэнкс старше ее по званию. У них возникли какие-то проблемы с механиком, ответил тот. Перси решила завернуть сюда, чтобы найти... Райм! крикнул Сакс в микрофон. Она здесь! Кто? язвительно спросил он. И где? Перси и Хейл тоже, они в аэропорту. Нет, они же должны находиться в охраняемом доме. Так вот, сейчас они оба находятся прямо передо мной. Нет, этого не может быть! Зарвался Райм. Он помолчал, стараясь взять себя в руки. Спроси Бэнкса, пытались ли они по пути оторваться от возможной слежки. Бэнкс смущенно ответил, что не пытались. Миссис Клей настояла на том, чтобы сначала заехать сюда. Я пытался ее отговорить. Господи, Сакс, он где-то там. Танцор там, я это чую. Пусть никуда не выходит и не приближается к окнам, воскликнул Райм. Я попрошу Дилрея прислать бронерованную машину из отделения бюро в Уайт Плейнс. Перси услышала «Джерри, следи за ними!» Подбежав к двери, она окинула взглядом огромное серое поле аэродрома. По взлетно-посадочной полосе с ревом разгонялся турбореактивный самолет. Молодая женщина подвела к рту микрофон на гибком креплении. «Райм, как? Как он может напасть на нас?» «Не представляю. От него можно ждать чего угодно». Сакс попыталась снова вжиться в мысли танцора, но у нее ничего не получилось. В голове крутилось только одно — обман. «Как охраняется аэропорт?» спросил Райм. «Достаточно строго. Высокий забор с колючей проволокой. На въезде полицейский пост. Проверка документов». «Но у полиции документы проверяются не очень внимательно, так?» оборвал ее Райм. Сакс вспомнила, как небрежно проверяются документы у людей в форме. «Проклятье, Райм! Здесь не меньше десятка полицейских машин и еще пара машин следственного отдела. Танцор мог попасть сюда в одно из них». «Хорошо, Сакс. Слушай, узнай, не пропадал ли за последние два-три часа кто-либо из местных полицейских. Таким образом, танцор мог завладеть формой и удостоверением личности». Сакс подозвала дежурившего у двери полицейского и внимательно изучила фотографии на удостоверении. Убедившись, что перед ней тот, кто нужно, она сказала, «Мы полагаем, убийца может находиться где-то неподалеку, возможно, выдавая себя за сотрудника полиции. Необходимо проверить всех, кто присутствует на аэродроме. Если вам встретится кто-либо или незнакомый, дайте мне знать. И еще, свяжитесь с местным управлением и узнайте, не пропадал ли кто-нибудь из полицейских в течение последних нескольких часов. Будет исполнено». Сакс вернулась в контору. Занавесок на окнах не было, и Бэнкс увел Перси и Хейлова в внутренний кабинет. «Что здесь происходит?» спросила Перси. «Через пять минут вас отсюда заберут», сказала Сакс. Она выглянула из окна, пытаясь предположить, откуда нанесет свой удар танцор, но ей ничего не шло в голову. «Почему?» нахмурилась летчица. «Мы полагаем, человек, убивший вашего мужа, находится здесь или направляется сюда». «Ну же, прекратите, на аэродроме полно полицейских. Здесь нам ничего не угрожает. Я должна и без возражений», отрезала Сакс. Но Перси не собиралась сдаваться. «Мы не можем уехать, от нас только что ушел главный механик, мне необходимо Перс», неуверенно начал Хейл. «Может быть, все же стоит прислушаться к ее словам?» «Мы должны пойти к самолету и...» «Отойдите вот сюда и не двигайтесь», Перси раскрыла рот от узыновления. «Вы не имеете права так со мной разговаривать, я не арестованная!» «Офицер Сакс, где вы?» В дверях появился полицейский, с которым только что разговаривал о Сакс. «Я быстро осмотрел всех людей в форме и следователей тоже. Незнакомых среди них нет и нет сообщений об исчезновении сотрудников полиции Уэсчестера, но в управлении мне сообщили кое-что интересное и я решил, вам следует это знать. Возможно, все объясняется совсем просто». «Говорите». «Офицер Сакс, мне нужно с вами поговорить», вмешалась Перси Клей. Сакс, не обращая на нее внимания, кивнула полицейскому. «Продолжайте». Дорожный патруль обнаружил в Уайт Плейнс, это в паре мили отсюда, труп, в мусорном контейнере. Убийство произошло где-то около часа назад, даже меньше. «Райм, ты слышишь?» «Да». «Почему вы решили, что это так важно?» обратилась Сакс к полицейскому. «С ним расправились очень жестоко». «Спроси, целы ли руки и лицо», требовательно произнес Райм. «Что?» «Спрашивай». Сакс передала полицейскому вопрос криминалиста и все присутствующие, умолкнув, удивленно повернулись к ней. Полицейский изумленно заморгал. «Да, мам, извините, офицер, но, по крайней мере, рук у трупа нет. О лице дежурный ничего не говорил, как вы догадались». «Где он сейчас?» выпалил Райм. «Труп». Молодая женщина переспросила полицейского. «В санитарной машине его везут в окружной морг». «Так, пусть его привезут к тебе», сказал Райм. «И хочу, чтобы ты его осмотрела». «Кого?» «Труп». «Он даст нам ответ, как танцор собирается нанести удар. Пусть Перси и Хейл не двигаются с места до тех пор, пока мы не узнаем, с чем имеем дело». Сакс передала полицейскому просьбу Райма. «Хорошо», согласился тот. «Я займусь этим». «Вы...» «То есть труп нужно привезти прямо сюда?» «Да, и немедленно». «Сакс, скажи им, чтобы поторопились», сказал Райм. Он вздохнул. «Плохо дело, плохо». И у Сакс мелькнуло неприятное ощущение, что Райм переживает не по поводу того человека, который только что умер насильственной смертью, а по поводу тех, кому, возможно, это предстоит в самое ближайшее время. Непосвященные считают, что самое главное для снайпера винтовка, но это не так. Главное это прицел. «Солдат, как мы его называем? Телескопический прицел? Телескоп?» «Никак нет, сэр! Мы называем его оптический прицел! Это Редфилд, 3х9, с перекрестем из четырех нитей. Лучше не бывает, сэр!» Прицел, который Стивен устанавливал на свою винтовку модель 40, имел в длину 12 дюймов и 3 четверти и весил чуть больше 12 унций. Он был подогнан именно под этот экземпляр винтовки и имел соответствующий серийный номер. Установка нормального боя была произведена особенно тщательно. Инженер-оптик из завода-изготовителя отрегулировал параллакс так, что перекрестие, замершее на сердце человека, стоящего в местах ярдах, практически не шевелилось при перемещении головы стрелка вправо или влево. Наглазник был подогнан так аккуратно, что, отходя назад при отдаче, останавливался ровно в миллиметре от брови Стивена, ничего не задевая. Стивен хранил длинный черный прицел завернутым в кусок бархата и уложенным в специальный пенопластовый футляр в гитарном чемодане. И вот сейчас Стивен, притаившись в густой высокой траве, ярдах в трехстах от конторы и ангара ставил тонкую трубку в крепление винтовки перпендикулярно стволу. В этот момент он всегда вспоминал распятие бывшего отчима, а затем повернул ее на место так, чтобы раздался щелчок. Затем он затянул барашки, фиксируя прицел. Солдат, ты хороший снайпер. Так точно, сэр, отличный. Что ты можешь о себе сказать? Сэр, я в отличной физической форме. Я очень аккуратен. Я правша. У меня стопроцентное зрение. Я не курю, не пью, не употребляя наркотики. Я могу по несколько часов лежать совершенно неподвижно. И я живу ради того, чтобы посылать пули точно в своих врагов. Стивен зарылся глубже в кучу листвы и травы. У него мелькнула мысль, что здесь могут быть черви. Но сейчас это его не беспокоило. Он должен был выполнить задание, и этим были полностью заняты его мысли. Стивен ласково погладил винтовку, наслаждаясь запахом машинного масла, которым был смазан затвор. Модель 40 была рассчитана под патрон калибра 7,62 мм стандарта НАТО и весила 8 фунтов и 4 унции. Сила нажатия на курок менялась в пределах от 3 до 5 фунтов, но Стивен, обладавший очень сильными пальцами, даже чуть увеличил ее. Винтовка имела дальность прицельного выстрела в 1000 ярдов, но Стивену приходилось делать смертельные выстрелы по целям, находящимся дальше 1300 ярдов. Стивен, можно сказать, был интимно близко знаком со своей винтовкой. Отчим не раз говорил ему, что снайпер не имеет права разбирать свое оружие. Своего пасынка старик и близко не подпускал к винтовкам и ружьям. Но против этого закона, установленного отчимом, Стивен почему-то сразу же восстал. Тайком от старика он научился разбирать, чистить и чинить винтовку и даже вытачивать на станке детали, требующие замены. Закрепив оптический прицел, Стивен осмотрел у него здание компании Goodzone Air. Жену он не увидел, хотя точно знал, что она или уже здесь, или скоро приедет. Прослушивая кассету, на которой фиксировались все телефонные разговоры, ведущиеся из конторы, Ричард узнал, что жена сообщила кому-то по имени Рон о перемене планов. Вместо того, чтобы отправиться прямиком в охраняемый дом, она решила заехать в аэропорт и попытаться найти механиков, чтобы завершить переоборудование самолета. Припав к земле, Стивен пополз вперед. Оставаясь скрытым в густых зарослях, он поднялся на небольшой бугор, откуда как на ладони просматривались ангар, здание и стоянка перед ним. От зоны действия его теперь отделяли лишь две рулежные дорожки и ровное стриженное поле. Лучшее место для убийства не придумаешь, широкое, открытое. Все входы и выходы просматриваются с выбранной позиции. У входа в здание стояли двое. В полицейской форме и женщина с длинными огненно-рыжими волосами, спускающимися на плечи из-под бейсболки. Очень красивая. Тоже из полиции, но в штатском. Стивен различил у нее на бедре топыренную кобуру. Доставь дальномер, он навел его так, чтобы в поле зрения появилась раздвоенная рыжая шевелюра, а затем вращением кольца добился замещения изображений. 360 ярдов. Отложив дальномер, Стивен снова взял винтовку и навел перекрестие на красивое лицо, обрамленное рыжими волосами. Ему почему-то стало не по себе от вида этого лица. Оно не понравилось Стивену, и у него мелькнула мысль, чем вызвана эта неприязнь. Где-то поблизости в траве послышался шорох. Стивену сдрогнул. Черви! Его охватила дрожь омерзения. Лицо в окне. Он навел перекрестие на грудь женщины. Дрожь прошла. Солдат! Какой девиз у снайпера! Сэр! Один шанс! Один выстрел! Одно попадание! Условия для стрельбы были великолепные. Слабый ветерок, дующий справа налево со скоростью около 4 миль в час. Воздух влажный, так что пуля будет словно прессировать в нем. Местность ровная, однородная. Можно не опасаться восходящих воздушных потоков над неравномерно нагретыми участками. Спустившись с бугорка, Стивен прочистил ствол модели 40 шомполом с намотанным на конец куском мягкой хлопчатобумажной ткани. Хороший снайпер всегда чистит оружие перед выстрелом. Капелька влаги или масла может отклонить траекторию на дюйм 2. Затем, сделав из ремня упор для левой руки, Стивен занял позицию. В магазине находились пять патронов М118 отборных, специально предназначенных для меткой стрельбы. Такие выпускал возобновивший свою работу оружейный завод в Солт-Лейк-Сити. Пуля весом 173 грана с вытянутым донышком вылетала из ствола со скоростью полмили в секунду. Однако, Стивен несколько изменил, казалось бы, доведенную до совершенства конструкцию. Высверлив сердечник, он наполнил отверстие зарядом взрывчатого вещества, а вместо обычной стальной использовал оболочку с керамическим наконечником, способную пробить практически любой бронежилет. Достав тонкое льняное полотенце, Стивен расстелил его справа от себя, чтобы улавливать стрелянные гильзы. Наконец, дважды обмотав ремень вокруг бицепса левой руки, он твердо упер локоть в землю, словно прикрепил к точечной сварке щеку и большой палец правой руки к прикладу, чуть сзади спускового крючка. Затем Стивен принялся медленно изучать зону действия. Внутренние помещения были ему плохо видны, и все же, кажется, в одном из них он разглядел жену. Да, это она. Жена стояла за крупным мужчиной с вьющимися волосами в мятой белой рубашке. Мужчина держал в руке сигарету, но тут молодой блондин в костюме с полицейской бляхой на ремне отвел их подальше от окна. Терпение, жена снова подставляет себя. Никто понятия не имеет, что он здесь. Ему можно ждать хоть весь день. Вот только черви. Опять замигнали огни. К зданию подкатила машина скорой помощи. Рыжеволосая полицейская, увидев ее, просияла и побежала к стоянке. Стивен сделал глубокий вдох. Один шанс. Солдат, отрегулировать прицел. Угол возвышения ствола при выстреле на дистанцию 316 ярдов равен трем минутам. Стивен еще чуть подкрутил прицел, увеличивая угол, чтобы компенсировать силу тяжести. Один выстрел. Солдат, рассчитать поправку на боковой ветер. Сэр, формула поправки следующая. Дистанцию в сотнях ярдов умножить на скорость ветра и разделить на 15. Стивен мгновенно произвел в уме вычисление. Поправка чуть меньше одной минуты. Он отрегулировал прицел. Сэр, я готов. Одно попадание. Прорвавшись сквозь тучи, солнечный луч осветил фасад здания. Стивен начал дышать размеренно и ровно. Счастье было на его стороне, червей пока не было. И из окон за ним никто не следил. Не следил. Не следил. Глава одиннадцатая. Час четвертый из сорока пяти. Толстый санитар выкатился из машины скорой помощи. И офицер Сакс кивнув представилась молодая женщина. Он повернул свое дородное брюшко в ее сторону. Значит это вы заказывали пиццу? Сакс вздохнула. Что случилось? Что случилось? С ним? Умер? Вот что случилось? Оглядев ее с ног до головы санитар наморщил в лоб. Что то я вас здесь раньше не видел. Я из Нью-Йорка. А из Нью-Йорка? Она из Нью-Йорка. И все же лучше спросить. Он мрачно кивнул. Вам уже приходилось видеть трупы? Порой приходится немного сгибаться. Привыкнуть к этому а также научиться определять насколько именно надо согнуться очень трудно. Но урок этот очень ценный. Иногда он оказывается просто незаменимым. Сакс я буду очень признательна если вы мне поможете. Не могли бы вы рассказать где был обнаружен труп? Санитар довольно долго разглядывал ее. Насчет трупов я спросил только потому что вид этого жмурика вам не очень понравится. Я мог бы и сам обыскать его и все такое. Спасибо. К этому мы еще вернемся. А теперь все же расскажите где вы нашли его? В мусорном контейнере на стоянке в двух кварталах от... Это в нескольких милях отсюда пояснил второй голос. Привет Джим сказал санитар. Сакс обернулась. Замечательно. Это был тот полицейский что пытался заигрывать с ней на рулежной дорожке. Он уверенно подошел к машине. Привет милочка это опять я. Ну как всех преступников поймали? Эрл что там у тебя? Тру без рук. Распахнув дверь санитар протянул руку и расстегнул молнию пластикового мешка. На пол потекла кровь. Оп ля подмигнул Сакс Эрл. Слушай Джим после того как здесь закончим не сходить ли нам поесть спагетти? А может лучше свиных котлет? Это мысль. Но тут вмешался Райм. Сакс что там происходит труп у тебя? Мне только что его доставили она повернулась к санитару. Пора за дело. Есть какие-нибудь мысли кто это такой? Никаких документов у него при себе не оказалось. Сведения о пропавших без вести пока не поступало. Никто ничего не видел. Он может быть из полиции? Нет я его не знаю сказал Джим. А ты Эрл? Первый раз вижу. А что? Сакс ничего не ответила. Отлично мисс могу предложить вам руку помощи. Черт воскликнул полицейский. По-моему рука нужна этому бедолаге. Он прыснул. Санитар издал нечто похожее на хрюканье. Забравшись в машину Сакс расстегнула молнию до конца открывая тело. Поскольку она не собиралась стягивать джинсы и отдаваться Джиму с Эрлом или хотя бы отвечать на их заигрывание у них не оставалось иного выбора кроме как продолжать издеваться на ней дальше. Эрл Эй Джим как ты думаешь этот жмурик хуже того что мы нашли на прошлой неделе? От которого осталась одна голова? Полицейский задумался. Пожалуй лучше я буду находить каждый день по голове чем мне придется иметь дело с одним лежалым трупом. Милочка а вы видели лежалых? Таких которым по месяцу и больше. Вот уж зрелище отвратительное. Если труп проведет в воде три или четыре месяца так это еще ничего страшного от него останутся одни кости но вот целый месяц жарится на солнце фу с отвращением сплюнул Эрл мерзость Милочка так вы видели лежалых? Джим я буду очень признательна если вы перестанете употреблять это слово рассеянно бросила сакс лежалый Милочка прошу прощения больше не буду Сакс послышался резкий голос Райма черт побери что там происходит документов нет Райм никто не имеет понятия кто это такой кисти отпилены пилой с острыми мелкими зубьями Перси в безопасности а Хейл они в конторе с ними Бэнкс не подпускает их к окнам что слышно о бронированной машине должна быть у вас через 10 минут Сакс ты должна установить чей это труп вы разговариваете сами с собой Мил Сакс отсмотрел труп бедняги судя по всему кисти были отпилены сразу же после того как он умер или даже пока еще был жив только этим можно было бы объяснить большое количество крови молодая женщина натянула резиновые перчатки Райм странно почему операция по препятствованию идентификации не доведена до конца если у убийцы нет времени чтобы полностью избавиться от трупа он максимально затрудняет опознание удаляя самое главное кисти рук и зубов не знаю ответил криминалист подобная небрежность не в духе танцора даже если он очень торопился во что одет этот несчастный на нем одни трусы рядом с ним не было замечено никакой одежды почему танцор выбрал именно его задумчиво произнес срайн если это действительно дело рук танцора и часто в уэстерчере находят трупы в таком виде послушать местных жителей мрачно заметил Амелия как через день опиши мне труп причина смерти вы установили причину смерти обратилась сакс к полному эрлу задушен ответил тот но сакс сразу же обратил внимание на отсутствие следов сытной лихорадки кровоизлияния на внутренней стороне век и язык не поврежден большинство задушенных вагоней прокусывает себе язык не думаю эрл переглянувшись с Джимом фыркнул задушен это точно взгляните на эту красную линию на шее она называется стронгуляционной полосой милочка и вообще знаете мы не можем держать его здесь весь день в такую погоду покойники созревают быстро а когда он начнет вонять мало не покажется сакс нахмурилась он не был задушен Джим пришел на помощь своему приятелю мил офицер это стронгуляционная полоса я их уже сотни видел нет нет стояла на своем сакс преступник просто сорвал у него с шеи цепочку сакс скорее всего ты права вмешался райм чтобы обезличить труп его надо первым делом избавить от украшений драгоценности очень легко вычислить к тому же на них еще может иметься дарственная надпись кто там с тобой пара кретинов понятно и так причина смерти ей недолго пришлось искать удар чем-то острым и тонким в затылок в дверях машины появилась грузная фигура санитара мы бы обязательно нашли рану начал оправдываться он просто благодаря вам пришлось спешно нестись сюда опиши опиши его попросил свою помощницу райм полный с солидным брюшком мышцы дряблые кожа загорелая только руки и плечи ноги белые ногти на ногах грязные обломанные в ухе дешевая серьга позолоченная медяшка трусы дырявые так похоже это пролетарий объявил райм рабочий рассыльный мы потихоньку сжимаем кольцо проверь его горло что посмотри нет ли там бумажника или документов если хочешь задержать на несколько часов опознания трупа засунь документы ему в горло в этом случае их обнаружат только при вскрытии снаружи донесся ехидный смешок сакс быстро положила ему конец широко раскрыв покойнику рот и засунув туда руку господи Иисусе пробормотал Эрл что вы делаете райм здесь ничего нет лучше разрежь я имею ввиду горло и ищи глубже сакс уже не раз приходилось останавливать райма когда его просьбы становились чересчур зловещими но сейчас оглянувшись на ухмыляющуюся парочку она достала из кармана любимый нож с выкидным лезвием ношение подобных ножей было запрещено Иисса щелчком открыла его лица обоих пересмешников вытянулись послушайте милочка что вы собираетесь сделать провести небольшую хирургическую операцию заглянуть внутрь как будто ей приходилось заниматься этим каждый день знаете я не могу привести к корнеру труп выпотрошенный каким-то полицейским из Нью-Йорка тогда занимайтесь этим сами она протянула санитару нож Джим да она над нами издевается пожав плечами сакс фонзила нож в кадык трупу словно рыбак потрошащий форель господи Джим смотри что она делает останови ее Эрл меня здесь нет я ничего не видел молодой полицейский поспешно ушел закончив аккуратный разрез сакс заглянула внутрь и вздохнула ничего проклятие что замыслил танцор пробормотал Райм давай подумаем а что если он вовсе и не думал о том чтобы сделать невозможную идентификацию трупа ведь зубы-то остались нетронутыми что если танцор пытается скрыть от нас что-то другое например профессию этого бедняги возможно согласился Райм руки у него были в чем-то таком что танцор не смог смыть но это что-то должно открыть нам его замысел машинное масло смазка быть может этот человек заправлял самолеты горючим а может быть он работал в столовой и его руки пахли чесноком сакс беспомощно огляделась вокруг десятки заправочных машин сотрудники наземных служб авиационные механики рабочие пристраивающие новое крыло к одному из терминалов но он ведь был полным так? вдруг спросил Райм точно тогда сегодня он наверняка потел и вытирал голову или чесался я сама целый день скребу свой скальп подумала сакс едва сдерживая желанием вонзить ногти в кожу и дать выход внутреннему напряжению сакс осмотри его голову там где начинаются волосы молодая женщина снова склонилась над трупом и наконец нашла то что искала пятна синие и немного белых на волосах и на коже черт подери Райм это краска он маляр а сейчас на территории аэропорта ведется строительство это линия на шее добавил Райм танцор сорвал с него пропуск но ведь фотография будет другой проклятие удостоверение заляпано краской или он еще что-нибудь придумает сакс танцор где-то рядом уложи перси и хейли на пол пусть с ними кто-то остается а остальным искать танцора бойцы спецподразделения уже в дороге возникли проблемы Стивен следил за рыжеволосой полицейской забравшейся в кузов машины скорой помощи даже в оптический прицел он не мог разобрать чем она занимается но почему-то ему вдруг стало не по себе у него возникло ощущение что эта женщина делает что-то имеющая непосредственное отношение к нему пытается вычислить его определить где он находится черви сжимают кольцо за ним снова следит лицо из окна лицо червя Стивен поежился выпрыгнув из машины рыжеволосая кинула взглядом аэродром солдат что-то происходит сэр я и сам уже догадался рыжеволосая начала выкрикивать распоряжение полицейским те мрачно выслушав ее стали озираться по сторонам сначала один потом другой побежали к машинам в прицел Стивен видел ее красивое лицо червеобразные глаза внимательно осматривающие летное поле он навел перекрестие на ее безукоризненный подбородок что она нашла что ищет вдруг рыжеволосая заговорила сама с собой нет не с собой она говорила в микрофон потому как она выслушала ответ кивая Стивен заключил что она получает приказ от начальства от кого от кого-то кто догадался что он находится здесь от кого-то кто его ищет от кого-то кто может следить за ним из окна а затем бесследно исчезать кто может проходить сквозь стены и подсматривать за ним сквозь крохотные дырочки и трещинки Стивена прошиб холодный пот он даже поежился и на мгновение перекрестья дернувшись ушло с рыжеволосой полицейской он полностью терял наводку на цель солдат в чем дело мать твою сэр я не знаю снова наведя прицел на рыжеволосую Стивен понял что дела его плохи она указывала как раз на фургон строительной фирмы которую он только что угнал фургон стоял на специальной стоянке в двухстах футах от того места где он находился тот с кем говорила рыжеволосая кем бы он ни был обнаружил труп маляра и понял каким образом Стивен проник на территорию аэропорта червь приближается он увидел его тень ощутил его холодное скользкое прикосновение его охватила дрожь черви ползут по его ногам забираются на шею что делать один шанс один выстрел они ведь так близко жена и друг у него есть возможность прямо сейчас расправиться с обоими на все уйдет не больше пяти секунд быть может именно их силуэты сейчас он видит в окне вот эта тень или та но Стив понимал что если он выстрелит через стекло все находящиеся в помещении упадут на пол и если он не убьет жену с первого выстрела шанс будет упущен необходимо вытащить ее на улицу необходимо вытащить обоих из укрытия в зону смерти а уж там он не промахнется но у него нет времени совсем нет времени думай если хочешь убить оленя создай угрозу олененку Стивен начал дышать размеренно вдох выдох вдох выдох наведя винтовку на цель он плавно едва заметно надавил на спусковой крючок модель 40 выстрелила гулкое эхо раскатилось по всему летному полю и полицейские упав на землю выхватили пистолеты второй выстрел и второе облачко дыма над двигателем установленным на хвосте серебристого самолета в ангаре рыжеволосая пригнувшись с пистолетом в руке огляделась вокруг пытаясь определить куда он стреляет увидев два дымящихся отверстия в обшивке самолета она снова повернулась в сторону аэродрома выставив перед собой курносый глок убрать ее? да? нет? ни в коем случае солдат следи за своей целью Стивен сделал еще один выстрел разрывная пуля оторвала от обшивки клок спокойствие еще выстрел удар в плечо приятный запах сгоревшего пороха брызнуло дождем осколков стекло пилотной кабины этим выстрелом он наконец добился желаемого в дверях здания показалась жена отбивающаяся от светловолосого полицейского пытавшегося удержать ее цель еще не открылась пусть выйдет на улицу плавное нажатие еще одна пуля попала в двигатель жена с искаженным от ужаса лицом бросилась вниз по лестнице к ангару чтобы закрыть ворота спасти свое дитя перезарядить винтовку как только жена сбежала вниз Стивен навел перекрестье на ее грудь упреждение на 4 дюйма автоматически рассчитал Стивен проведя винтовкой вперед он нажал на курок но в самый момент выстрела светловолосый полицейский догнал жену и свалил ее в небольшую рытвину упав рядом промах и укрытие вполне достаточное чтобы нельзя было зацепить их спины солдат противник движется обходит тебя с флангов так точно сэр вас понял Стивен накинул взглядом рулежные дорожки полицейских становилось все больше и больше они ползли к своим машинам одна рванув с места понеслась прямо на него когда до нее было ярдов 50 Стивен всадил пулю в двигатель машина застыла на месте окутавшись облаком пара спокойнее приказал он себе мы готовы начать отход но нам нужно сделать один точный выстрел послышался быстрый треск пистолетных выстрелов Стивен посмотрел на рыжеволосую та стояла пригнувшись выставив курносый пистолет в его сторону пытаясь засечь вспышку от выстрела разумеется от звука ей не будет никакой пользы именно поэтому Стивен никогда даже не думал о глушителях определить местонахождение источника громкого звука ничуть не легче чем тихого рыжеволосая выпрямилась прищуриваясь Стивен закрыл створ модели 40 Амелия Сакс заметив слабый блик поняла где находится танцор у гроба в небольшой рощице ярдах в трехстах оптический прицел его винтовки блеснул в бледном свете пробившимся сквозь тучи он там крикнула она указывая на него двум полицейским притаившимся за своей машиной полицейские вскочив в машину завернулись за стоящий рядом ангар заходя сбоку Сакс послышался в наушниках голос Райма что господи Райм он здесь на летном поле и стреляет по самолету что Перси пытается попасть в ангар он стреляет разрывными пулями он хочет вымодить ее Сакс не высовывайся если Перси хочет попасть под пулю это ее дело но ты не высовывайся молодая женщина обливалась потом у нее тряслись руки сердце грозило вырваться из грузной клетки она ощутила спиной холодные мурашки паники Перси летчица освободившись от Джерри Бэнкса вскочила на ноги и побежала к ангару нет проклятье Сакс не отрывала взгляда от того места где она увидела блик от оптического прицела далеко слишком далеко на таком расстоянии она не попадет но если полностью собраться она сможет попасть в обойме осталось 11 патронов ветра нет надо только прицелиться повыше и все будет в порядке над позицией танцора поднялись листья он снова выстрелил через мгновение в нескольких дюймах от ее лица пролетела пуля Сакс Сакс ощутил ударную волну услышал отрезк пули летящий со скоростью вдвое превышающий скорость звука сдавленно вскрикнув молодая женщина рухнула ничком на землю что ты сделала у тебя была возможность сделать выстрел танцору нужно было перезарядить винтовку но теперь уже слишком поздно он успел дослать в патронник новый патрон приподняв голову Сакс вскинула пистолет но у нее тот час же снова сдали нервы уронив голову на землю она просто навела глок на рощицу и одну за другой быстро выпустила пять пуль с таким же успехом она могла стрелять холостыми ну же девочка вставай немедленно целься и стреляй у тебя осталось еще шесть патронов и две запасные обоймы на поясе но воспоминания о просвистевшей рядом пули словно пригвоздили ее к земле стреляй безмолвно крикнул на себя Сакс но она так и не смогла встать у нее хватило духа лишь приподнять голову на несколько дюймов и увидеть как Персиклей вскочив побежала к двери ангара а Джерри Бэнкс сорванул следом за ней молодому полицейскому удалось догнать ее и повалить на землю за массивным генератором практически одновременно до Сакс донеслись грохот выстрела винтовки танцора у гроба и отвратительный шлепок пули розовое облачко молодой полицейский зашатался будто пьяный выражение удивления у него на лице сменилось гримасой боли Бэнкс рухнул на мокрый бетон глава двенадцатая час пятый из сорока пяти ну спросил Линкольн Райм Лонси Лито сложил сотовый телефон он уставился в окно нервно барабаня пальцами по стеклу соколы вернувшиеся на подоконник смотрели в сторону центрального парка не обращая внимания на шум Райм еще никогда не видел детектива таким расстроенным рыхлое лицо селита усеянное бисеринками пота было бледным как полотно легенда отдела по расследованию убийств он славился своей невозмутимостью успокаивая родных жертв или упорно пробивая бреши в алюбе подозреваемых лон селита полностью сосредотачивался на том деле которое ему следовало выполнять но в настоящий момент его мысли были за много миль отсюда в больнице Уэстчестера вместе с Джерри Бэнксом время близилось к трем молодой полицейский находился в операционной уже больше часа селита сакс Райм и Купер собрались в лаборатории на первом этаже Делрэй уехал лично проверить что охраняемый дом готов к приему свидетелей управлению полицией Нью-Йорка пришлось выделить другого человека вместо раненого Бэнкса в аэропорту раненого вложили в машину скорой помощи в ту самую что привезла изуродованный труп маляра санитар Эрл перестав строить из себя дурака с огромным трудом установил сильное кровотечение и на максимальной скорости помчал потерявшего сознание в спешке усадили Перси и Хейла в бронированную машину и поехали на юг в Манхэттен по дороге отрываясь от возможного преследования Сакс произвела осмотр новых мест преступления позиции снайпера грузовика маляра машины на которой покинул аэропорт танцор эту машину обнаружили брошенной неподалеку от того места где был убит маляр и где судя по всему танцор оставлял ту машину на которой приехал Вестчестер затем молодая женщина поспешила назад в Манхэттен с уликами Ну что там у нас спросил Райму Сакс и Купера Винтовочные пули Сакс посмотрел на свой обкусанный окровавленный ноготь От них ничего не осталось они были разрывные Она была чем-то очень взволнована Ее глаза непрерывно бегали словно глаза птицы Это в духе танцора Он не только убивает но и уничтожает за собой все улики Сакс достала полиэтиленовый пакетик Вот что осталось от одной пули Я отскоблила ее от стены Купер высыпал содержимое пакетика на фарфоровый поднос Она еще и с керамическим наконечником бронежилеты бессильны О да танцор знает свое дело сказал Райм В прихожей послышался какой-то шум и Том провел в лабораторию Перси Клей и Брита Хейла в сопровождении двух агентов ФБР в бронежилетах и касках Ну как оно? спросила Перси у Селлита Она обвела взглядом лица собравшихся встречая ледяные взгляды Но это похоже ее нисколько не смутило Я имею в виду Джерри Селлита молчал Операция еще продолжается ответил за него Райм По сравнению с утром лицо Перси стало более встревоженным волосы растрепались Надеюсь с ним все будет в порядке Что-что? холодно переспросила Амелия Сакс Я сказала что надеюсь с ним все будет в порядке Вот как? Вы надеетесь? Высокая Сакс надвинулась на низкорослую летчицу но та спокойно стояла на месте Несколько поздновато вы не находите? В чем дело? Это я вас хочу спросить Ведь именно вы подставили Джерри под пулю Сакс успокойся вмешался Селлита Я не просила его бежать за мной невозмутимо ответила Перси Если бы не он вас бы сейчас не было в живых Возможно Но мы этого не знаем Я очень сожалею о том что Джерри был ранен Я И как сильно вы его сожалеете? Амелия Резко произнес Райм Нет Я все же хочу знать как сильно она сожалеет Достаточно сильно чтобы отдать ему свою кровь чтобы возить его в кресле каталки если он не сможет ходить или вас хватит только на то чтобы пролить слезинку если бедняга Джерри умрет Сакс успокойся оборвал ее Райм Она ни в чем не виновата Сакс хлопнула ладонями по бедрам Неужели? Танцор оказался умнее нас Но Сакс не отрывала взгляда от серых глаз Перси Клей Джерри было поручено охранять вас Как вы думаете что он должен был делать когда вы полезли под пули? Я ни о чем не думала Понятно? Действовала чисто инстинктивно О боже Послушайте офицер вмешался Хейл Возможно вы бы в такой обстановке проявили больше хладнокровия но мы не привыкли к тому что в нас стреляют В таком случае ей как раз следовало никуда не высовываться оставаться в конторе где я и приказала ей находиться Я увидела что над моим самолетом нависла угроза заговорила Перси медленно растягивая слова Я не могла спокойно на это смотреть Наверное это то же самое когда у вас на глазах стреляет вашего напарника Она поступила так как на ее месте поступил бы любой настоящий летчик добавил Хейл Именно так объявил Райм Как раз это я и говорил Сакс Вот так работает танцор Но Амелия Сакс не собиралась успокаиваться Начнем с того что вы не должны были покидать охраняемый дом Вы не должны были приезжать в аэропорт В этом виноват Джерри возразил Райм постепенно начиная заводиться Он не имел права менять маршрут следования Сакс посмотрел на населита проработавшего два года в паре с Бэнксом Но тот судя по всему не собирался защищать своего напарника Мне было очень приятно с вами познакомиться Сухо промолвила Перси Клей поворачиваясь к двери Но я должна возвращаться на аэродром Что? изумленно охнул Сакс Вы сошли с ума? Это невозможно сказал селита выходя из мрачного оцепенения Мало того что у нас было времени в обрез для подготовки самолета к завтрашнему вылету Теперь нам еще нужно исправлять повреждения полученные сегодня А поскольку похоже все автомеханики Уэстчестера являются трусами черт бы их побрал Мне придется самой заняться Фокстротом Браво Миссис Клей осторожно начал селита Это очень неразумное решение В охраняемом доме с вами ничего не случится но за его стенами мы никак не можем гарантировать вашу безопасность Вы должны оставаться там до понедельника До понедельника? оборвала его Перси Нет нет вы ничего не поняли Завтра вечером я сама поведу самолет нам нельзя терять такой выгодный контракт Вы не можете Один вопрос раздался ледяной голос Амелии Сакс Не могли бы вы сказать кого еще намереваетесь убить? Перси решительно шагнула вперед Черт побери вчера я потеряла мужа и одного из своих лучших пилотов Я не собираюсь в довершение терять свою компанию Вы не можете указывать мне куда ходить а куда нет Я не арестована Отлично воскликнула Сакс и через мгновение на тонких запястьях летчицы захлопнулись браслеты наручников Вы арестованы Сакс возмущенно произнес Райм Что ты делаешь? Сними с нее наручники быстро Сакс развернулась к нему лицом Ты не служишь в полиции и не можешь отдавать мне приказы А я могу сказал Селита Ха! снисходительно заявил Сакс Я задержала преступника Вы не вправе помешать мне Теперь только прокурор может ее освободить Что это за вздор? Возмутилась Перси За что вы меня арестовали? За то что я свидетель? Преступная халатность повлекшая тяжелые телесные повреждения А если Джерри умрет не умышленное убийство а может быть и умышленное Хейл набравшись мужества вмешался в разговор Послушайте мне не очень то нравилось как вы разговаривали с ней весь день Если вы хотите арестовать Перси вам придется арестовать и меня Нет проблем Сакс повернулась к Селита Лейтенант мне нужны ваши наручники Сакс прекрати ломать комедию отрезал тот Сакс присоединился к нему Райм У нас нет времени на эту ерунду Танцор на свободе и прямо сейчас он готовится нанести новый удар Даже если вы меня арестуете решительно заявила Перси уже через два часа я все равно буду снова на свободе А через два часа десять минут вы будете мертвы что разумеется было бы вашим личным делом Офицер дернулась Селита вы ходите по очень тонкому льду если бы у вас не было привычки подставлять вместо себя других Амелия холодно промолвил Райм она обернулась в основном криминалист обращался к ней по фамилии использование имени было равносильно по щечине звякнули наручники на худых запястьях Перси за окном захлопал крыльями сокол все молчали наконец Райм спокойно произнес пожалуйста снимите с Перси наручники и оставьте нас на несколько минут одних Сакс колебалась и ее лицо оставалось непроницаемой маской Амелия пожалуйста повторил Райм прилагая все силы чтобы оставаться спокойным не произнеся ни слова Сакс расстегнула наручники все потянулись к дверям потеряв запястье Перси достала из кармана фляжку и приложилась к ней будь добра закрой дверь обратился к Сакс Райм но та окинув его уничижительным взглядом молча вышла в коридор массивную дубовую дверь закрыл Брит Хейл выйдя в коридор Лонс Элита снова позвонил в больницу дежурная смогла ответить лишь то что Джерри Бэнкс по прежнему в операционной Сакс Сакс но ты должна понять что она не профессионал это мы виноваты в том что позволили ей наломать дров бедняга Джерри не справился со своей задачей ты даже не можешь представить себе в общем он сам виноват больше всех нет произнесла сквозь стиснутые зубы Сакс это ты ничего не понимаешь то есть сможет ли она высказаться признание удалось Сакс с невыносимым трудом это я во всем виновата Джерри тут ни при чем она кинула на закрытую дверь и Перси тоже ни при чем во всем виновата я одна ты мать вашу это ведь вы с Райвом вычислили что танцор находится на аэродроме если бы не вы он бы укокошил обоих свидетелей Сакс печально покачала головой я засекла засекла позицию танцора еще до того как он завалил Джерри и я точно определил его местонахождение передо мной была четкая цель но я проклятик как же это трудно Сакс о чем ты он выстрелил меня о господи я струсила свалилась на землю ее ногти исчезнув в волосах вонзились в кожу Сакс ощутила под пальцами скользкую кровь черт это надо прекращать ну и никак не мог взять в толк селита все плюхнулись на пузо а что еще вам оставалось Сакс прижала пылающие от стыда лицо к стеклу после того как танцор выстрелил и промахнулся у меня было по крайней мере три секунды на то чтобы выстрелить в ответ я знала что у него не автоматическая винтовка я бы успела разрядить в него всю обойму но я вцепилась зубами в землю а потом когда танцор перезарядил винтовку у меня уже не хватило духу поднять голову что презрительно фыркнулся лита ты переживаешь по поводу того что не встала не имея никакого прикрытия и не подставила снайперу хорошую жирную мишень ну же Сакс да кстати у тебя был табельный пистолет да 300 ярдов из 9-ти миллиметрового глока помечтай помечтай пусть я и не попала бы в танцора но под огнем он бы не рискнул поднять голову и не сделал бы последний выстрел попавший в Джерри о черт сжав руки Сакс посмотрела на ноготь указательного пальца он был черным от крови она опять расцарапала свою кожу блестящее красное пятно напомнило молодой женщине кровавое облако вырвавшееся из плеча Джерри Бэнкса и она снова вонзела ногти в голову офицер я бы из-за такого пустяка сна не лишился но как ему объяснить селита не может понять что именно ее гложет это очень сложно Райм являлся лучшим криминалистом в Нью-Йорке возможно во всей стране Сакс изо всех сил старалась приблизиться к нему но сравниться с ним она даже не надеялась однако стрельба а также вождение автомобиля были в числе ее дарования Амелия Сакс с любой руки стреляла лучше большинства сотрудников полиции Нью-Йорка она раскладывала десятицентовые монетки а затем стреляла по ним с расстояния пятьдесят ярдов потом дарила гнутые металлические кружочки своим знакомым она могла спасти Джерри проклятие она могла даже попасть в этого сукиного сына Сакс сакс злилась на себя злилась на Перси за то что из-за нее попала в такое положение и злилась на Райма дверь лаборатории распахнулась и на пороге появилась Перси Клей одарив Сакс холодным взглядом она попросила Хейла присоединиться к ним летчик зашел в лабораторию через несколько минут он открыл дверь и сказал мистер Райм приглашает всех вернуться войдя в комнату Сакс застала следующую картину Перси сидела рядом с Раймом в старом кресле с истертой обшивкой вдвоем они производили впечатление супружеской пары за плечами которой долгая совместная жизнь мы пришли к компромиссу объявил Райм когда все снова собрались в лаборатории Брит и Перси отправляются вместе с Дилреем в охраняемый дом переоборудованием самолета займутся другие однако я согласился на то что независимо от того поймаем ли мы танцора завтра вечером она сядет за штурвал а если я просто арестую ее с жаром воскликнула Сакс посажу ее в камеру предварительного заключения она ожидала что Райм взорвется она была готова к этому но он спокойно произнес я думал об этом Сакс и пришел к выводу что это не лучшее решение миссис Клей и мистеру Хейлу все равно придется появляться на людях в суде по дороге туда у танцора будет много возможностей с ней расправиться Амелия Сакс поколебавшись вынуждена была кивнуть соглашаясь с ним Райм прав он всегда прав впрочем прав Райм или не прав он все равно поступает так как ему заблагорассудится а она лишь его помощница и больше ничего наемная сотрудница и только и вот что я придумал продолжал Райм мы поставим ловушку Лон мне понадобится твоя помощь вываливай Перси и Хейл отправятся в охраняемый дом но я хочу чтобы всем казалось будто они находятся в другом месте мы поднимем большой шум устроим показуху сделаем вид что свидетелей поместили в полицейский участок мы передадим по городу открытое сообщение о том что из соображений безопасности перекрываем движение по соседним улицам всех задержанных временно переведем в другие участки будем надеяться танцор прослушивает полицейский сигнал если нет дадим утечку в средства массовой информации как насчет 20 предложил Селита 20 полицейский участок находился всего в нескольких кварталах от особняка Линкольна Райма криминалист был знаком со многими его сотрудниками хорошо согласен вдруг Сакс заметила в глазах Селита неуверенность обливаясь потом полицейский склонился к Райму его лоб пересекли глубокие морщины Линкольн ты уверен в том что так надо его шепот услышали только Райм и Сакс ты хорошо подумал Райм повернулся к Перси они переглянулись Сакс не знала что означает этот взгляд но он ей совсем не понравился да наконец произнес Райм уверен хотя Сакс он казался отнюдь неуверенным глава тринадцатая час шестой из сорока пяти я смотрю микроскопических улик полно Райм одобрительно посмотрел на пакеты которые Сакс привезла с места преступления в аэропорту подобные улики он любил больше всего пылинки и волоски оставленные преступником на месте преступления или наоборот случайно подцепленные там именно такие улики не могли подкинуть умышленные или изменить самые умные преступники именно от таких не могли полностью избавиться самые дотошные так Сакс первый пакет откуда он молодая женщина сердито набросилась на свои записи что с ней Райм видел что-то не так возможно поведение Сакс объясняется ее озлобленностью на Перси Клей возможно тревога из-за Джерри Бэнкса а может быть чем-то иным по ее холодному взгляду Райм видел что она не намерена это обсуждать против чего он нисколько не возражал требуется поймать танцора в настоящий момент это задача первостепенной важности это из ангара где танцор караулил самолет протянув два пакета Сакс кивнул внутри остальных это с позиции откуда он стрелял это с машины маляра а это из той машины на которую он покинул аэропорт Том Том крикнул Райм напугав всех присутствующих в дверях появился помощник да Линкольн я хотел приготовить вам поесть поесть изумленно воскликнул Райм обойдемся без еды составляй таблицы пиши МП-2 ангар да-да МП-2 ангар отлично так еще МП-3 это то место откуда он стрелял его гнездышко в траве мне так и писать гнездышко в траве разумеется нет это была шутка видишь ли у меня есть чувство юмора пиши МП-3 позиция снайпера так давайте сначала посмотрим что было в ангаре ну что там у вас осколки стекла откликнулся Купер раскладывая содержимое пакета на фарфоровом подносе словно ювелир алмаза и кое-что из пылесоса добавила Сакс волокна с подоконника чок нет то есть частичных отпечатков пальцев тут надеяться нечего мрачно заметил Селита танцор очень осторожен насчет своих пальчиков наоборот это обнадеживает ответил Райм раздраженный как всегда тем что остальные не поспевали за ходом его мыслей почему спросил полицейский он так осторожен потому что числится в картотеке так что когда мы все-таки найдем его отпечаток думаю мы сможем определить с кем имеем дело так так отпечатки перчаток из хлопчатобумажной ткани от них никакого толку следов ног нет потому что он набросал на пол гравий хитер но если бы он был дураком мы бы никому не были нужны правда так а о чем нам расскажет это стекло о чем он еще может рассказать кроме того чтобы танцор разбил окно чтобы проникнуть в ангар недовольно пробручала Сакс и все же давайте посмотрим на него не сдавался Райм уложив несколько осколков на предметное стекло Купер поместил их под микроскоп и включил видеокамеру чтобы передавать изображение на компьютер Райм подъехал к монитору командный режим приказал он услышав его голос компьютер прилежно вывел на экран таблицу меню конечно Райм не мог управлять микроскопом но изображение на экране монитора было ему полностью подвластно курсор вниз два нажатия на левую кнопку Райм подался вперед поглощенный радужными переливами похоже обыкновенное незакаленное стекло согласен подтвердил Купер сколов нет было разбито тупым предметом например локтем да 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 Мел взгляни-ка на раковины стекло разбиваясь от удара раскалывается по изогнутым линиям раковинам потому в какую сторону направлены раковины можно определить с какой стороны был нанесен удар вижу сказал эксперт обыкновенные раковины взгляни на грязь резко заметил Райм грязь на стекле но вижу следы дождевых капель грязь сажа от выхлопов на какой стороне стекла грязь нетерпеливо спросил Райм когда он еще руководил отделом осмотра мест преступления его подчиненные жаловались что он говорит с ними как педантичный учитель Райм считал это комплиментом она о боже осекся Купер этого не может быть в чем дело спросила Сакс ей ответил Райм конусоидальные сколы начинались на чистой стороне стекла и заканчивались на грязной разбивая стекло танцор находился внутри ангара но это же невозможно возразила Сакс осколки были на полу ангара он остановившись она кивнула ты хочешь сказать танцор разбил окно потом подобрал осколки и вместе с щебнем кинул их в окно но зачем назначение щебня было не в том чтобы скрыть следы ног танцор пытался убедить нас в том что он проник внутрь ангара однако в действительности он уже находился в ангаре и выбрался наружу задумавшись на мгновение криминалист вдруг крикнул проверьте эти улики есть в них следы латуни латуни и графита ключ догадалась Сакс ты полагаешь что кто-то дал ему ключ от ангара именно так давайте выясним кто владеет им или снимает этот ангар уже звоню сказался элита раскрывая сотовый телефон Купер прильнул к окулярам микроскопа исследуя частицы при большом увеличении а вот и то что мы искали воскликнул он латунь много графита и машинное масло значит замок был старым танцору пришлось с ним повозиться или не отставал от него Райм ну уже думай или у него был новый дубликат ключа оперетила Купера Сакс точно неприработанный отлично Том пожалуйста быстрей к таблице пиши ключ к ангару помощник четким почерком вывел эти слова так что у нас еще вцепившись губами в мундштук управления Райм подкатил к компьютеру неверно оценив расстояние он наехал на стол едва не свалив монитор проклятие ты не ушибся сполошился с элита со мной все в порядке что у нас еще я спрашиваю что у нас еще Купер и Сакс вытряхнули остатки улик на развернутый газетный лист надев очки с увеличительными стеклами они принялись перебирать мельчайшие частицы выбрав пинцетов несколько волосков Купер уложил их на предметное стекло отлично сказал он отрываясь от микроскопа у нас есть волокна через мгновение на экране компьютера появились тоненькие ниточки Мел что ты думаешь это бумага так ага закрепленный на голове микрофон Райм приказал компьютеру увеличить изображение волосков похоже они двух разных типов одни белые другие зеленоватые зеленоватые деньги предположил сэлита возможно Мел у тебя их достаточно чтобы проверить пару на газовом хроматографе спросил Райм для исследования волокна придется сжечь ответив положительно Купер поместил волоски в прибор через некоторое время он считал с экрана показания нет ни соды ни сульфитов ни сульфатов эти химические вещества добавляются в пульпу в процессе изготовления высококачественной бумаги бумага дешевая окраска смывается водой в ней нет красителей на основе масел значит вынес вердикт Райм это не деньги скорее всего это переработанная макулатура добавил Купер Райм снова обратился к экрану масштаб увеличения оказался чрезмерно большим мелкие подробности исчезли криминалист в который раз пожалел о том что не имеет возможности посмотреть в окуляр микроскопа ничто не сравнится с качественной оптикой и все же он кое-что разглядел Мел видишь эти желтые капли клей прильнув к микроскопу эксперт подтвердил да похоже на тот которым заклеивают конверты значит ключ вероятно был передан танцору в конверте но что может означать зеленая краска у Райма пока не было никаких догадок Селита сложил телефон я переговорил с Роном Телботом из Гудзон Вир он кое-кому позвонил догадайтесь кто арендует ангар в котором прятался танцор Филипп Хансен сказал Райм точно дело против него становится серьезным заметила Сакс верно но целью Райма была не передача танцора в руки правосудия ему нужна была голова убийцы на пике что-нибудь еще ничего хорошо переходим к следующему месту позиция снайпера там танцор был вынужден действовать в спешке возможно он был менее аккуратным однако преступник действовал как всегда безукоризненно он не оставил стреляных гильз и вот почему сказал Купер отрываясь от микроскопа льняные волокна танцор собрал гильзы на полотенце Райм кивнул следы ног никаких Сакс объяснила что танцор избегал участков открытой земли наступая только на траву даже тогда когда бежал к машине сколько чоп ты нашла на позиции ни одного ответила Сакс в двух машинах около двухсот с помощью автоматизированной системы идентификации отпечатков пальцев объединяющей все базы данных страны возможно было проанализировать все 200 отпечатков хотя дело это было очень трудоемким однако Райм одержимый стремлением найти танцора не стал терять времени на запрос Сакс предположила что в машинах были обнаружены также отпечатки матерщатых перчаток значит следов пальцев танцора там нет Купер высыпал содержимое полиэтиленового пакета на фарфоровый поднос одни из Сакс склонились над уликами почва трава камни так а это уже кое-что Линкольн тебе видно? Купер вставил в микроскоп предметное стекло волосы сам ответил он 3 4 6 9 больше десятка похоже мозговой слой непрерывный мозговой слой это канал проходящий в середине волоска некоторых млекопитающих в волосе человека мозговой слой или отсутствует или является прерывистым непрерывный мозговой слой означает что волосы принадлежат животному Майл что скажешь? взгляну на них в САМ электронный сканирующий микроскоп установив полутора тысячекратное увеличение Купер подкрутил ручки так чтобы один волосок оказался в середине экрана стало хорошо видно что у него белесый стебелек с острыми чешуйками напоминающими кожуру ананаса Кошка объявил Райм Кошки множественное число поправил Купер снова поворачиваясь к оптическому микроскопу Во-первых черная пегая обе короткошерстные затем рыжая длинношерстная что-то вроде персидской Протонсора никак не скажет что он любитель животных фыркнул Райм Он или выдавал себя за любителя кошек или бывал там где их содержат Еще волосы объявил Купер в микроскоп предметное стекло Человеческие Так подождите Два волоска длиной почти по 6 дюймов Он что линяет ухмыльнулся селита Как знать скептически произнес Райм Без волосяной луковицы определить пол невозможно Возраст если речь не идет о волосе новорожденного также нельзя установить Быть может это волосы маляра Цакс у него были длинные волосы Нет острижен под ежик но он был светловолосым Мел а ты что думаешь Эксперт внимательно осмотрел волос от начала до конца Он окрашен Танцор славится своим умением изменять внешность сказал Райм Не знаю Линкольн не согласился Купер Краска по тону очень близка к естественному цвету волос Можно было ожидать что для изменения внешности он бы выбрал что-нибудь совершенно другое Подождите ка я вижу краску двух различных тонов естественный цвет волос черный Затем они были выкрашены в каштановый цвет после чего перекрашены в рыжевато-коричневый Между этим прошло от двух до четырех месяцев И еще я вижу следы каких-то химических веществ Линкольн волосы надо прогнать через хроматограф Давай Через мгновение Купер читал показания прибора Отлично мы имеем дело с косметическими средствами Косметика очень помогает криминалисту Парфюмерные фирмы славятся тем что постоянно меняют формулы своих продуктов учитывая тенденции моды Возможно довольно точно установить место и время производства различных химических составов Что там у нас? Обожди Купер запросил базу данных Нечто под названием Slimlight Выпускается швейцарской фирмой Импортируется компанией Дженкон Обычное мыло с добавлением ароматизирующих масел и аминокислот Его постоянно крутят в рекламе и утверждается что оно помогает избавиться от жира и лечит целлюлит Итак подведем итоги предложил Райм Сакс что скажешь? О нем? О ней Той кто помогает танцору или той кого он убил чтобы спрятаться у нее в квартире и возможно украсть ее машину Ты уверен что это женщина? спросил Лонселлита Нет но у нас нет времени чтобы быть робкими в догадках о целлюлите в основном беспокоятся женщины а не мужчины волосы в основном красят женщины а не мужчины наше предположение имеет весомое основание дальше Страдает избыточным весом предположила Сакс беспокоится о своей внешности а может быть она примкнула к панкам рейверам или каким-нибудь другим извращенцам мать их сказал Селлита Моя дочь недавно выкрасила волосы в багровый цвет и наделала дыр в ушах даже говорить противно как вам мое предположение не думаю что это особо подходит под образ бунтаря возразила Сакс краски не те в них нет ничего вызывающего она пытается следовать моде но у нее ничего не получается мое заключение таково полное достаточно короткие волосы возраст хорошо за 30 после работы возвращается домой где живет одна с кошками Райм кивнул глядя на таблицу одна именно такую легко подцепит прохвост с хорошо подвешенным языком надо срочно опросить ветеринаров нам известно что у нее три кошки разных мастей но где она живет спросил Селлита у Эстчестере в Манхэттене первонаперво надо задаться вопросом упрямо произнес Райм почему танцор с ней связался Сакс щелкнула пальцами потому что он вынужден был это сделать потому что мы обложили его со всех сторон ее лицо просияло прежняя Амелия частично вернулась назад да подхватил Райм сегодня утром у особняка Перси когда район окружил отряд спецназа танцор бросил свой черный микроавтобус продолжала Сакс и спрятался в квартире этой женщины чтобы переждать облаву Райм повернулся к Селлита пошли людей опрашивать ветеринаров в радиусе десяти кварталов от особняка Перси нет пусть проверят весь верхний из сайт звонил он звони детектив стал тыкать в кнопки телефона ты думаешь с ней все в порядке мрачно спросила Сакс с этой женщиной от ветра ему исходил от сердца хотя он сам и не верил в правду своих слов будем надеяться Сакс будем надеяться Глава 14 час 7 из 45 Перси Клей охраняемый дом где они с Бритом Хейлом должны были находиться в полной безопасности внешне показался совсем небезопасным трехэтажное здание из бурого кирпича ничем не выделялось среди таких же которыми был застроен целый квартал рядом с библиотекой Моргана вот мы и приехали сказал агент ФБР кивая на дом из окна бронированной машины автомобиль подъехал к самому крыльцу и Перси с Бритом быстро провели внутрь массивная стальная дверь захлопнулась с глухим стуком вошедших встретил обаятельный мужчина лет сорока стройный с редеющими темными волосами добро пожаловать улыбнулся вон показывая удостоверение сотрудника полиции Нью-Йорка и золотой значок меня зовут Роланд Белл пред прошу всех кого вы увидите впервые даже таких любезных людей как я просить предъявлять документы и внимательно сверять фотографию с оригиналом слушавшись в его протяжный певучник Овер Перси спросила а вы случайно не из диктярного штата? попали в самую точку рассмеялся Рональд Белл прожил всю жизнь в Хокстоне отлучался на 4 года в Чепелл-Хилл а вы насколько я понял родом из Ричмонда? да, но я недавно покинул родные края а вы мистер Хейл спросил Белл вы тоже с юга? нет, из Мичигана ответил тот крепко пожимая руку полицейскому пожил в Огайо не беспокойтесь я прощаю вам ошибку 1860-х годов лично я не стал бы воевать с такими замечательными людьми подхватил шутку Хэл но моего мнения президент Линкольн не спрашивал ха перейдем к делу я детектив из отдела расследования убийств но меня постоянно привлекают к охране свидетелей потому как у меня прямо таки дар сохранять людям жизнь именно поэтому мой дорогой друг Лон Селита и попросил меня оказать ему помощь так что ради разнообразия я немного понянчусь с вами а как тут полицейский что был ранен спросила Перси Джерри насколько мне известно он все еще в операционной больше никаких сведений не поступало речь Рональда Белла была неторопливой но его живые глаза постоянно находились в движении внимательно изучая гостей Перси стало любопытно что он пытается определить есть ли у них оружие снабдили ли их скрытыми микрофонами вот он оглядел коридор затем повернулся к окну а теперь вот что сказал Белл я человек очень милый но становлюсь упрямым когда речь заходит о безопасности тех кого мне поручено охранять он улыбнулся глядя на Перси по-моему вам тоже упрямство не занимать но только помните все что я делаю я делаю для вашего же блага понятно понятно и так кажется мы поладим друг с другом а теперь позвольте показать вам ваши апартаменты класса люкс поднимаясь по лестнице Белл обернулся наверное вам до смерти хочется узнать насколько безопасно это место до смерти неуверенно переспросил Хейл ну то есть очень хочется возможно мой говор по-прежнему немного отдает югом ребята из управления постоянно надо мной подшучивают что-нибудь вроде мы поймали загорелого парня но без твоего перевода не можем взять в толк что он говорит так или иначе здесь очень уютно и безопасно наши друзья из министерства юстиции знают свое дело внутри домик больше чем кажется снаружи верно просторнее кабина самолета теснее чистого поля сказал Хейл Белл усмехнулся а окна фасада думаю подъезжая к дому вы решили что они слишком большие и незащищенные в общем-то да начала Перси вот комната с окнами на улицу Белл распахнул дверь загляните окон не было к рамам были прикручены болтами стальные листы за ними занавески объяснил Белл снаружи кажется что это обычная комната в которой просто не зажгли свет все же держитесь от них подальше и не раздвигайте шторы пожарная лестница и крыша оборудованы датчиками кроме того здесь уйма всякой видеоаппаратуры каждого приближающегося к подъезду мы успеем тысячу раз проверить и перепроверить для того чтобы проникнуть сюда незамеченным надо быть призраком с отсутствием аппетита он двинулся дальше по широкому коридору следуйте за мной по этому шоссе так вот и ваша комната миссис клэй поскольку нам предстоит жить под одной крышей зовите меня перси считайте дело сделанным а вы брит комнаты оказались маленькими темными и очень тихими совершенно не похожими на кабинет перси в углу ангара она вспомнила эда который предпочел устроить свой кабинет в административном здании аккуратно разложенные на столе документы придавленные пресс-папье фотографии истребителей и бомбардировщиков времен второй мировой войны на стенах но перси больше нравились запах авиационного керосина и жужжание пневматических домкратов представив в себя эда и и в кабинет она поспешно прогнала эту картину прежде чем навернуться слезы Белл достал рацию занять места через мгновение в коридоре появились два полицейских в форме они поздоровались и один из них добавил мы будем находиться здесь круглосуточно странно их гнусавый нью-йоркский акцент чем-то напомнил протяжный говор Роланда Белла отлично сработано заметил Белл обращаясь к Перси та недоуменно подняла бровь вы проверили его удостоверение вас врасплох не застигнешь она слабо улыбнулась так двое наших людей находятся с вашей свекровью в Нью-Джерси продолжал Белл больше ни за кем не надо присматривать Перси ответила что больше в этих краях у них родственников нет Белл повторил свой вопрос нет если не считать родственникам бывшую жену печально усмехнулся тот точнее бывших жен отлично собак кошек кормить не нужно нет ответила Перси Хейл молча покачал головой в таком случае мы можем наконец расслабиться никаких звонков по сотовым если они у вас есть пользуйтесь только этими аппаратами не забывайте про окна и занавески вон там кнопка тревоги если дело дойдет до худшего а оно не найдет жмите на нее и падайте на пол ну а теперь если есть какие-нибудь пожелания только свистните раз уж об этом зашла речь пожелание есть сказала Перси протягивая серебряную фляжку если если хотите чтобы я помог вам ее порожнить протянул Белл то я боюсь еще на службе но за предложение спасибо ну а если вы хотите ее наполнить считайте дело сделано в пятичасовых выпусках новостей об этом не упоминалось однако на полицейской чистоте прошли три незашифрованных сообщения предупреждающих о временном перекрытии движения на улицах примыкающих к 20 участку всех подозрительных в районе верхнего вестсайда требовалось задерживать до выяснения личности допуск в здание 20 участка должен осуществляться только с согласия ФБР или ФАГА этот тонкий штрих добавил Дилрей после того как эти сообщения вышли в эфир ребята Боу Хаумана из отряда 32Е заняли позиции вокруг участка руководство этой частью операции перешло к Хауману Дилрей держал на готове команду из Федерального управления по освобождению заложников на тот случай если будет установлена личность толстой любительницы кошек и ее адрес Райм вместе с Сакс и Купером продолжал анализ улик добытых на местах преступлений новых улик не было но Райм попросил Сакс и Купера заново исследовать имеющиеся в этом и состояла криминалистика смотреть смотреть и снова смотреть ну а если натыкаешься на новую каменную стену приходится начинать смотреть заново подкатив кресло прямо к монитору Райм приказал компьютеру увеличить масштаб изображения таймера обнаруженного среди обломков самолета Эда Карни от самого часового механизма толку было мало поскольку конструкция у них практически одинаковая но криминалист хотел узнать нет ли на нем каких-либо микроскопических частиц или даже чоп террористы как правило уверены что взрыв уничтожит все и пренебрегают перчатками работая с мелкими деталями своих адских устройств однако бомба уничтожает себя далеко не полностью поэтому Райм попросил Купера обработать часовой механизм сначала специальными парами а затем магнитным порошком выявляющим скрытые отпечатки пальцев однако на этот раз эксперту ничего не удалось найти напоследок Райм предложил исследовать таймеров в луче темно-красного лазера эта новейшая технология использовалась для выявления отпечатков пальцев невидимых никаким другим способом Купер прильнул к микроскопу а Райм стал изучать изображение на экране компьютера издав смешок криминалист прищурился снова всматриваясь в экран гадая не играет ли зрение с ним в шутки неужели смотрите в правом нижнем углу но Купер и Сакс ничего не увидели однако улучшенное изображение компьютера действительно позволило криминалисту видеть нечто такое что упустил оптический микроскоп на ребре металлического спасшего часовой механизм от разлета на тысячи мельчайших кусочков виднелась едва различимая сеточка полукруглых линий след имел не больше 1,16 дюйма в ширину и около полудюйма в длину это отпечаток пальца уверенно заявил Райм для сравнения недостаточно возразил Купер глядя на экран один отпечаток имеет приблизительно 150 характерных точек но опытный криминалист может установить совпадение всего по 8,16 точкам к несчастью в данном случае не нашлось и этого и все же Райм был в восторге криминалист не способный вращать ручку микроскопа обнаружил то что пропустили другие то что он вероятно тоже пропустил бы если бы был таким как все вызвав программу копирования экрана Райм сохранил отпечаток в виде побитного файла не рискнув сжимать его так как при этом могла пострадать часть информации по его просьбе Том вывел увеличенный отпечаток на лазерный принтер и прикрепил этот лист к доске с перечнем улик обнаруженных на месте катастрофы самолета раздался телефонный звонок воспользовавшись своей новой системой Райм без труда ответил на вызов и включил громкоговорящую систему это были близнецы известные также под нежным прозвищем жесткие ребята эти два следователя из убойного отдела работали в большом доме центральном управлении их специализации были допросы и опросы они беседовали с местными жителями случайными прохожими свидетелями эти двое внешне отдаленно напоминавшие друг друга считались лучшими в Нью-Йорке даже Линкольн Райм не доверявший человеческой наблюдательности и памяти уважал их привет детектив привет Линкольн поздоровался один из них фамилии следователей были Беддинг и Сау Райм с трудом различал их при личной встрече по голосу да еще искаженному телефонам он даже не попытался это сделать что там у вас спросил криминалист нашли любительницу кошек это было нетрудно семь ветеринаров две ветлечебницы мы решили на всякий случай справиться и там затем даже обратились в компании по выгулу хотя это те кто выгуливает домашних животных да они их еще кормят поливают растения и выносят дерьмо когда хозяева в отъезде мы решили это тоже не помешает трое из ветеринаров высказали кое-какие предположения но твердой уверенности ни у кого не было практика очень обширная в верхнем ицайде домашних животных хоть пруд пруди вы удивитесь а может быть и нет тогда пришлось спросить тех кто въезжает на дом врачей помощников по хозяйству мойщиков вот работенка мыть домашних животных так или иначе секретарша в ветлечебнице на 87 предположила что это их клиентка некая Шейла Горовиц ей за 30 у нее короткие темные волосы довольно полное у нее три кошки одна черная другая белая масть третьей точно никто не вспомнил это Горовиц живет на Лексингтона Веню между 78 и 79 улицами значит в пяти кварталах от особняка Перси поблагодарив их и попросив быть готовыми помогать и дальше Райм вякнул пусть ребята Дилрая срочно выезжают туда Сакс и ты тоже независимо от того там танцор или нет надо будет осмотреть место преступления похоже мы постепенно сужаем круг вы это не чувствуете мы сужаем круг Перси Клей рассказывала Рональду Беллу о своем первом вылете без инструктора он прошел совсем не так как она надеялась залетала она с небольшой грунтовой полосы в четырех милях от Ричмонда услышав знакомое тук-тук по заросшим травой неровностям Перси убедилась что Сесна развела достаточную скорость и потянула штурвал на себя маленький самолетик легко взмыл в воздух дело происходило с сырым весенним утром похожим на то что было сейчас за окном представляю какой восторг вы ощутили каким-то странным тоном заметил Белл дальше восторгу было еще больше сказала Перси прикладываясь к фляжке через 20 минут над безлюдным районом в восточной части Вирджинии над непроходимой чащей высоких сосен отказал мотор Перси удалось посадить крохотный самолет на грунтовую дорогу самостоятельно прочистить топливопровод и снова взлететь вернувшись домой без происшествий маленькая Сесна не получила никаких повреждений поэтому владелец самолета так и не узнал о приключениях выпавших на долю Перси в действительности единственным неприятным последствием этого полета стала взбучка полученная от матери директор школы донес что Перси снова дралась и разбила в кровь нос Сьюзен Бэтт Хэллворд мне пришлось уйти объяснила Перси издевательства не было конца иначе как троллем меня не называли вообще каких только прозвищ у меня не было дети могут быть очень жестокими согласился Белл если бы я узнал что мои мальчишки делают что-либо подобное я бы надрал ему уши подождите сколько вам тогда было тринадцать а разве самостоятельно летать можно не с восемнадцати с шестнадцати и все равно как же вам разрешили просто меня не поймали улыбнулась Перси вот и все ааа они с Роланом Беллом сидели в ее комнате охраняемого дома полицейский наполнил фляжку замечательным самогоном подарком от осведомителя прожившего здесь пять недель они уселись на зеленый диван Перси откинулась назад а Белл милостиво убрав громкость постоянно хлюпающей рации уселся склонившись вперед такая поза была вызвана не неудобной мебелью а его поразительной осторожностью Белл улавливал краем глаза пронесшуюся у двери муху малейшее шевеление занавесок и его рука тотчас же непроизвольно опускалась к одному из двух больших пистолетов по просьве полицейского Перси продолжала рассказ о своей летной карьере сертификат пилота-ученика она получила в 16 через год у нее уже был диплом летчика без права работы по найму а в 18 она стала полноправным летчиком допущенным к работе в коммерческих авиакомпаниях к ужасу родителей Перси бежала из табачного бизнеса отец говорил что работает на плантации хотя для всех остальных это была корпорация с годовым оборотом в 6 миллиардов долларов и получила диплом инженера уход из университета был первым разумным поступком в ее жизни сказала как-то раз мать Перси ее отцу на памяти девушки мать впервые встала на ее сторону правда потом мать добавила в технологическом институте ей будет гораздо проще найти жениха этим пожилая женщина хотела сказать что у мужчин связанных с техникой требования гораздо ниже но Перси интересовали не парни и вечеринки ее волновало только одно самолеты каждый день когда ей предоставлялась возможность и позволяли финансы она поднималась в воздух получив сертификат летного инструктора Перси начала обучать других эта работа ей совсем не нравилась но она согласилась на нее по одной простой причине часы проведенные в воздухе в кабине инструктора регистрировались в летном журнале как налетанные в качестве первого пилота что должно было прийтись к стати когда она начала обивать пороги авиакомпании закончив институт Перси начала жизнь безработного летчика уроки выступления на праздниках воздушные прогулки случайные полеты за левым штурвалом самолета какой-нибудь маленькой чартерной компании воздушные такси гидросамолеты обработка полей трюки на киносъемках полеты на древних бипланах в погожие воскресные дни на провинциальных карнавалах мне пришлось тяжело очень тяжело призналась Перси наверное все равно что начинать службу в полиции думаю общего много согласился Роланд Белл став шерифом Хокстона я в основном ловил нарушителей скоростного режима на дорогах три года подряд у нас не было ни одного убийства даже по неосторожности потом я начал продвигаться вверх получил должность заместителя шерифа округа работал в дорожном патруле но опять же по большей части приходилось вытаскивать пьяных из искореженных машин и ловить самогонщиков поэтому я вернулся в Нью-Йорк и учился на криминалиста социолога потом я перебрался в Уинстон Салем и получил золотой значок что? закончил курс исследователей еще до первого самостоятельного дела меня дважды избили трижды в меня стреляли да когда чего-то просишь надо быть осторожным вдруг получишь то, что просил вы слышали эту поговорку? но вы ведь занимались тем чем хотели? ну да знаете моя тетя воспитавшая меня частенько говорила человек идет туда куда его направляет Господь по-моему в этом что-то есть но мне очень хочется узнать как вы основали собственную компанию мы основали ее втроем Эд мой муж Рон Телбот и я лет 7-8 назад но сначала я сделала остановку в пути то есть завербовалась в армию вы не шутите нет я тосковала по небу но никто не принимал меня на работу понимаете для того чтобы устроиться в крупную компанию необходимо иметь допуск к полетам на соответствующих типах самолетов а для этого надо оплатить обучение в воздухе и в тренажерном зале на земле естественно из собственного кармана аттестат позволяющий летать на большом реактивном лайнере может стоить до 10 тысяч долларов я не могла себе это позволить поэтому двери на регулярной линии мне были закрыты и тут меня осенило я могу завербоваться в армию и тогда мне будут платить за то что я летаю на самых сексуальных самолетах на земле так я и попала на флот а почему именно туда из-за авианосцев мне очень захотелось взлетать с движущейся взлетно-посадочной полосы Белл поморщился увидев ее вопросительно поднятую бровь он объяснил если вы еще не догадались я не очень большой поклонник вашего ремесла вы не любите летчиков нет нет что вы я не люблю летать вы предпочитаете чтобы в вас стреляли Белл не задумываясь кивнул вам доводилось участвовать в бою спросил он разумеется в Лас-Вегасе Белл нахмурился в 1991 году в отеле Хилтон на третьем этаже не понимаю вам приходилось слышать о деле Тейлхука да что-то помню кажется несколько пьяных летчиков пристали к женщинам так вы там были да меня тоже пытались потискать и облапать одного лейтенанта я уложила на пол другому сломала палец хотя к сожалению он был настолько пьян что почувствовал боль лишь на следующий день Перси снова приложилась к фляжке дело действительно было так плохо как о нем писали она ответила не сразу ты готовишься к тому что на тебя со стороны солнца может внезапно свалиться северокорейский или иранский миг но когда на тебя нападают люди которые на той же стороне что и ты это очень сильный удар чувствуешь чувствуешь себя измязанной грязью преданной и чем это закончилось о шуму было много пробормотала Перси я отказалась молчать назвала вещи своими именами и кое-кто слетел со своих мест не только простые летчики но и высокие шишки как вы можете догадаться начальству моя откровенность пришлась не по душе есть у тебя обезьяне охватка или нет ее пилот не летает с напарником которому не доверяет и я уволилась если по правде я не очень-то и переживала мне нравилось летать на темкотах но просто пришла пора уходить я познакомилась с Эдом моим мужем и мы с ним решили основать чартерную компанию мне пришлось помириться с отцом и он дал взаймы денег чтобы мы начали дело Перси пожала плечами я вернула ему все до цента плюс 3% срок в срок сукин сын опять нахлынули воспоминания об Эдди как он помогал ей обговаривать условия кредита как они выбирали самолет в скептически настроенных лизинговых компаниях как арендовали ангар как спорили до хрипоты пытаясь в 3 часа ночи наладить гирокомпас чтобы подготовить самолет к вылету в 6 утра боль от этих воспоминаний не уступала по силе самым страшным мигреням чтобы отмахнуться от невеселых мыслей Перси спросила а что привело вас к нам на север здесь живут родные жены в Лонгайленде значит вы променяли северную Каролину ради тестя с тещей она была готова сделать извительное замечание насчет того что жена ловко накинула на него лассо но не успела и очень этому обрадовалась кари и глаза Белла затуманились печалью Бет была очень тяжело больна она умерла полтора года назад ой простите ничего ее родственники и сестра живут в слон кеттеринге а мне одному было очень трудно управиться с ребятами я могу поиграть с ними в футбол и приготовить спагетти с кетчупом но им нужно не только это понимаете например когда я первый раз сам выстирал ребятам футболки ткань ужасно села ну и все такое к тому же я был не против переезда я хотел показать ребятам что жизнь состоит не только из уборки кукурузы и заготовки силоса у вас есть с собой фотографии спросила Перси поднося фляжку к рту самогон на одно блаженное мгновение приятно обжег глотку Перси решила что ей пора завязывать с выпивкой и тот час же подумала что не стоит этого делать конечно есть молниеносным движением Белл извлек из кармана просторных брюк бумажник и показал фотографии двух светловолосых мальчишек лет 5 и 7 Бенджамин и Кевин Перси успела также заметить еще один снимок симпатичной молодой женщины с короткими светлыми волосами прелестные мальчишки а у вас дети есть нет у нее всегда находились какие-то причины этот вопрос постоянно откладывался на следующий год затем еще на год вот когда компания встанет на ноги вот когда они возьмут в лизинг боинг 737 вот когда дс-9 получат сертификат перси перси стоически улыбнулась а ваши сыновья они хотят стать полицейскими вовсе нет они мечтают о европейском футболе в нью-йорке на этот спорт особого спроса нет вот только если наша стар будет играть получше наступило неловкое молчание не возражайте если я позвоню в компанию наконец нарушила его перси я хочу узнать как продвигаются работы по переоборудованию самолета ради бога не буду вам мешать только проследите за тем чтобы не упомянуть случайно наш телефонный номер или адрес вот тут я рассержусь глава пятнадцатая час восьмой из сорока пяти рон это перси как у вас дела не важно все в шоке я отправил салли домой что с ней она просто сломалась и кэрол тоже а с лорен случилась истерика такого я еще никогда не видел а вы то с бритом как брит в бешенстве я в бешенстве все ужасно урон а тот полицейский которого ранили по моему о еще нет никаких известий что с фокстротом браво все не так плохо как могло бы быть я уже заменил стекло в кабине пробоин в фюзеляже нет вот второй двигатель с ним кое-какие проблемы надо менять кожух и мы никак не можем найти свежий патрон к огнетушителю впрочем с этим думаю мы как нибудь справимся ты что-то не договариваешь надо менять кольцо сопло о господи я уже связался с одной компанией в коннектикуте они согласились доставить нам новое кольцо завтра утром хотя это воскресенье на его установку мне потребуется 2-3 часа проклятие пробормотала перси я должна быть там я согласилась отправиться сюда но я должна быть рядом с вами перси где ты находишься и стивен кол прослушивающий разговор в квартире Шейл и Горовиц прижал к трубку к уху приготовившись записывать но жена ограничилась только общей фразой в Манхэттене нас охраняет не меньше тысячи фараонов я чувствую себя президентом или папой римским прослушивая переговоры на полицейской чистоте стивен узнал о странной активности в районе двадцатого участка находящегося в верхнем вестсайде участок закрыли всех задержанных срочно перевели в другие места у стивена мелькнула мысль не туда ли поместили жену неужели полиция не может остановить этого типа спросил Рон есть ли у нее какие-нибудь зацепки да да есть ли в свою очередь прислушался кол не знаю ответила жена господи как же я перепугался сказал Рон эти выстрелы они напомнили мне армию стивен снова задумался насчет этого типа Рона может ли он быть полезным проникнуть оценить допросить стивен подумал не стоит ли выследить этого Рона под пыткой заставить его связаться с Персией и спросить у нее где она находится но нет хотя ему возможно и удастся вторично проникнуть на охраняемую территорию аэропорта риск будет слишком велик к тому же это займет очень много времени слушая разговор Стивен не отрывал взгляда от экрана переносного компьютера на котором мигала надпись пожалуйста подождите прослушивающее устройство было подсоединено к телефонному разъему аэропорта уже целую неделю все разговоры записывались на магнитофон Стивен был удивлен что полиция до сих пор не обнаружила жучок одна из кошек эсмеральда эсси забравшись на стол выгнула спинку послышалось отвратительное урчание Стивену стало мерзко грубо столкнув локтем кошку со стола он злорадно улыбнулся услышав ее жалобное мяуканье я никак не могу найти летчиков неуверенно начал Рон я нам достаточно только одного остановила его перси в правое кресло пауза что наконец спросил Рон я сама полечу завтра мне нужен только второй пилот ты мне кажется это не лучшее решение перс у тебя есть кто-нибудь на примете ну все дело в том есть или нет брэд торгесон он согласился на помочь я ничего не стал от него скрывать хорошо этот человек не сдрейфит он много налетал на лире больше чем достаточно перси я полагал ты будешь прятаться до самого заседания суда Линкольн согласился отпустить меня в рейс если до тех пор я буду оставаться здесь кто такой Линкольн да подумал Стивен кто такой этот Линкольн ну это такой странный человек жена замялась словно ей очень хотелось поговорить о нем но она не знала что именно сказать Стивен разочарованно услышал что она ограничилась только фразой Линкольн помогает полиции найти убийцу я обещала ему оставаться здесь до завтрашнего вечера но предупредила что обязательно полечу он согласился Перси мы можем перенести полет я поговорю с Юэс Хеллская там поймут что у нас временный нет твердо произнесла Перси им не нужны наши оправдания их интересует только то чтобы груз был доставлен вовремя а если мы не сможем это обеспечить компания найдет кого-нибудь другого когда груз будет в аэропорту 6-7 вечера к этому времени я помогу тебе сменить кольцо сопла Перси засыпел Ром все будет хорошо если мы успеем отремонтировать двигатель в срок все будет просто замечательно представляю через какой ад тебе довелось пройти никакой это не ад успокоила его Перси пока не ад мысленно поправил ее Стивен Сакс швырнула в крутой поворот машину передвижной лаборатории на скорости 40 миль в час она сразу же заметила на улице с десяток агентов Ребята Фреда Дилрея окружили дом где жила Шейла Горовец обычное здание из серого кирпича стоящее рядом с корейским рестораном у дверей ресторана повар усевшись на ящик из-под бутылок нарезал кружочками морковь без особого интереса наблюдая за тем как соседнее здание цепляет вооруженные автоматами люди Сакс нашла Дилрея в парадном с пистолетом в руке изучающем список жильцов Ше Горовец 204 Дилрей похлопал по своей рации Мы на частоте 483.4 защищенный канал используемый бюро при проведении специальных операций Сакс настроила свою рацию а Дилрей тем временем посвятил маленьким фонариком в почтовый ящик Горовец Сегодня почту никто не вынимал У меня такое предчувствие что дама дома Наши ребята заняли пожарную лестницу и устроились с микрофонами и камерами на соседних этажах В квартире они никого не видели однако засекли какое-то ворчание и царапание Звуки нечеловеческие Тут я вспомнил что у нее живут кошки Ну он и голова что подумал о ветеринарах Я имею ввиду Райма Мог бы и не уточнять подумала Сакс На улице завывал ветер затягивающий небо над городом черными тучами похожими на огромные синяки Всем доложить о готовности прорычал в рацию Диллэй Красная группа заняли пожарную лестницу Синяя группа мы на первом этаже Принято группа наблюдения что там у вас Пока ничего определенного Принимаем слабые инфракрасные сигналы но это что-то или кто-то остается неподвижным Может быть это спящая кошка а может быть раненый человек а может быть включенная лампа Впрочем не исключено что это наш объект он находится в глубине квартиры А вы что думаете вмешалась Сакс Кто это послышалось израции Управление полиции Нью-Йорка номер 5885 ответила Сакс называя номер своего значка Я хочу знать как по-вашему подозреваемый находится в квартире Зачем тебе это спросил у нее Диллэй Мне нужно чистое место Если ребята из наблюдений считают что танцоров в квартире нет я зайду туда одна Стремительно ворвавшиеся в помещение бойцы отряда специального назначения вероятно наиболее эффективный способ уничтожить на месте преступления все улики Задумчиво посмотрев на нее Диллэй нагнулся к стебельку микрофону Наблюдение Ваше мнение Наверняка мы сказать не можем сэр ответил невидимый сотрудник Знаю что не можете но что вам подсказывает ваше чутье пауза Я думаю он смылся в квартире чисто Отлично Диллэй повернулся к Сакс Но с тобой пойдет один боец это приказ Хорошо только я буду первый пусть прикрывает меня от двери пойми этот тип нигде не оставляет никаких улик нам нужно найти хоть что-то Отлично Диллэй кивнул своим бойцам Даю добро на вход в квартиру Один из агентов меньше чем за 30 секунд разобрал замок в одной двери Подождите поднял руку Диллэй Вызов из центральной Выслушав сообщение он сказал микрофон Выделите им чистоту Затем агент повернулся к Сакс С тобой хочет поговорить Линкольн Через мгновение молодая женщина услышала в наушниках голос криминалиста Сакс что ты сейчас делаешь Ну я как раз Послушай Его голос был полон беспокойства Не заходи в квартиру одна Пусть сначала ребята из спецназа убедятся в том что там все чисто Ты же знаешь порядок Меня будут прикрывать Нет Пусть сначала в квартиру войдет спецназ Наружное наблюдение уверено что танцора там нет Саугала Сакс Этого недостаточно Не отставал от нее Райм Помни с кем мы имеем дело От танцора всего можно ожидать Опять это Райм прекрати Он не мог предвидеть что мы так быстро найдем его убежище теряя терпение произнесла она Есть надежда он не замел за собой следы Мало ли что можем мы здесь обнаружить Отпечаток пальца стрелянную гильзу черт побери даже его кредитную карточку Молчание Линкольн Райм редко бывал таким неразговорчивым Райм прекрати меня пугать хорошо Он ничего не ответил и у Сакс вдруг мелькнула мысль что ему как раз хочется ее запугать Сакс Ну что Будь осторожна Неуверенно произнес Райм Неожиданно на лестнице появилось пять бойцов в бронежилетах и касках с черными автоматами в руках Я захожу в квартиру остаюсь на связи Сакс пошла следом за бойцами думая не столько о пистолете в правой руке сколько о чемоданчике с оборудованием и инструментами в левой Раньше в те дни которые Линкольн Райм сейчас мысленно называл до того он очень любил ходить Прогулки пешком действовали на него успокаивающе Неторопливые гуляния по центральному парку или парку Вашингтона быстрый марш по фэшн Дистрикт О да Райм постоянно делал остановки в основном чтобы пополнить свою коллекцию но аккуратно упаковав образцы почв растений или строительных материалов и записав источник их происхождения криминалист снова трогался в путь и так он нахаживал многие мили Одним из самых раздражающих последствий травмы стало то что Райм лишился возможности давать выход внутреннему напряжению Вот и сейчас он был вынужден ограничиться тем что закрыв глаза и стиснув зубы почесался затылком в подголовник инвалидного кресла Не выдержав Райм попросил Тома налить виски Разве вам не нужно сохранить трезвую голову? Нет А по-моему нужно Пошел к черту мысленно ответил ему Райм крепче стискивая зубы Тому придется чистить окровавленные десны вызывать стоматолога Райм и на него выплеснет свою желчь Где-то вдалеке прогремел гром свет на мгновение мигнул Райм представил себя Сакс во главе отряда специального назначения Разумеется она права ворвавшись в квартиру бойцы безнадежно испортят все улики Но все-таки криминалист до смерти за нее боялся Сакс слишком безрассудно Ему не раз доводилось видеть как она в кровь царапает кожу выдирает волосы грызет ногти Скептически относившийся к психологии он считал ее чем-то сродни черной магии Райм тем не менее видел что Сакс работает на износ Как-то раз она прокатила его в своем спортивном автомобиле Они неслись со скоростью 150 миль в час а Сакс переживала что плохие дороги Лонг-Айленда не позволяют ехать вдвое быстрее Криминалист вздрогнул услышав ее шепот Райм ты здесь? Удачи тебе Амелия Молчание Затем Не надо имен Райм Это дурной знак Он попытался было рассмеяться Жалея о том что назвал ее по имени недоумевая почему он так поступил Иди Я у входной двери ее вышибут тараном Все заняли исходные позиции Ребята из наблюдения действительно считают что танцора здесь нет Ты надела бронежилет? Одолжил у одного ФБРовца У меня такой вид будто вместо лифчика я надела коробку из-под кукурузных хлопьев На счет три Услышал Райм голос Диллера Все группы выбивают двери и берут квартиру под прицел но внутрь не заходят Раз Райм разрывался на части Ему так сильно хотелось взять танцора Он физически ощущал это желание но в то же время ему было очень страшно за Сакс Два Сакс будь ты проклята Я не хочу за тебя беспокоиться Три Услышав приглушенный удар Райм непроизвольно подался вперед Тот час же пронзительной болью откликнулись мышцы шеи и он откинулся назад Подоспевший том начал массаж спины Все в порядке пробормотал Райм Спасибо Ты бы не мог просто вытереть пот пожалуйста Услышав слово пожалуйста Том подозрительно посмотрел на него но все же вытер пот со лба и шеи Сакс что ты делаешь Райму нестерпимо хотелось задать этот вопрос но он боялся отвлечь ее Вдруг послышалось испуганное восклицание Райм почувствовал как у него волосы на затылке встали дымом О господи Райм В чем дело говори Это женщина Шейла Горовец Дверь холодильника приоткрыта она внутри мертва но такое впечатление будто О боже глаза Сакс Судя по всему танцор запихнул ее в холодильник еще живой Какого черта ему это Сакс не забивайте им голову Думай только о существенном Ну же Господи Иисусе Райму было известно что Сакс страдает клаустрофобией Он мог себе представить какой ужас она испытывает столкнувшись с такой жуткой смертью Он связал ее веревкой или скотчем Скотчем Широким прозрачным скотчем Райм ее глаза Сакс держи себя в руках Скотч отличная поверхность для сохранения отпечатков пальцев Какой в квартире пол? В гостиной ковер на кухне линолеум А Испуганный крик О боже Что там у тебя? Одна из кошек прыгнула мне чуть ли не на голову Маленькая чертовка Райм? Да Я чувствую какой-то запах очень странный Отлично Райм научил ее обнюхивать воздух на месте преступления Это самое первое что должен сделать эксперт-криминалист Но что значит странный? Едкий Какой-то химический реактив Никак не могу сообразить какой именно Только тут до него дошло что они пропустили одну неувязку Сакс быстро спросил Райм Это ты открыла дверцу холодильника? Нет Она уже была открыта и подперта стулом Зачем? Зачем танцор так сделал Мысли Райма рехорадочно работали Запах усиливается что-то похоже на дым Женщина в холодильнике отвлекающий ход вдруг дошло до Райма Танцор нарочно оставил дверцу открытой чтобы сразу же приковать внимание тех кто вошел в квартиру О нет только не это Сакс это горит Бигфордов шнур в квартире бомба срочно уходи танцор оставил дверцу холодильника открытой чтобы заманить вас внутрь Что? Бигфордов шнур он заложил бомбу у тебя остались считанные секунды уходи из квартиры беги Я успею снять скотч у нее с рта Живо убирайся мать твою Я успею Послышался шорох затем приглушенное восклицание а через несколько секунд звенящий грохот взрыва похожий на удар молотом по котлу Райму показалось у него лопнули барабанные перепонки Нет! ускликнул он Господи нет! Селита вздрогнув уставился на его перекошенное от ужаса лицо Что случилось? Что случилось? испуганно повторил он Еще через мгновение Райму слышал в наушниках мужской голос У нас пожар на втором этаже стен нет исчезли есть раненые О боже что с ней смотрите кровь столько крови нам нужна помощь срочно второй этаж Стивен Кол обошел вокруг двадцатого участка здание располагалось недалеко от центрального парка отсюда были видны деревья перекресток на который выходил участок охранялся но не слишком надежно трое полицейских у входа в приземистое строение тревожно озирались по сторонам но у восточного фасада с окнами забранными толстой стальной решеткой никого не было Стивен предположил что именно здесь находятся камеры предварительного содержания дойдя до угла он повернул на юг к следующему перекрестку движение по улице не было перекрыто но двое полицейских осматривали всех прохожих и проезжающие мимо машины мельком взглянув на здание Стивен прошел еще один квартал на юг и завернул за западный фасад проскользнув в безлюдный переулок он достал из рюкзака бинокль солдат умеешь ли ты пользоваться этим прибором так точно сэр умею на стоянке у здания участка стояла заправочная колонка полицейский заполнял бак патрульной машины Стивен никогда не задумывался о том что полицейские автомобили заправляются не в шел и о моку он долго рассматривал заправочную в небольшой тяжелый цейс затем убрав бинокль в рюкзак торопливо направился на запад как всегда не забывая следить не наблюдает ли кто-то за ним глава шестнадцатая час двенадцатый из сорока пяти Саакс снова крикнул Райм черт побери о чем она думала как она могла быть настолько беспечной что случилось как заводной твердил Селита что там происходит что с ней случилось в квартире горови сработало взрывное устройство упавшим голосом произнес Райм Сакс в момент взрыва находилась внутри свяжись с Дилреем выясни что там произошло воспользуйся громкой связью столько крови в течение трех бесконечных минут Селита пытался установить связь с Дилреем Фред буквально крикнул Райм как она специальный агент ответил не сразу ничего хорошего Линкольн мы пытаемся потушить пожар осколков было очень много черт нам надо было заходить первыми мать твою для достижения максимально поражающего эффекта террористы окружают заряд пластида или тротила с шариками от подшипников и гайками с болтами взрывом снесло пару стен продолжал Дилреем Практически вся квартира выгорела Пауза Линкольн вынужден тебе сказать что мы нашли Его голос всегда такой ровный и уверенный вдруг дрогнул что затаил дыхание Райм части тела кисть руку до локтя Райм закрыл глаза его охватил ужас ничего подобного которому он не испытывал уже много лет бесчувственное онемевшее тело словно пронзил ледяной кол задержанный вдох вырвался со зловещим свистом Линкольн начал было селита Мы продолжим поиски постарался успокоить криминалиста Дилл Райм Возможно Сакс осталась жива мы ее обязательно найдем срочно доставим в больницу сделаем все возможное и невозможное можешь не сомневаться Сакс какого черта ты так поступила и почему я тебя не остановил вдруг у него в наушниках раздался оглушительный треск похожий на грохот разорвавшегося фейерверка Кто-нибудь пожалуйста Господи снимите с меня это Сакс крикнул в микрофон Райм он не сомневался что голос принадлежал именно ей затем послышался удушливый кашель Ох с трудом выдавило Сакс Боже милостивый ну и душа Что с тобой заорал в микрофон Райм Фред где она Райм это ты спросила она Я ничего не слышу Эй кто-нибудь скажите хоть слово Линкольн радостно воскликнул Дилрей Мы ее нашли с ней все в порядке в полном порядке Амелия Дилрей закричал подзывая санитаров Райм чье тело несколько лет назад полностью потеряла способность дрожать вдруг поймал себя на том что безымянный палец на левой руке отчаянно трясется В наушниках снова зазвучал голос Дилрей Линкольн она оглушена похоже произошло вот что мне кажется мы нашли части тела той женщины Горвиц перед самым взрывом Сакс успела вытащить ее из холодильника труп принял на себя весь удар Линкольн воскликнул Селита по твоему лицу вижу что ты собираешься устроить избучку не надо но Райм и не подумал его слушать Сакс черт побери о чем ты думала прорычал он я же тебе сказал что это бомба ты сама должна была понять что это бомба и быстро смотаться оттуда Райм это ты? она притворяется что ничего не слышит Райм это сразу же понял Сакс Райм я должна была спасти скотч ты меня слышишь? у меня в ушах все звенит это прозрачный упаковочный скотч нам необходимо достать пальчики танцора ты сам это говорил знаешь оборвал ее криминалист ты просто невыносимо алло алло не могу разобрать ни слова Сакс прекрати кривляться Райм я сейчас кое-что проверю последовала короткая пауза Сакс Сакс где ты? какого черта? Райм слушай я осветил скотч поляризованным светом и знаешь что? на нем сохранился частичный отпечаток я достала пальчики это ссора Райм умолк было на минуту но тот час же снова продолжил гневную тираду прошло довольно много времени прежде чем он понял что говорит впустую Сакс давно отключил рацию она была перепачкана сажей в глазах застыло потрясение Райм не надо читать нотации я вела себя глупо но у меня не было времени подумать я просто двигалась что произошло спросил он увидев Сакс живой и невредимый Райм забыл все что собирался ей высказать я уже зашла в квартиру увидев бомбу за дверью я поняла что не успею убежать схватив труп той женщины из холодильника я потащил ее на кухню я хотела выбросить его из окна но взрыв застал меня на пол пути Мел Купер высыпал из пакета добытые сакс улики он внимательно осмотрел сажу и фрагменты бомбы М45 тротил с качающимся переключателем и взрывателем с задержкой на 45 секунд переключатель сработал когда выбивали дверь от него воспламенился взрыватель я вижу остатки графита значит это тротил изготовленный по новейшей технологии очень мощный очень плохой ублюдок мать его сплюнул селита задержка подонок хотел чтобы в квартиру успела набиться как можно больше народу можно установить происхождение тротила спросил обыкновенный тротил какого в армии полно этот след не приведет нас никуда кроме как кроме как к тому мерзавцу что снабдил танцора этой дренью пробормотал селита к филиппу хэнсону зазвонил его сотовый телефон и детектив ответил на вызов выслушав он молча кивнул и уронил голову спасибо наконец произнес он закрывая телефон что там насторожилась сакс селита закрыл глаза Райм понял ему сообщили о состоянии Джерри Бэнкса лон звание ли насчет Джерри открыв глаза вздохнулся лита он будет жить но ему ампутировали руку слишком тяжелые повреждения только не это прошептал Райм можно с ним поговорить нет ответил детектив он спит перед глазами криминалиста мелькнуло лицо молодого полицейского сказавшего как это нередко с ним случалось что-то не в попад и смущен но приглаживающего свой непокорный вихрь и протиравшего протез от бритвы на гладком розовом подбородке лон мне очень жаль детектив покачал головой так и сам Райм отмахивался от непрошенного сострадания сейчас надо думать о другом это верно Райм посмотрел на прозрачную клейкую ленту кляп которым пользовался танцор на одной стороне виднялись следы губной помады Сакс стояла уставившись на улики но это был не взгляд ученого молодая женщина была чем-то обеспокоена Сакс окликнул ее Райм почему он так сделал заложил бомбу она покачала головой почему он запихнул эту несчастную в холодильник Сакс принялась озадаченно грызть ногти только на одном пальце на мизинце левой руки ноготь оставался длинным и ухоженным остальные были обкусаны на некоторых темнелась запекшаяся кровь полагаю ответил криминалист он хотел отвлечь наше внимание и тогда мы бы не заметили бомбу труп в холодильнике это должно было приковать наши взгляды я имею ввиду другое сказал Сакс причина смерти Шейлы Горовиц удушья он запихнул ее в холодильник живую почему он садист нет танцор не садист задумчиво произнес Райм он не может себе этого позволить им движет только одна сила стремление выполнить работу у него достаточно воли чтобы сдерживать остальные желания почему он обрек эту женщину на медленную мучительную смерть когда мог без труда расправиться с ней ножом или веревкой точно не могу сказать но по-моему для нас в этом может быть что-то хорошее то есть может быть Шейла Горвиц была чем-то ему ненавистна и танцор решил обречь ее на самую страшную смерть да но нам то что от этого спросил Селита а то ответила Сакс что танцор возможно начинает терять ход на крови совершенно верно подтвердил Райм радуясь тому что она тоже увидела эту связь но молодая женщина не заметила его одобрительной улыбки закрыв глаза она тряхнула головой по-видимому прогоняя жуткую картину увиденную в квартире многие считают криминалистов бесчувственными сколько раз бывшая жена Райма бросала ему это обвинение но в действительности у лучших специалистов при осмотре места преступления сердце обливается кровью от жалости к жертвам Сакс принадлежала именно к этой категории Сакс тихо произнес Райм где отпечаток она непонимающе взглянула на него ты сказала что нашла отпечаток пальца нам необходимо действовать как можно быстрее молодая женщина кивнула он частичный сказала она протягивая полиэтиленовый пакет а может быть это отпечаток ты несчастный нет я уже сняла ее пальчики пришлось долго искать кисти ее рук но этот отпечаток определенно не ее Мел окрикнул эксперта Райм Мел обработал обрывок скотча специальным составом после нагревания на нем сразу же выступил крошечный участок отпечатка пальца эксперт покачал головой не могу поверить пробормотал он в чем дело он вытер скотч танцор судя по всему он понял что прикоснулся к скотчу без перчатки уцелел лишь кусочек как и Райм Купер состоял членом международной ассоциации идентификации эксперты определяли личность по отпечаткам пальцев ДМК зубам но этот частичный отпечаток как и тот что сохранился на металлическом выступе бомбы выходил за рамки их возможностей если кто-то и мог классифицировать его то только самые лучшие специалисты но в данном случае они были бессильны отсканирую его распечатай и повесь вон туда пробормотал Райм на стену Том занялся рутинной процедурой сделать это было необходимо но Райм был очень расстроен Сакс едва не погибло и как выяснилось впустую Эдмонд Лакар знаменитый французский криминалист разработал принцип названный его именем он сказал что при каждом контакте преступника и жертвы происходит обмен уликами возможно микроскопическими но этот обмен неизбежен однако сейчас Райму казалось что если кто-либо и может опровергнуть принцип Лакара то именно этот призрак прозванный танцором у гроба Селита увидев на лице криминалиста отчаяние поспешил его успокоить мы подготовили ловушку в полицейском участке если повезет мы его возьмем будем надеяться везение черт побери нам сейчас совсем не помешает закрыв глаза Райму уронил голову на подголовник через некоторое время послышался голос Тома уже 11 часов вам пора в постель порой бывает очень просто на время прекращать обращать внимание на собственное тело забывать что она имеется особенно в такие моменты как сейчас когда на карту поставлена человеческая жизнь и мы выходя за границы наших возможностей продолжаем работать 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 но тело Линкольна Райма не могло вынести пренебрежительного обращения длительное неподвижное пребывание в одном положении могло привести к сепсису и отравлению крови образованию жидкости в легких и пневмонии не очищен с помощью катетера мочевой пузырь не проведен массаж кишечника призванный стимулировать его работу слишком тугие ботинки последствием всего этого была дисрефлексия а это могло привести к сердечному приступу достаточно и просто физического истощения слишком много способов умереть вы ложитесь спать решительно произнес Том я должен спать вы должны спать Райм сдался он очень очень устал ну хорошо Том ну хорошо он подкатил к лифту остался только вопрос он оглянулся Сакс ты не могла бы подняться ко мне на несколько минут кивнув молодая женщина проводила взглядом закрывающиеся двери лифта она застала Райма в специальной кровати к Ленитрон ей пришлось подождать 10 минут необходимых на обязательный вечерний ритуал Том поставил своему боссу катетер и почистил ему зубы Сакс знала что несмотря на кажущуюся грубость и обычное для инвалидов отсутствие стыдливости Райм не хотел чтобы она присутствовала при определенных процедурах спустившись вниз молодая женщина приняла душ переоделась в свежее белье свое собственное случайно обнаруженное Томом в прачечной на первом этаже свет в спальне был приглушен Райм терся затылком у подушку словно медведь спиной от дерева Клинитрон была самой удобной кроватью в мире весом полтонны она представляла собой желеобразную массу наполненную стеклянными шариками по которой циркулировал подогретый воздух А, Сакс сегодня ты была молодцом ты его перехитрила но только благодаря мне Джерри Бэнкс потерял руку и я упустила танцора подойдя к бару она наполнила себе стакан и вопросительно подняла бровь Разумеется ответил Райм материнское молоко утренняя роса напиток забвения Скинув туфли Сакс стащила блузку и взглянула на Синяк Ох ты почтительно произнес Райм Синяк имел форму штата Миссури а цветом напоминал баклажан Терпеть не могу бомбы буркнула Сакс Мне еще не приходилось так близко с ними сталкиваться и я их терпеть не могу Раскрыв свою косметичку она нашла там упаковку аспирина и одну за другой проглотила три таблетки фокус которому быстро обучаются страдающие от артрита подойдя к окну молодая женщина посмотрела на соколов красивые птицы не слишком большие дюймов 14-16 по сравнению с собакой крошечные но для птицы они были очень впечатляющими их клювы напоминали когти тварей из фантастического сериала Чужой Сакс как ты себя чувствуешь только говори на чистоту со мной все в порядке усевшись в кресло она пригубила пахнущий дымом напиток хочешь остаться на ночь спросил Райм время от времени Сакс проводила ночь у него дома иногда на кушетке иногда в кровати рядом с ним возможно дело было в переливающейся жидкости клинитрона может быть все объяснялось просто тем что рядом находилось другое человеческое существо истинную причину Сакс не знала но она никогда не спала так хорошо как вместе с Раймом с тех пор как Сакс рассталась со своим последним другом Ником она больше не наслаждалась близостью с мужчиной и теперь они с Раймом частенько лежали в кровати и говорили она рассказывала ему о машинах о соревнованиях по стрельбе о своей матери и крестной о жизни и мучительном угасании ее отца Сакс раскрывала о себе много личного сокровенного но она ничего не имела против ей же очень нравилось слушать то о чем говорил Райм он был поразительным рассказчиком в основном он говорил о Нью-Йорке об ударах мафии о которых в мире ничего не знают о местах преступления настолько чистых что у криминалистов опускались руки но тут обнаруживалась какая-то пылинка обломок ногтя капелька слюны волосок частица ткани позволявшая установить личность преступника его местожительство по крайней мере это устанавливал Райм его мозг ни на минуту не прекращал работать Сакс узнала что до травмы криминалист постоянно бродил по улицам Нью-Йорка собирая образцы почвы растений стекла камней все то что могло помочь ему в раскрытии преступлений казалось сейчас эта непоседливость перебралась из его оставших бесполезными ног в мозг ночами бродивший по городу в мыслях но сегодня ночью Райм был как никогда рассеянным Сакс ничего не имела против его спыльчивости что было очень хорошо поскольку он нередко пребывал в таком расположении духа но она терпеть не могла когда его мысли витали где-то далеко молодая женщина присела на край кровати наконец Райм заговорил о том ради чего и пригласил ее Сакс Лон рассказал мне о том что произошло в аэропорту она пожала плечами не кори себя ты ничего не могла сделать только подставила бы себя под пули ты поступила совершенно правильно воспользовалась укрытием танцор сделал пристрелочный выстрел вторым он уложил бы тебе наверняка у меня было две-три секунды я могла бы в него попасть я в этом уверена Сакс не становись безрассудной это бомба он умолк увидев ее сверкнувшие яростью глаза я хотела взять танцора во что бы то ни стало и мне показалось что ты не меньше меня хочешь расправиться с ним по-моему ты тоже собираешься рискнуть с загадочной многозначительностью добавила она ты уже рискуешь молодая женщина не ожидала от Райма такой реакции заморгав он отвернулся однако ничего не сказав он тот час же потянулась соломинки виски могу я задать один вопрос поддавшись внезапному порыву спросила Сакс если не захочешь отвечать можешь послать меня ко всем чертям но же Сакс разве между нами есть какие-нибудь секреты я так не думаю помню однажды я рассказала тебе о том что было у нас с Ником уставившись в пол сначала она на своих чувствах и так далее о том как мне было трудно он кивнул и я спросила доводилось ли тебе испытывать что-либо подобное возможно к своей жене ты ответил что приходилось но только не к Блэйн она вопросительно посмотрела на него Райм оправился быстро хотя и недостаточно быстро Сакс поняла что прикоснулась к незажившей ране помню наконец тихо промолвил он кто она если не хочешь можешь ничего страшного ее звали Клэр Клэр Триллинг как тебе нравится ее фамилия представляю как ее должно быть донимание в школе мне самой изрядно досталось фамилия Сакс это лишь самое мягкое как вы с ней не познакомились ну он рассмеялся над собственным смущением на работе она служила в полиции удивилась Сакс да и что было дальше ну наши отношения были очень сложными Райм печально покачал головой я был женат она была замужем так что дети были у нее была дочь и вы расстались у нас бы все равно ничего не получилось Сакс о нам с Блэйн было предначертано расстаться или убить друг друга это было лишь вопросом времени но Клэр она беспокоилась о своей дочери боялась что в случае развода муж оставит дочку у себя хотя она его и не любила но он был неплохим человеком а дочку Клэр очень любила ты ее видел? дочь? да а с Клэр вы больше не встречались? нет это осталось в прошлом она больше и не служит полиции вы расстались после того как с тобой это случилось? не-не до этого но ей известно о том что с тобой случилось да? нет после некоторого колебания ответил Райм почему ты ей ничего не сказал? пауза на то были свои причины странно что ты заговорил о Клэр я уже несколько лет не вспоминал о ней он небрежно усмехнулся и Сакс вздрогнул от пронизительной боли настоящей физической боли как от удара оставившего огромный синяк по форме напоминавшейся штат Миссури это произошло потому что Райм солгал он постоянно вспоминал об этой женщине Сакс ни в грош не ставила женскую интуицию но она верила в чутье полицейского она слишком долго патрулировала улицы Нью-Йорка и не могла отмахнуться от такого предчувствия молодая женщина была убеждена что Линкольн Райм вспоминал Миссис Трилинг разумеется ее реакция была просто смешной Сакс не обладала терпением чтобы быть ревнивой она не ревновала ни к его работе хоть он был тайным агентом и пропадал на целые недели не ревновала его к длинноногим блондинкам с которыми ему приходилось по долгу службы ходить по ресторанам а кроме ревности на что она еще может надеяться Сакс неоднократно разговаривала о Райме со своей матерью и рассудительная пожилая женщина обычно ограничивалась каким-либо уклончивым замечанием вроде такого несчастного коллегу нельзя не жалеть и эти слова матери подводили черту под тем чем должны быть их взаимоотношения чем они могут быть это было настолько нелепо что не лезло ни в какие ворота и все же Сакс ревновала Райма но не к Клэр она ревновала его к Перси Клей у молодой женщины не выходил из головы тот взгляд которыми обвинялись Райм и Перси когда она застала их сегодня сидящими бок о бок у него в комнате так еще один стакан виски с мыслями о ночах проведенных с Раймом у него в спальне о рассказах о делах которые он вел так замечательно она становится сентиментальной это говорит о том что она взрослеет надо срочно вырвать это чувство из груди но Сакс лишь сдобрила его замечательным выдержанным виски Перси Клей нельзя назвать красивой но это совершенно ничего не значило Сакс потребовалось провести лишь одну неделю в агентстве фотомоделей на Мэдисон-авиню где она проработала несколько лет чтобы понять главный изъян красоты мужчинам приятно смотреть издалека на роскошных женщин но ничто не смущает их так как близкое знакомство с ними хочешь еще виски предложила Сакс нет она бессознательно положила голову на его подушку забавно как люди приспосабливаются к обстоятельствам разумеется Райм не мог обвить ее рукой прижать к своей груди но для него равносильным по выражению чувств движения стало то что он склонил к ней голову им уже не раз приходилось так застывать однако сегодня молодая женщина ощутила какую-то напряженность ей казалось она теряет Райма и бороться с этим она могла лишь тем что старалась находиться рядом с ним как можно ближе однажды Сакс посвятила свою подругу Эми мать ее крестницы в то какие чувства она испытывает к Райму Тап пытаясь объяснить эту странную привязанность высказала свою догадку знаешь возможно все дело в том что он лишен возможности двигаться он мужчина но не может тобой повелевать наверное это действует на тебя возбуждающе но Сакс знала что в действительности дело обстоит как раз наоборот ее возбуждало то что этот мужчина полностью повелевает ее несмотря на то что лишен возможности двигаться Райм что-то сказала Клэр потом заговорил о танцоре Сакс рассеянно слушая его закинул голову назад глядя на его тонкие губы ее руки пришли в движение конечно Райм ничего не почувствовал но ему было видно как длинные изящные пальцы с искромсенными ногтями скользнули вниз по его груди дальше по упругому животу Том ежедневно проводил комплекс пассивных двигательных упражнений и хотя Райм не мог похвастаться мышцами культуриста его тело оставалось молодым казалось процесс старения остановился в тот день когда с Раймом произошел несчастный случай Сакс ее рука опустилась ниже дыхание ее стало учащенным она стащила из себя одеяло Том одел Райма в футболку Сакс сдвинув вверх футболку провела ладонью по обнаженной груди затем стянув с себя рубашку она расстегнула лифчик и прижалась своей пылающей кожей к его бледному телу молодая женщина ожидала ощутить прикосновение к чему-то холодному на самом деле тело Райма оказалось гораздо горячее ее собственного она вжалась в него еще крепче сначала Сакс осторожно прикоснулась губами к его щеке затем поцеловала в уголок рта наконец с жаром обрушилась на него Сакс не надо послушай нет но она не собиралась слушать молодая женщина не сказала Райму о том что несколько месяцев назад она приобрела книгу под названием инвалид в качестве полового партнера она с удивлением узнала что инвалиды с травмой позвоночника способна совершать половые акты и даже обладотворять женщин главный мужской орган в буквальном смысле сам себе голова и повреждение спинного мозга лишает его только одного типа раздражения инвалид способен на полноценную эрекцию правда он не испытывает никаких ощущений но для Сакс физическое наслаждение представляло лишь часть полового акта причем далеко не самую значительную главным была близость к этой вершине не мог приблизиться и миллион фальшивых оргазмов и молодой женщине казалось что Райм должен относиться к этому так же она снова поцеловала его еще крепче поколебавшись Райм ответил на ее поцелуй Сакс нисколько не удивилась тому что он знает толк в этом деле после черных глаз его губы безукоризненные формы были первыми на что она обратила внимание вдруг Райм оторвался от нее нет Сакс не надо молчи засунув руку под одеяло она начала трогать гладить дереть просто что просто что у них может ничего не получиться но все шло великолепно Сакс ощутила как естество Райма растет откликаясь на прикосновение ее руки так как это не снилось большинству самоуверенных кобелей с которыми она имела связь забравшись на Райма верхом болтая женщина сбросила ногой простыню и одеяло и нагнувшись снова начала его целовать о как она мечтала о том чтобы дать ему понять что она видит в нем своего идеального мужчину лишенного каких-либо изъянов Сакс сняла заколку роняя распущенные волосы ему на грудь наклонившись она снова поцеловала его Райм ответил их губы слились вместе сладостный момент длился казалось бесконечно Амелия извини нет ее лицо горело от стыда Сакс вдруг с ужасом вспомнила сколько раз оставшись наедине с мужчиной неважно другом или случайным знакомым она сталкивалась с тем что тут набрасываться на нее словно изголодавшийся подросток и вот в таких случаях ее голос был полон тем же разочарованием что прозвучало сейчас в голосе Райма значит вот кто она для него наконец поняла Сакс помощник коллега по работе друг с большой буквой Д извини Сакс не могу возникнут осложнения осложнения Сакс не видел никаких осложнений разумеется из-за исключения того обстоятельства что Райма ее не любит нет это ты меня извини быстро пробормотала она я вела себя глупо должно быть перебрала виски ты же знаешь меня от него быстро развозит Сакс натянув на лицо улыбку она стала одеваться Сакс дай мне высказаться не надо она не хотела больше слышать ни слова Сакс мне пора домой постараюсь завтра утром вернуться пораньше я должен высказаться но Райму так и не суждено было что-либо сказать объясниться принести извинения сделать признание или прочесть нотацию их прервал громкий настойчивый стук в дверь прежде чем Райм успел спросить кто там в спальню ворвался лон селита равнодушно взглянув на Сакс он снова повернулся к Райму и объявил только что пришло сообщение от ребят Боу дежуривших у двадцатого участка танцор был там изучал место сукин сын клюнул на приманку мы возьмем его Линкольн на этот раз мы его непременно возьмем пару часов назад продолжал детектив парни из группы наружного наблюдения заметили белого мужчину слоняющегося вокруг здания двадцатого участка судя по всему изучающего подходы потом они засекли как он разглядывает в бинокуле расположенную во дворе бензоколонку где заправляются патрульные машины точно за ним пробовали следить он исчез прежде чем к нему успели приблизиться Райм отметил как Сакс старается не привлекая внимания застегнуть верхнюю пуговицу блузки надо будет обязательно переговорить с ней о том что произошло ему необходимо все ей объяснить но в свете сообщения Селита этот разговор придется отложить дальше лучше полчаса назад поступило сообщение об угоне бензовоза компании Rollins Distributing она занимается поставкой горючего мелким заправкам кто-то прорезал дыру в проволочном заборе охранник услышав шум пошел проверить в чем дело его оглушили вдарили по башке так что вышибли всю память а потом этот тип смылся на одном из бензовозов заправку в полицейском участке снабжает компания Rollins нет но кто обратит на это внимание танцор подъезжает к участку на цинстерне охрана не заподозрив ничего неладного пропускает его внутрь а дальше а дальше бензовоз взрывается договорила за него Сакс опешившийся Литр раскрыл рот я думал он воспользуется машиной только для того чтобы проникнуть на охраняемую территорию вы полагаете он заложит бензовоз бомбу разозлившись на себя Райм мрачно кивнул Сакс права здесь танцор нас перехитрил мне и в голову не приходило что он такое придумает господи если в том квартале рванет бензовоз обогащенная бомба не думаю ответил Райм вряд ли у танцора хватит времени на то чтобы ее приготовить но ему достаточно будет лишь закрепить на стене цистерны небольшой фугасный заряд и великолепная зажигательная бомба готова участок выгорит дотла необходимо срочно всех эвакуировать оттуда только тихо тихо пробормотался элита легко сказать в каком состоянии охранник с той стоянки говорить сможет может но его ударили сзади он ничего не видел ладно по крайней мере мне нужна его одежда сакс молодая женщина встрепенулась ты не могла бы съездить в больницу и привезти ее ты знаешь как обращаться с вещами чтобы не уничтожить улики а потом поработай на автостоянке откуда танцор прогнал бензовоз ему было любопытно увидеть реакцию сакс он бы не удивился если бы она ушла холодно улыбнувшись но по ее красивому лицу Райм прочел что молодая женщина испытывает то же самое что чувствует он сам как ни странно облегчение по поводу того что вмешавшийся танцор нарушил ход событий этого вечера ведущих к катастрофе наконец-то наконец-то улыбка удачи о чем так страстно мечтал Райм Амелия Сакс вернулась через час с полиэтиленовым пакетом в котором лежали кусачки нашла их у дыры в заборе похоже охранник застал танцоров врасплох и тот их обронил да воскликнул Райм насколько мне известно он никогда не допускал таких ошибок возможно он начинает становиться беспечным интересно чем это вызвано Райм посмотрел на кусачки мысленно моля Бога о том чтобы на них сохранились отпечатки пальцев но недовольные Мэл Купер он спал в маленькой комнате для гостей наверху осмотрев каждый квадратный миллиметр поверхности инструмента так и не смог ничего найти а сами кусачки нам могут что-нибудь сказать спросил Райм хороший качественный инструмент такие можно купить в любом магазине а на распродаже имущества ремонтных мастерских их вообще за пару зеленых отдадут Райм с отвращением поморщился еще раз внимательно осмотрев кусачки он спросил следы инструмента есть Купер бросил на него недоуменный взгляд следы от инструмента это характерные отметины которые преступник оставляет на месте преступления действуя своим инструментом отвертками плоскогубцами отмычками фомками и тому подобным однажды Райму удалось привязать взломщика к месту преступления исключительно на основании небольшой щербинки на латунной пластине замка эта щербинка в точности соответствовала заусенцу на зуби или обнаруженному подозреваемого однако в данном случае на лицо был сам инструмент а не следы которые он мог оставить Купер не понял что имеет ввиду Райм я говорил о следах на лезвиях нетерпеливо бросил криминалист быть может перед нападением на стоянку танцор перерезал что-то такое что позволит нам установить где он прячется а вот и о чем Купер пригляделся к кусачкам внимательнее лезвия никелированные впрочем взгляните видишь по скобли лезвия и рукоятки возможно на них есть остаточные следы Купер пропустил пыль через хроматограф ого промормотал он ознакомившись с результатом анализа следы циклонита асфальта и целлюлозного химического волокна детонационный шнур сказал Райм танцор лезал его кусачками удивилась Сакс разве это не опасно о не опаснее чем резать простую ткань рассеянно произнес Райм мысленно представляя во что превратит окрестности двадцатого участка тысяча галлонов горящего бензина я должен был настоять на том чтобы перси брит уехали оттуда подумал он пусть бы их до самого суда держали в охраняемом доме где-нибудь в горах монтаны а я возомнил себя гением вздумал ставить на танцора ловушку Линкольн нарушил молчание селита нам нужно найти этот бензовоз время у нас есть заметил Райм танцор не станет действовать раньше утра он должен сделать вид будто происходит обычная доставка горючего Мел есть еще какие-нибудь следы Купер исследовал частицы задержанные фильтром пылесоса почва кирпич погоди-ка какие-то волокна пропустить их через хроматограф да в ожидании результатов эксперт склонился к экрану так-так волокна растительного происхождения такие есть бумаги читаю химическую формулу NH4OH гидроксид аммония сказал Райм аммиак встрепенулся селита быть может мы поторопились отмахнувшись от обогащенной бомбы следы машинного масла спросил Райм никаких эти волокна вымоченные в аммиаке они с рукояток кусачек нет с одежды оглушенного охранника аммиак Райм был в недоумении он попросил Купера поместить одно из волокон под электрический микроскоп максимальное увеличение как за него зацепился этот аммиак на экране появилось изображение одинокое волокно имело вид бревна по-моему сплавилось под действием температуры еще одна загадка бумага и аммиак Райм взглянул на часы без двадцати три ночи вдруг до него дошло что Селита его о чем-то спросил я говорю повторил тот быть может нам начать эвакуацию людей из участка я хочу сказать лучше сделать это сейчас а не дожидаться утра Райм долго не отрывал взгляда от голубоватого бревна на экране микроскопа наконец он словно очнулся да надо эвакуировать всех освободите также здание рядом с участком так подумаем по четыре дома с каждой стороны так много недоверчиво смехнулся Селита полагаешь необходимы такие решительные меры посмотрев на детектива Райм вдруг сказал нет я передумал весь квартал нужно эвакуировать весь квартал немедленно и достаньте сюда Хаумана и Дилрея мне наплевать где они я хочу чтобы они срочно прибыли сюда или сюда или сюда глава 17 час 22 из 45 кто-то из них не спал Селита устроившийся в кресле проснулся еще более взъерошенным Купер спал внизу Сакс судя по всему провела ночь на кушетке на первом этаже или во второй комнате для гостей Клинитрон ее больше не интересовал Том сам бледный как полотно измерил Райму давление особняк наполнился ароматом кофе только что расцвело Линкольн Райм в который раз просматривал списки улик импровизированный штаб заседал до 4 утра вырабатывая стратегию действий по поимке танцора и отвечая на бесчисленные жалобы по поводу эвакуации уведчается ли успехом их затея попадется ли танцор в расставленную ловушку Райм верил в это но оставался еще один вопрос о котором он старался не думать хотя у него плохо получалось трудно ли будет захлопнуть капкан танцор был смертельно опасен в обычной обстановке как поведет он себя будучи зажатым в угол том разнес кофе и все обступили подробный план квартала принесенный Дилреем Райм вернувшись в штормовую стрелу также подкатил к столу вся на месте обратился он к Селита и Дилрею ребята из отряда 32Е Боу Хаумана и группа Дилрея составленная из подразделений специального назначения южного и восточного округов ФБР были в полной готовности бойцы выдвигались на намеченные позиции под покровом ночи по канализационным трубам и крышам домов Райм был убежден что танцор продолжает наблюдение за целью сегодня ночью он глаз не сомкнет решительно заявил он Линк ты уверен что он клюнет на нашу приманку осторожно спросил Селита уверен как можно быть в чем то уверенным имея дело с танцором у гроба его самым страшным оружием является обман уверен на 92% криво усмехнулся криминалист Селита недовольно фыркнул в этот момент позвонили в дверь через минуту на пороге гостиной появился коренастый мужчина средних лет незнакомый Райму вздох со стороны Дилрия не оставил сомнений по поводу того что от незваного гостя ничего хорошего ждать не приходилось Селита похоже также знакомый с вновь прибывшим приветствовал его осторожным кивком вошедший представился Реджинальдом Элиополосом помощником прокурора Соединенных Штатов по Южному Округу Райм вспомнил что именно он выступает обвинителем по делу Филиппа Хэнсона Уэллинг Кальн Райм наслышан о вас так 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 да да Элиополос шагнул вперед машинально протягивая руку но осознав что Райм не сможет ответить на рукопожатие он просто переадресовал свою руку Дилрию с неохотой принявшему ее радостное восклицание Элиополоса Фред рад тебя видеть означало как раз обратное и Райму стало любопытно в чем причина этой холодной неприязни на Селлито и Мэла Купера прокурор даже не посмотрел Том интуитивно прочувствовал что к чему не предложил гостю кофе Так-так слышал вы замыслили масштабную операцию начальство вы известность не поставили но я черт побери знаю что такое импровизация порой просто не доходится времени чтобы собирать все необходимые подписи Пройдя к микроскопу Элиополос заглянул в окуляр Так-так с пониманием дела произнес прокурор хотя для Райма осталось загадкой что он мог увидеть поскольку лампа освещения предмета водителя была выключена Но начал Райм охоту на наемного убийцу необходимо прекратить Элиополос обвел взглядом присутствующих Вот и все Бронированный фургон уже ждет у здания администрации в центре города Я хочу чтобы максимум через час в нем находились свидетели по делу Хенсона Перси Клей Брит Хейл Их доставят в федеральный охраняемый дом Шорхэм в Лонг-Айленде И там они будут находиться до заседания суда которое состоится в пятницу вечером где им предстоит давать показания Точка Никакой охоты Как вам это нравится? Вы полагаете так будет лучше? Да-да именно так мы и полагаем Нам кажется что разумнее обеспечить свидетелям надежную охрану а не использовать их в качестве приманки в гендетте которую затеял управление нью-йоркской полицией Селита вздохнул Реджи Раскрой глаза пошире начал Диверей Тебя и не думали оставлять за бортом Предлагаю объединить наши силы Это будет совместная операция Это было бы совсем неплохо рассеянно произнес Леополос Все его внимание было обращено на Райма Скажите неужели вы наивно полагали что никто в руководстве не помнит о том что именно этот преступник убил пять лет тому назад ваших экспертов? Так-так Райм действительно на это надеялся И вот сейчас когда кто-то вспомнил о том трагическом событии ему с его бригадой придется плавать в кастрюле супа с фрикадельками Ну-ну успокойтесь сделанным весельем произнес прокурор Нам не нужна междоусобная война Разве я этого хочу? Разве мне это нужно? Мне нужен только Филипп Хэнсон Всем нужен только Хэнсон Запомнили? Именно он является крупной рыбой Сказать по правде Райм успел почти совсем забыть о Хэнсоне Только теперь когда ему об этом напомнили он понял что именно замыслил Элиополос и это открытие его очень обеспокоило Криминалист набросился на Элиополоса словно койот на добычу У вас есть способные агенты невинным тоннус просил он которые смогут защитить свидетелей Шоархиме? Неуверенно ответил прокурор А то как же Есть, есть И вы предупреждали их о мерах безопасности? О том насколько опасен танцор Пауза Наконец Да, я провел беседу И какие именно приказания получили ваши люди? Какие приказания? Панура переспросил Элиополос Он был человеком неглупым и понял что попался Рассмеявшись Райм переглянулся с селитой и дилреем Видите ли наш друг из прокуратуры хочет пригвоздить Хэнсона с помощью трех свидетелей Трех Перси Хейла и самого танцора насмешливо заявил Райм Он надеется поймать его и заставить дать показания Он пристально посмотрел на Элиополоса Значит вы тоже собираетесь использовать миссис Клей в качестве приманки Но только он намеревается поднимать танцора сам фыркнул Дилерей Понятно Понятно Вы считаете продолжал Райм что дело против Хэнсона недостаточно хорвошие даже если Перси и Хейл расскажут о том что видели Мистер Так-Так решил быть откровенным Они видели только как он загружал эти чертовы улики в самолет На самом деле они и это толком не видели Вот если нам удастся обнаружить сумки и с их помощью привязать Хэнсона к убийству двух солдат прошлой весной замечательно Но во-первых мы можем и не найти сумки во-вторых улики находившиеся в них могут оказаться безнадежно испорченными В таком случае в-третьих зовите меня мысленно докончил Райм Я смогу обнаружить обличающие улики даже в дуновении ночного ветра Но если вы поймаете убийцу нанятого Хэнсоном сказал Селита тот возможно согласится заложить своего хозяина Вот именно Элиополос торжествующе скрестил руки на груди как видимо делал в суде заканчивая обвинительное заключение Сакс слушавшая стоя в дверях задала вопрос который был готов задать сам Райм А что вы пообещайте танцору взамен А кто вы такая встрепенулся Элиополос Офицер Сакс отдела смотра мест преступления На самом деле эксперт-криминалист не имеет права задавать такие вопросы В таком случае его задаю я мать твою ряфнул Селита И если я не получу ответ этот же вопрос задаст мэр Как предположил Райм Элиополос ждала политическая карьера Скорее всего очень успешная Главное чтобы мы смогли успешно построить обвинение против Хенсона сказал прокурор Он больше из зол Я считаю что он более опасен Замечательный ответ сморщился Диллрей Однако он не имеет никакого отношения к нашему вопросу Так что же вы готовы пожаловать танцору если он настучит на Хенсона Этот вопрос еще не обсуждался Десять лет умеренного режима предположила Сакс Повторяю это еще не обсуждалось Мысли Райма снова вернулись к ловушке которую они так тщательно готовили до четырех утра Если Перси и Хейла сейчас перевести в другое место танцор об этом узнает и пересмотрит план своих действий Выяснив что свидетелей содержат в Шорхеме а охрана получила приказ взять его живым он преспокойно войдет в охраняемый дом убьет Перси и Хейла а также десяток федеральных маршалов и уйдет живым и невредимым У нас мало времени начал прокурор У вас есть постановление оборвал его Райм Я надеялся вы отнесетесь к моей просьбе с пониманием Вы ошиблись Но ведь вы частное лицо А я нет вставил Селита Так-так понятно Посмотрев на Дилре Элиополос даже не стал спрашивать на чьей-то стороне Через 3-4 часа у меня будет ордер на принудительное помещение свидетелей под охрану В воскресенье утром подумал Райм Ну-ну Мы их не отпускаем произнес он вслух Делайте то что считаете нужным Круглое бюрократическое лицо Элиополоса скривилось в улыбке Должен вас предупредить что в том случае если преступник будет убит при задержании я лично проверю отчет о правомерности применения оружия и весьма вероятно что я сочту чрезмерными действия полиции Он повернулся к Райму Я также заведу дело по обвинению частных лиц мешающих работе федеральных правоохранительных органов Это может привести к серьезным неприятностям Я просто хочу вас предостеречь Благодарю вас небрежно бросил Райм Я очень рад Как только прокурор ушел Селит осенил себя крестным знамением Господи Иисусе Линк ты слышал он пугает тебя серьезными неприятностями Та-та-та лично мне кажется этого петушка напугали бы и мелкие неприятности извинительно заметил Дилрэй Все дружно рассмеялись Потянувшись Дилрэй продолжал Линкольн ты слышал на город обрушилась какая-то зараза Какая еще зараза Ее уже успели подхватить масса народу Мы с моими ребятами из спецназа все чаще возвращаемся с операции испытывая неприятный зуд в указательном пальце правой руки И вы тоже спросил Селита по части актерского мастерства сильно уступающий агенту ФБР А я-то думал этим страдаем только мы в полиции Но дело в том заявил Фред Дилрэй что я знаю верное средство Достаточно просто пришить какого-нибудь поддонка вроде этого танцора Стоит ему только косо на тебя посмотреть Работает безотказно Он раскрыл сотовый телефон Полагаю неплохо будет напоминать об этом лекарстве моим ребятам И я прямо сейчас им и позвоню Глава восемнадцатая Час двадцать второй из сорока пяти Проснувшись на рассвете в мрачной спальне охраняемого дома Перси Клей встала с кровати и подошла к окну Раздвинув шторы она посмотрела на унылые серые тучи В воздухе висела прозрачная дымка Полетные условия крайне близки к допустимому минимуму Ветер ноль девяносто Скорость пять узлов Видимость четверть мили Надо надеяться что к вечеру распогодится О, она полетит в любую погоду Любой пилот обученный вождению по приборам сможет взлететь долететь до нужной точки и сесть при полном отсутствии видимости Более того современные авиалайнеры оснащенные компьютерами радиолокационными установками и системами уклонения от столкновений могут вообще летать без помощи человека и даже осуществлять мягкую посадку В то же время Перси предпочитала летать в ясную погоду Ей нравилось смотреть на проплывающую внизу землю ночные огни облака а над головой звезды все звезды ночного неба Перси снова вспомнила об Эдди о том как вчера ночью звонила в Нью-Джерси его матери они говорили о том как лучше справить поминки Перси хотела еще раз все обдумать составить список приглашенных но у нее ничего не получилось все ее мысли были заняты Линкольном Раймом она снова и снова мысленно прокручивала разговор состоявшийся вчера за закрытыми дверьми в спальне криминалиста после стычки с той полицейской Амелии Сакс Перси села рядом с Раймом в старое кресло какое-то время он изучал ее разглядывая с ног до головы ее захлестнуло странное чувство оно не имело ничего общего с тем что испытывают женщины которых мужчины бесцеремонно разглядывают на улице или в баре разумеется к ней это не относится скорее так осматривал ее старший пилот перед первым совместным вылетом проверял ее компетентность смекалку манеру вести себя ее мужество Перси достала было из кармана фляжку но Райм покачав головой предложил виски 18-летней выдержки Том считает я пью слишком много сказал он что соответствует действительности но что значит жизнь без пороков верно? Перси грустно улыбнулась мой отец как раз один из поставщиков алкоголя или пороков в общем сигарет он управляющий крупной табачной компанией в Ричмонде прошу прощения сейчас она называется как-то вроде компания по выпуску товаров массового потребления за окном послышался стук крыльев о рассмеялась Перси это всего-навсего сокол сапсан самец странно почему он поселился здесь обычно они предпочитают окраины не знаю однажды я проснулся а соколы уже были здесь вы разбираетесь с них? ну да охотились с ними? было дело у меня был сокол которого я получил еще птенцом такие легче поддаются дрессировке она улыбнулась осмотрев гнездо за окном но лучшей была взрослая самка они крупнее самцов и лучше охотятся работать с ними трудно но моя брала всех кроликов зайцев фазанов она до сих пор живет у вас? нет нет однажды она караулила летала высматривая добычу и вдруг почему-то передумала упустила большого жирного фазана поймала восходящий поток и поднялась на сотни футов вверх скрылась на фоне солнца я после этого целый месяц оставляла прикормку но она так и не вернулась так просто исчезла такое нередко случается небрежно пожала плечами перси это ведь все-таки дикие животные но мы провели вместе замечательные полгода именно эта соколица вдохновила на создание эмблемы гунзон эйр вам повезло с соседями она кивнула в сторону окна вы их как-нибудь назвали райм мрачно рассмеялся я такими вещами не занимаюсь том как-то пытался я хохотал так что он пулей выскочил из комнаты та полицейская сакс она действительно собирается меня арестовать о полагаю мне удастся отговорить ее от этого знаете я должен вам кое-что сказать продолжайте вам с хейлом придется сделать выбор именно об этом я и хотел с вами поговорить какой выбор мы можем вывести вас из города вами займется специальная служба защиты свидетелей предприняв необходимые отвлекающие действия мы наверняка собьем танцора со следа вы сможете дать показания на предварительном слушании но но танцор не отстанет от вас даже после предварительного слушания вы все равно будете представлять собой угрозу для филиппа хэнсона поскольку вам надо будет давать показания в суде а этого возможно придется ждать несколько месяцев вполне вероятно уже во время предварительного слушания дело развалится даже несмотря на наши показания возразила перси в таком случае хэнсону будет незачем нас убивать это не имеет значения получив заказ кого-то убить танцор не остановится до тех пор пока этот человек не будет мертв к тому же прокурора собирается также обвинить хэнсона в убийстве вашего мужа и вы будете проходить свидетелем и по этому делу хэнсону нужно чтобы вы исчезли кажется я начинаю понимать куда вы клоните райм поднял бровь червяк на крючке вокруг его выразительных глаз появилась сеточка морщин он рассмеялся ну я не собираюсь водить вас по людным местам вы будете помещены в охраняемый дом здесь в Нью-Йорке охраняемый в прямом смысле слова безопасность на высшем уровне однако мы дадим утечку информации о том где вы находитесь танцор вынырнет на поверхность и тут мы его остановим раз и навсегда затея безумная но мне кажется особого выбора у нас нет еще один глоток виски неплохо для напитка разлитого не в штате Кентукки безумная переспросила Перси позвольте задать вам один вопрос у вас есть детективы идеалы которыми вы восхищаетесь естественно из криминалистов это Агюст Вальмер и Адмонт Лакар вам знакомо имя Берил Меркхем нет женщина-летчица 30-х 40-х годов именно она а не Амелия Ирхард является моим кумиром Берил Меркхем вела роскошную жизнь она принадлежала к высшей английской аристократии Меркхем была первой не первой женщиной а первым человеком кто совершил в одиночку перелет через Атлантику по сложному маршруту с востока на запад Линдберг ведь использовал попутные ветры Перси рассмеялась все считали Берил Меркхем безумный газеты посвящали ей передовиться умоляя отказываться от полета разумеется она никого не стала слушать и перелет завершился удачно она совершила вынужденную посадку немного не дотянув до аэродрома и все-таки можно считать что перелет закончился удачно знаете я не могу решить храбрость это или безумие иногда мне кажется что между этими понятиями нет никакой разницы вы будете в безопасности продолжал Райм но полной ее назвать нельзя позвольте вам кое-что рассказать как вызовете этого негодяя наемного убийцу танцором танцором у гроба так вот у пилотов реактивных самолетов есть выражение угол гроба и что оно означает диапазон между скоростью срывов штопор и скоростью при которой самолет начинает разваливаться на части от турбулентности маха при приближении к скорости звука на уровне моря у летчика есть в запасе пара сотен миль в час но на высоте 50-60 тысяч футов скорость срыва в штопор составляет где-то 500 узлов а порог маха 540 узлов если летчик не удержится в этом интервале в 40 узлов он завернет за угол гроба и все все самолеты летающие на таких высотах обязаны быть оснащены автопилотами позволяющими удерживать скорость в безопасном диапазоне так вот я постоянно летаю на таких высотах и не помню когда в последний раз пользовалась автопилотом я не знакома с концепцией полной безопасности значит вы согласны но перси ответила не сразу она окинула Райма долгим изучающим взглядом тут есть что-то еще ведь так не понял переспросил Райм но его невинный тон был явно деланным полиция охотиться с таким рвением далеко не за каждым убийцей что такого натворил этот Хансен убил двух солдат и моего мужа в придачу а вы жаждете его крови так словно это сам Аль Капоне мне наплевать на Хансена тихо произнес Линкольн Райм восседающий на механическом троне с неподвижным телом и глазами мечущими черные искры похожими на глаза ястреба перси не призналась ему что она как и он ни за что не стала бы давать клички охотничьим птицам для нее ее любимица всегда оставалась просто соколом меня интересует только танцор продолжал Райм на его руках кровь полицейских в том числе двух моих сотрудников и я его обязательно возьму и все же перси показалось что он не договаривает но она решила дальше не напирать вы должны переговорить так же и с бриттом разумеется перси помолчала ну хорошо я согласна благодарю вас я но прервала его перси что при одном условии каком еще условии поднял бровь Райм перси вдруг словно молнией ударила если не обращать внимание на его парализованное тело замечаешь какое у него красивое лицо перси тотчас же начал терзать ее давнишний враг знакомый зуд донимавший ее в присутствии красивого мужчины эй троллиха жаба уродина ты свободна в субботу вечером наверное нет завтра вечером я совершу чартерный рейс по заказу US Hellscare решительно заявила перси о не думаю что это будет разумно так или никак сказала она повторяя фразу которую произносили при заключении контрактов Рон и Эд почему именно вы должны лететь нашей компании необходим этот контракт катастрофически необходим маршрут очень сложный все впритык и чтобы его выполнить требуется самый лучший летчик Good Zone Air то есть я что значит все впритык все рассчитано с точностью до десятого знака после запятой запас горючего минимальный я не могу допустить чтобы пилот делал дополнительные круги перед заходом на посадку потому что с первого раза он промахнулся или чтобы он уходил на запасной аэродром из-за сложных метеоусловий помолчав она добавила я не допущу чтобы моя компания вылетела в трубу Перси приготовилась услышать новые возражения но к ее удивлению Райм кивнул хорошо я согласен значит договорились встав Перси машинально протянула руку но во время одернулась он рассмеялся в последнее время мне приходится довольствоваться устной договоренностью они выпили виски скрепляя сделку и вот теперь рано утром в воскресенье Перси прижалась лбом к оконному стеклу охраняемого дома предстоит еще так много сделать необходимо подготовить фокстрот браво составить план полета только на это уйдет несколько часов и все же несмотря на беспокойство несмотря на скорбь из-за кончины эда Перси испытывала неописуемое наслаждение сегодня вечером она полетит привет дружелюбно протянул мужской голос обернувшись Перси увидела в дверях Роланда Белла доброе утро он быстро подошел к окну если хочется раздвинуть шторы будьте добры ползать на четвереньках как грудной ребенок Белл быстро зашторил окна ой я слышала детектив Райм готовит ловушку он гарантировал что поймает убийцу что ж говорят Линкольн Райм всегда прав и все же в данном конкретном случае осторожность не повредит спали нормально нет а вы удалось рвать пару часиков чуть раздвинув шторы Белл внимательно оглядел улицу но мне многое не нужно я всегда просыпаюсь бодрым и жизнерадостным что значит иметь дома молодежь а теперь давайте договоримся вы окна больше не расшториваете помните мы в Нью-Йорке только подумайте что будет с моей карьерой если вас зацепит шальной пулей какой-нибудь гангстер смеха ради палящий воздух да со мной целую неделю никто здороваться не будет так это мы обсудили ну а как насчет кофе в это воскресное утро в окнах старого особняка отражались налитые свинцом тучи все обещало дождь вот жена в халате стоит у окна светлый овал ее лица окружен темным ореолом волос взъерошенных после сна а вот стивен колл затаившийся в тени водонапорной башни на крыше старинного многоквартирного дома стоящего в квартале от охраняемого дома министерства юстиции на 35-й улице разглядывает в бинокль ее худое тело по которому плывут отражения туч он знал что стекло в окне пуленепробиваемое и обязательно выдержит первый выстрел он мог через 4 секунды всадить в то же самое место вторую пулю однако услышав звук разбитого стекла жена непроизвольно отпрянет назад даже если и не поймет что в нее стреляет высока вероятность что он не сможет нанести смертельную рану сэр я буду действовать в соответствии с первоначальным планом за спиной жены появился мужчина и шторы тотчас же задернулись потом его лицо показалось в щелочке цепкие глаза осмотрели крыши окрестных домов где логичнее всего должен был бы засесть снайпер мужчина показался стивену знающим свое дело и потому опасным стивен постарался запомнить его лица и тут же нырнул за парапет чтобы его не заметили уловка полицейских стивен предположил что ее замыслил линкольн червь насчет якобы перевода жены и друга в полицейский участок в эссайде одурачил ее не больше чем на 10 минут прослушав записанный на магнитофон разговор жены с неким уроном стивен запустил нелицензированную компьютерную программу скачанную из интернета программа установила номер телефона с которого звонила жена он начинался на 212 Манхэттен следующий выстрел был сделан с очень дальним прицелом ну а как одержать победу в сражении солдат оцени все возможности какими бы невероятными они не казались сэр подключившись к сети стивен ввел номер телефонный справочник определявший адрес и фамилию абонента с незарегистрированными номерами такой фокус не проходил и стивен был уверен что люди в федеральном правительстве не настолько глупы чтобы регистрировать номер телефона охраняемого дома он ошибался на экране компьютера появилась надпись Джеймс Эл Джонсон дом 258 восточная 35 улица невозможно после этого стивен позвонил в федеральную администрацию Манхэттен и попросил соединить его с мистером Джонсоном с мистером Джеймсом Джонсоном уточнил он минуточку соединяю извините вмешался стивен а в каком он отделении работает в отделении министерства юстиции управления хозяйственного обеспечения пока секретарша переадресовывала вызов стивен положил трубку установив что жена и друг находятся в охраняемом доме на 35 улице он украл подробный план района и стал разрабатывать план действий затем стивен отправился к зданию 20 полицейского участка в Вестсайде и умышленно показался с биноклем в руках перед бензоколонкой и наконец он угнал бензовоз оставив полно улик чтобы убедить полицию в том что он собирается исполнить бензовоз в качестве гигантской зажигательной бомбы и вот теперь стивен колл находился здесь в радиусе выстрела от стрелкового оружия от жены и друга он размышлял о работе пытаясь не проводить очевидную параллель лицо в окне следящее за ним ему было несколько не по себе но терпимо червей также было не слишком много шторы задвинулись стивен снова принялся изучать охраняемый дом трехэтажное здание не примыкающее к соседним постройкам подобно черному пятну окруженное переулками стены из песчаника самого прочного после гранита и мрамора строительного материала так что нечего думать о том чтобы пробить или проделать в них брешь взрывом окна забраны решетками с виду старинными чугунными но стивен не сомневался что в действительности они из особо прочной стали и к тому же оснащены датчиками реагирующими на удар или смещение пожарная лестница была настоящей но при ближайшем рассмотрении становилось видно что за зашторенными окнами чернеет темнота скорее всего к внутренней раме на болтах прикреплены стальные листы стивен отыскал настоящую дверь пожарного выхода под большой театральной афишей прикрепленной к кирпичной стене зачем клеить афишу в узком переулке кроме как для того чтобы замаскировать дверь переулок вроде бы ничем не отличался от сотни других таких же булыжник и асфальт но в нишах стен стивен разглядел стеклянные глаза видеокамер наблюдения и все же в переулке стоят мусорные баки которые обеспечат отличное прикрытие можно вылезти в переулок из окна соседнего нежилого здания и прячась за мусорными баками подобраться к двери пожарного выхода более того окно одного из офисов на первом этаже было открыто и ветерок шевелил занавески охранник следящий за мониторами системы наблюдения уже должен был привыкнуть к этому движению стивен собрался спрыгнуть из этого окна на землю до нее было футов шесть а затем укрываясь за мусорными баками проползти к двери пожарного выхода он был уверен что его никто не ждет ему удалось перехватить переговоры на полицейских частотах в которых шла речь об эвакуации всех жителей из домов расположенных рядом с двадцатым участком значит полиция действительно поверила что он собирается штурмовать здание используя бомбы солдат оценить обстановку сэр полагаю что противник рассчитывает на физические средства защиты дома а также на то что неизвестно его местонахождение обращаю внимание на отсутствие значительного количества сотрудника спецслужб сэр я делаю вывод что нападение в одиночку на данный объект с высокой вероятностью позволит устранить одну или обе цели однако несмотря на подобные рассуждения стивену было не по себе он не мог отвязаться от мысли что за ним охотится линкольн линкольн червь огромная скользкая тварь мерзкая жирная личинка пробирающаяся через трещины смотрящая в окна ползущая по его ноге гложущая его плоть смыть смыть их что смыть солдат тебе по-прежнему повсюду мерещатся черви мать твою сэр я никак нет солдат ты решил распустить нюни ты начинаешь вести себя как школьница никак нет сэр я подавил лезвию ножа я несу смерть я настроен на убийство сэр дышать глубоко и неторопливо успокоиться стивен спрятал чемодан с моделью 40 на крыше под деревянной вонодопорной башней остальное снаряжение он уложил в большую сумку а сам надел ветровку колумбийского университета и бейсболку спустившись по пожарной лестнице стивен скрылся в переулке он стеснялся даже боялся но не вражеских пуль а всепроникающего взгляда линкольна червя медленно но неумолимо ползущего по городу ищущего свою жертву стивен был готов встретить сопротивление но ему не пришлось никого убивать в административном здании расположенным рядом с охраняемым домом не было ни души вестибюль был пустынен камеры наблюдения отсутствовали входная дверь приоткрыта очень соблазнительно но все же стивен поборов искушение снова вышел на улицу и завернул за угол удаляясь от охраняемого дома проскользнув за сосну в горшке спрятавшую его от взгляда в случайных прохожих он выбил локтем окно в один из офисов как выяснилось в кабинет психиатра забравшись внутрь стивен минут пять простоял совершенно неподвижно сжимая в руке пистолет никого осторожно открыв дверь он вышел в коридор первого этажа остановившись перед дверью офиса в котором по его расчетам было открыто окно с колышущимися занавесками стивен взялся за ручку но какое-то шестое чувство заставило его отказаться от намеченного плана стивен решил воспользоваться полуподвальными помещениями отыскав лестницу он спустился в сырой лабиринт бесшумно пробравшись к стене обращенной к охраняемому дому стивен толкнул стальную дверь за ней оказалось просторное квадратное помещение заставленное ящиками и старым оборудованием войдя туда стивен обнаружил под потолком окно выходящее в переулок работа будет непростой придется вынуть стекло и снять раму но зато потом он сможет выбраться прямо за гору мусора а затем проползти по полостунски к двери пожарного выхода охраняемого дома так будет гораздо безопаснее чем через окно первого этажа ну вот кажется это победа он всех обманул обманул линкольна червя эта мысль обрадовала стивена так будто он уже уничтожил обе цели достав из портфеля отвертку стивен принялся разбирать раму винты откручивались с трудом и он был настолько поглощен работой что когда отбросил отвертку и схватился за рукоятку беретты незнакомец уже стоял у него за спиной упирая ему в затылок дуло пистолета стивен услышал зловещий шепот если шелохнешься считай себя трупом часть третья мастерство сокол взлетел страшная жаба с крыльями бесшумная сова летающий горбун ричард третий он устремился вниз его крылья делали размеренные взмахи горящие глаза с жуткой сосредоточенностью не отрывались от меня т.г. уайт сокол глава девятнадцатая час двадцать третий из сорока пяти краткоствольный револьвер скорее всего кольт или смит весом из него давно не стреляли и не смазывали я чувствую запах ржавчины солдат а о чем говорит заржавленное оружие о многом сэр стивен колл поднял руки высокий дрожащий голос произнес брось пистолет вот сюда и рацию тоже рацию ну же шевелись а то я вышиву тебе мозги в голосе сквозило отчаяние неизвестный шмыгнул носом солдат профессионалы угрожают не угрожают сэр это любитель обезоружить его подожди он все еще представляет собой угрозу слушаю сэр стивен положил пистолет на картонную коробку а где а где рация у меня нет рации сказал стивен повернись только без шуток медленно развернувшись стивен оказался лицом к лицу стощим мужчины с бегающими глазами грязный и оборванный он имел какой-то нездоровый вид у него текло из носа глаза были болезненно красными и от него воняло скорее всего бездомный бродяга приемный отец стивена таких терпеть не мог старый видавший виды кольт зажатый в вытянутой руке упирался стивену в живот курок был взведен для того чтобы он соскочил с боевого взвода не нужно больших усилий особенно если оружие старое застыв на месте стивен изобразил миролюбивую улыбку послушай сказал он я не собирался тебе делать ничего плохого где твоя рация выпалил неизвестный у меня нет рации бродяга осторожно похлопал своего пленника по груди стивен без труда смог бы с ним справиться тот совершенно не следил за движениями своего противника он вздрогнул ощутив прикосновение потных пальцев наконец бродяга отступил назад где твой напарник кто кончай придуриваться сам знаешь внезапно стивену снова стало мерзко перед глазами заползали черви что-то здесь не так честное слово я не понимаю о чем ты я имею в виду копа который только что тут был коп прошептал стивен в этом здании в воспаленных глазах бродяги появилась неуверенность подойдя к окну стивен выглянул на улицу стой на месте а то я буду стрелять убери свою пушку произнес стивен через плечо его уже не беспокоил курок готовый сорваться с боевого взвода он начал осознавать в полной мере глубину своей ошибки и от этого у него похолодело внутри не с места голос бродяги дрогнул ей богу я не шучу мать твою они и в переулке тоже спокойно спросил стивен минуты недоуменного молчания ты правда не коп они и в переулке тоже твердо повторил стивен бродяга беспокойно огляделся вокруг совсем недавно были там расставили мешки с мусором где они сейчас не знаю стивен снова выглянул в переулок мешки с мусором они разложили специально чтобы заманить его ложное укрытие если ты кому-нибудь дашь знак клянусь я да замолчи же стивен медленно обвел взглядом переулок терпеливый как удав наконец он увидел на булыжниках мостовой за одним из мешков тень шевельнувшуюся на пару дюймов а на крыше здания за охраняемым домом на башне лифта мелькнула рябью другая тень ребята прекрасно знают свое дело и не показывают дуло своих пистолетов и все же они не учли отблески отражающиеся от скопившейся на плоскости крыши воды господи иисусе каким-то образом линкольн червь мать его догадался что стивен не купился на спектакль вокруг двадцатого участка полиция ждала его именно здесь линкольн даже предугадал стратегию действия своего противника определил что стивен попытается выбраться в переулок из этого самого здания лицо в окне у стивена вдруг мелькнула абсурдная мысль что тогда в александрии это был линкольн червь стоявший в окне и освещенный розоватым светом следивший за ним разумеется этого не могло быть и все же стивен ощутил прилив тошнотворного страха заклеенная афишей дверь открытое окно колышащиеся занавески добро пожаловать в западню мать твою а переулок идеальная зона действия его спасло лишь шестое чувство линкольн червь все рассчитал точно черт побери кто он все в стивене закипело от злости по телу разливалась горячая волна если полиция ждет его здесь она установила за зданием наблюдения а это значит что коп которого видел этот жалкий отброс с минуты на минуту вернется чтобы проверить это помещение стивен резко обернулся к бродяге когда он последний раз заглядывал сюда во взгляде маленького человечка расцвел страх отвечай приказал стивен не обращая внимания на направленный на него кольт минут десять назад какое у него оружие не знаю какое-то хитрое вроде пулемета а ты кто такой я не собираюсь отвечать тебе мать твою с вызовом произнес бродяга вытирая рукавом соплевый нос при этом он допустил ошибку воспользовавшись рукой в которой держал револьвер во мгновение ока стивен вырвал у бродяги оружие и повалил его на пол не надо не убивай меня заткнись рявкнул стивен он машинально открыл барабан кольта проверяя сколько там патронов барабан был пуст он не заряжен изумленно спросил стивен человек пожал плечами я и ты угрожал мне незаряженным оружием но понимаешь если тебя ловят с незаряженным оружием срок дает небольшой этого стивен понять не мог ему хотелось прибить бродягу уже за то что он имел глупость носить мне заряженный револьвер что ты здесь делаешь иди своей дорогой оставь меня в покое заскулил человечек пытаясь подняться на ноги опустив кольт в карман стивен подобрал свою бирету и навел ее на бродягу что ты здесь делаешь тот снова шмыгнул носом наверху кабинеты врачей по воскресеньям здесь никого не бывает ну и я и забрался за образцами за какими еще образцами понимаешь врачам присылают бесплатно образцы разных таблеток и прочего дерьма учет всего этого не ведется так что можно натырить сколько угодно никто не заметит перкодан флоринол диетические таблетки и прочую дрянь но стивен его не слушал его снова охватила холодная дрожь линкольн червь где-то рядом ээ что с тобой спросил бродяга увидев исказившееся лицо стивена странно но черви тот час же исчезли как тебя зовут спросил стивен Джоди на самом деле Джодо Форио но все зовут меня Джоди а тебя как стивен не ответил выглянув в окно он увидел на крыше здания за охраняемым домом еще одну тень отлично Джоди слушай внимательно хочешь подзаработать ну нетерпеливо спросил райм что там он до сих пор находится в здании с восточной стороны от охраняемого дома доложил селита в переулок он еще не входил почему он обязан это сделать ничто не должно его остановить в чем дело сейчас проверяет этаж за этажом в том кабинете где мы рассчитывали он не появился в кабинете с открытым окном проклятие райм долго колебался оставить ли окно открытым с манящей колышущейся за наэской судя по всему это оказалось слишком грубо танцор что-то заподозрил все предупреждены о том что действовать необходимо с максимальной осторожностью спросил райм конечно успокойся но райм не мог успокоиться он не знал как именно танцор собирается осуществить нападение на охраняемый дом однако криминалист был уверен что оно произойдет со стороны переулка райм надеялся что мешки с мусором создадут у танцора иллюзию укрытия и он постарается им воспользоваться ребята дилры отряд 32 е хаумана оцепили переулок расположились в административном здании и на крышах зданий вокруг охраняемого дома сакс вместе с хауманом селита и дилрэем ждала в ничем не примечательном с виду фургоне припаркованном на соседней улице в какое-то время райм поддался на уловку с бензином то что танцор случайно оставил на месте преступления свой инструмент было маловероятно но все же допустимо первые подозрения появились у криминалиста тогда когда выяснилось в каком количестве обнаружены на кусачках остатки бигфордова шнура казалось танцор специально вымазал лезвие взрывчатым веществом чтобы полиция обязательно обнаружила его следы и райм пришел к выводу что танцор вовсе не становится все более неаккуратным как первоначально предположили они сакс показаться вблизи предполагаемого места нападения оставить в живых охранника с автостоянки чтобы тот смог сразу же обратиться в полицию все это было сделано умышленно однако последним штрихом перевесившим чашу весов стали вещественные доказательства аммиак связанный с волокнами бумаги существует лишь два источника подобного сочетания старые снимки архитектурных чертежей и подробные планы местности копируемые с помощью больших аммиачных принтеров райм попросил селита связаться с центральным управлением полиции и выяснить не было ли в последнее время проникновения в конторы архитектурных фирм или муниципалитеты вскоре пришел ответ что только что неизвестные ограбили офис мирового судьи райм попросил проверить целы ли листы относящиеся к району восточной 35-ой улицы и изумленные охранники ответили что похищены именно они но как именно танцор узнал о том что перси и брит находятся в охраняемом доме оставалось загадкой пять минут назад два бойца спецназа обнаружили на первом этаже административного здания разбитое окно танцор проигнорировал оставленную открытой входную дверь но все же решил осуществить нападение на охраняемый дом именно со стороны переулка как и предсказывал райм однако что-то его спугнуло сейчас он затаился внутри здания никто не имеет понятия где именно ядовитая змея в темной комнате где он что он замыслил слишком много способов умереть ждать он не станет пробормотал райм это слишком рискованно он уже начинал терять терпение на связь вышел один из агентов на первом этаже никого нет продолжаем обход прошло еще пять минут один за другим агенты докладывали об отрицательных результатах поисков но райм слышал лишь треск статических разрядов в наушниках кому не нужны деньги ответил Джоди но я не знаю что мне нужно делать помоги мне выбраться отсюда а ты что здесь делаешь это тебя ищут стивен оглядел маленького человечка с ног до головы он решил что в тактическом плане лучше быть откровенным к тому же через несколько часов этот человек все равно будет мертв я здесь для того чтобы кое-кого убить ого ты что мафиози да и кого ты собираешься убить Джоди помолчи мы с тобой здорово влипли мы я ничего такого не делал да но только ты оказался не в том месте не в то время поправил его стивен ты в таком же положении что и я потому что ищут меня и никто не поверит что ты не заодно со мной итак ты поможешь мне времени у меня в обрез да или нет Джоди постарался не выказывать свой страх но глаза выдали его да или нет я не хочу чтобы мне делали больно если ты на моей стороне с тобой ничего не случится я всегда слежу за тем кому делать больно а кому не делать и ты мне заплатишь наличными не чеком стивен не сдержал улыбки наличными никаких чеков в глазах Джоди отразилась напряженная работа мысли и сколько эта мелюзга еще торгуется пять тысяч страх остался в глазах но его потеснило изумление правда ты меня не дурачишь нет а что если я помогу тебе смыться а ты меня прибьешь чтобы не платить стивен снова рассмеялся мне самому платят гораздо больше пять тысяч для меня ничто к тому же если мы отсюда выберемся мне и дальше пригодится твоя помощь я за дверью послышался шум приближающиеся шаги коп ищет его один определил стивен вслушиваясь в шаги это естественно все ждут что он появится в офисе на первом этаже где линкольн черх оставил открытое окно там и ждет в засаде большинство спецназовцев убрав пистолет в портфель стивен достал нож так ты мне поможешь конечно тут думать нечего если Джоди откажется меньше чем через шестьдесят секунд он будет трупом и бедняга это прекрасно осознавал ну хорошо протянул он руку не обращая на нее внимания стивен спросил и как мы отсюда выберемся видишь эти шлакоблоки их можно вынуть смотри там начинается старый тоннель такие проходят под всем городом сейчас о них уже полностью забыли ну да спросил стивен жалея о том что не знал этого раньше мы пройдем в метро там я и живу на заброшенной станции прошло уже два года с тех пор как стивен в последний раз работал с напарником иногда он даже жалел о том что убил его Джоди шагнул к бетонным блокам подожди прошептал стивен сперва ты должен кое-что сделать встань к той стенке вот сюда он указал на стену напротив двери ну он же меня увидит посветит фонариком и сразу же обнаружит меня просто стой там с поднятыми руками он меня выстрелит захныкал Джоди не выстрелит доверься мне но испуганно взглянув на дверь Джоди вытер нос солдат а если этот слезняк струсит определенный риск есть сэр однако взвесив все я пришел к выводу что этого не произойдет Джоди очень нужны деньги доверься мне ну хорошо хорошо вздохнул Джоди не забудь высоко поднять руки а то он действительно выстрелит вот так вытянул руки вверх Джоди отступи назад чтобы твое лицо оставалось в тени да вот так я не хочу чтобы он тебя разглядел отлично то что надо шаги зазвучали совсем близко приглушенные неуверенные прижав палец губам Стивен располстался на полу шаги затихли вдруг в дверях появился человек он был в бронежилете поверх которого была надета куртка ФБР войдя в помещение агент осветил его фонариком закрепленным на стволе пистолета пулемета как только луч высветил торс Джоди агент сделал нечто такое что изумило Стивена он начал нажимать на спусковой крючок движение то было едва заметным но Стивен подстреливший великое множество животных и еще больше людей узнал то вздутие мышц ту напряженную позу что предшествует выстрелу Стивен действовал молниеносно вскочив он отбил ствол пистолет пулемета в сторону ломая закрепленный на стебельке микрофон после этого он вонзил лезвие из высокопрочной стали под трехглавую мышцу парализуя правую руку агента тот вскрикнул от боли они получили приказ его убить никаких трюков со сдачей в плен как только его обнаружат будет открыт огонь на поражение независимо от того вооружен он или нет о боже воскликнул Джоди неуверенно шагая вперед с высоко поднятыми руками зрелище комичное ударом ноги Стивен повалил агента на колени надвигая на глаза каску а затем заткнул ему рот куском тряпки господи ты его зарезал пробормотал Джоди опуская руки и приближаясь к раненому заткнись бросил Стивен займись тем о чем мы говорили уходим но живо Джоди таращился на окровавленного агента ну рякнул Стивен Джоди бросился к отверстию в стене а он подняв агента на ноги повел его в коридор они получили приказ его убить линкольн червь принял решение он должен умереть Стивен был взбешен жди здесь приказал он Джоди вставив наушники в рацию агента Стивен стал ждать на канале звучали голоса десятка полицейских осматривающих здания и перекликавшихся друг с другом времени у него мало и все же он должен их как-то задержать Стивен провел оглушенного агента по коридору и снова достал нож нож Глава двадцатая час двадцать третий сорока пяти ПРОКЛЯТЬЕ ПРОКЛЯТЬЕ выкрикнул Райм забрызгав себе подбородок слюной Том поспешил вытереть его но криминалист раздраженно тряхнул головой Боу! крикнул он в микрофон ВАЛЯЙ! ответил из штабного фургона Хауман Я считаю что танцор каким-то образом раскусил нас и теперь собирается прорываться с боем передай своим агентам чтобы они объединились в группы и были готовы к любым неожиданностям никто не должен действовать в одиночку пусть все заходят в здание полагаю подожди нет, только не это Боу! САКС! ответьте хоть кто-нибудь! но ему никто не отвечал Райм услышал какие-то крики потом связь перервалась вдруг в тишину ворвались обрывочные фразы Помощь! мы обнаружили следы крови в здании да, да нет, внизу в подвале Иннельман не выходит на связь он был в подвале всем быстро туда, ребята живее Райм нагнулся к микрофону Белл, ты меня слышишь? удвойте охрану свидетелей ни в коем случае, повторяю ни в коем случае не оставлять их одних танцор ускользнул и мы понятия не имеем где он сейчас в его наушниках послышался спокойный голос Роланда Белла они у нас под крылышком никто посторонний сюда не попадет тревожное ожидание невыносимое Райму хотелось кричать от бессилия где он? змея в темной комнате один за другим агенты и бойцы спецназа стали докладывать Дилеру и Хауману о том, что обследован очередной этаж наконец Райм услышал подвал чист но боже милосердный, здесь целое море крови и Иннельмана нигде нет мы не можем его найти господи, сколько же здесь крови Райм, ты меня слышишь? говори я в подвале произнесла в микрофон закрепленный на стебельке Амелия Сакс оглядываясь вокруг стены были из грязно-желтого бетона а полы были выкрашены серой шаровой краской однако молодой женщине было не до интерьера полутемного подвала повсюду олели пятна крови словно на одном из жутких полотен Джексона Поллока бедный Иннельман необходимо срочно его найти с таким сильным кровотечением человек не протянет и пятнадцати минут набор с тобой? спросил Райм у нас нет времени он потерял столько крови мы должны его найти спокойно, Сакс открой набор набор оперативного анализа следов крови на месте преступления содержит линейку протрактор инструмент для удаления из раны и народного тела с присоединенной леской сантиметр прибор Кастелла Майера а также люминал позволяющий обнаружить окислы веществ входящих в состав крови даже в том случае если преступник соскоблил все видимые следы Райм, здесь все так перепутано я не могу ничего определить о, место преступления расскажет нам гораздо больше, чем ты думаешь, Сакс оно нам многое расскажет что ж, если кто-нибудь и сможет разобраться в этой жуткой картине то только Линкольн Райм Сакс было хорошо известно, что они с Мелом Купером являются членами международной ассоциации следов крови она не смогла бы ответить что же беспокоит ее больше страшные следы крови на месте преступления или то обстоятельство, что существует большая группа людей посвятивших себя их изучению однако в данном случае дело было безнадежным мы должны его найти Сакс, успокойся, ты меня слушаешь? поколебавшись она ответила говори в настоящий момент тебе понадобится только линейка но сначала скажи, что ты видишь здесь повсюду капли крови капли крови могут рассказать многое но только в том случае, если они на ровной однородной поверхности что представляет собой пол гладкий бетон хорошо, какого размера капли? измерь какого размера капли? резко повторил он они все разные сотни размером с три четверти дюйма некоторые побольше где-то дюйм с четвертью тысячи крошечных, словно из пульверизатора не обращай внимания на маленькие это вторичные капли, спутники больших опиши большие, их форма в основном они круглые края зубчатые? да но некоторые ровные вот прямо передо мной правда они поменьше где он? инельман совершенно незнакомый ей человек истекающий кровью, словно фонтан сакс что? а маленькие капли, опиши их у нас нет времени, чтобы этим заниматься у нас нет времени, чтобы этим не заниматься спокойно поправил ее Райм черт бы тебя побрала, Райм мысленно выругалась сакс сказав вслух ну хорошо она приложила к каплям линейку размером с полдюйма совершенно круглые с ровными краями где они? оборвал ее Райм в конце коридора? в основном в середине в конце коридора склад там и рядом с ним капли большие с неровными зазубренными краями в противоположном конце коридора они меньше так, хорошо рассеянный произнес Райм после непродолжительного умолчания он объявил произошло вот что как зовут этого агента? Иннельман Джон Иннельман он друг Дилрея танцор напал на Иннельмана на складе и ударил его ножом один раз в верхнюю часть тела вероятно в руку или шею это большие неровные капли затем танцор вытащил Иннельмана в коридор и пырнул его второй раз ниже это более маленькие и ровные капли чем меньшее расстояние успевает прилететь капля тем ровнее края зачем танцор это сделал? выдохнула Сакс чтобы задержать нас он знает что мы сначала будем искать раненого и лишь затем двинемся в погоню за ним он прав, но мы ищем недостаточно быстро коридор длинный? вздохнув Сакс огляделась по сторонам футов пятнадцать и весь в крови на каплях есть отпечатки ног? десятки ведут во все стороны подожди тут грузовой лифт я его сперва не заметила вот куда ведут следы наверное Иннельман внутри нужно срочно нет Сакс не торопись это было бы слишком очевидно нужно срочно открыть дверь лифта я свяжусь с пожарными чтобы они привезли гидродомкрат или ключи от лифта мы послушай меня следы крови ведущие к лифту имеют каплевидную форму и направлены в разные стороны несчастный в лифте на дверях кровавый отпечаток Райм он умирает ты меня слышишь? Сакс они каплевидные? тихо повторил Райм похоже на головастиков молодая женщина посмотрела на бетонный пол ну да идеальные головастики с хвостами направленными в разные стороны да Райм именно так вернись к тому месту где это начинается это же безумство и Нельман истекает кровью в кабине лифта взглянув на стальную дверь Сакс решилась было послать Райма ко всем чертям но затем все же послушно пошла назад по коридору до того места где головастики исчезли Райм здесь их больше нет там есть какая-то дверь или дверца? да, а как ты узнал? запертая на засов снаружи? верно черт побери, как ему это удается? это что мы видели засов и прошли мимо ведь танцор не смог бы забереть себя внутри что ж, Нельман там Сакс открой дверь, возьмись плоскогубцами за язычок, ручку не трогай вокруг там остались пальчики танцора да, Сакс, еще одно что? не думаю, чтобы он оставил бомбу, у него не было времени и все же, в каком бы состоянии не находился Нельман а он в ужасном состоянии первым делом все же убедись, что танцор не оставил ловушек хорошо обещаешь? да достать плоскогубцы, отодвинуть засов, повернуть ручку пистолет на готове нажать на дверцу, пошла дверь распахнулась наружу но за ней не было ни бомбы, ни ловушки только бледное, обескровленное тело Джона Ивнельмана упавшая к ногам Сакс она вскрикнула он здесь, бедняга, рана серьезная молодая женщина склонилась над раненым из глубины коридора бежали два санитара и агенты ФБР и с ними мрачный Диларь Джон, что он с тобой сделал, о боже Диларь отошел в сторону и врачи принялись за работу срезав с Ивнельма на одежду, они осмотрели раны полуприкрытые глаза раненого оказались остекленевшими он уже... не смог выговорить Диларей уложив раненого на каталку, врачи подсоединили капельницу его надо срочно в машину, пошли они бегом покатили каталку к выходу Диларей последовал за ними, уронив голову бормоча что-то себе под нос и ломая в руке погасшую сигарету он может говорить послышался в наушниках голос Райма есть какие-нибудь намеки, куда делся танцор? нет, раненый без сознания неизвестно, удастся ли его спасти, о господи Сакс, держи себя в руках перед нами место преступления, которое необходимо осмотреть мы обязаны определить, где спрятался танцор если, конечно, он еще здесь возвращайся на склад, там есть окно и дверь, выходящие на улицу Сакс пошла по коридору назад как ты узнал про эту дверцу? по направлению капель крови танцор спрятал Иннельмана в шкафчик, а сам вымочил в его крови какую-то тряпку потом дошел до лифта, размахивая кровавленной тряпкой капли разлетелись во все стороны, именно поэтому они имели форму головастиков а поскольку танцор направил нас к лифту, мы должны были искать в противоположной стороне итак, ты вернулась на склад? да опиши помещение одно окно под потолком выходит в переулок похоже, танцор начал его открывать, но не успел большинство винтов на месте, дверей нет Сакс выглянула в окно я не вижу позиции наших ребят не знаю, что могло спугнуть танцора ты не видишь цинично произнес Райм а он увидел ладно, начинай ходить по методу решетки посмотрим, что ты сможешь найти тщательно исследовав помещение Сакс собрала с помощью пылесоса пыль и аккуратно упаковала фильтры говори о том, что видишь описывай все осветив фонариком стены молодая женщина обнаружила два выделяющихся своим видом блока довольно узко, но под жарый человек вполне сможет протиснуться Райм, я определила, как танцор ушел отсюда через стенку, два бетонных блока вынимаются ничего не трогай, вызывай спецназ Сакс позвала в подвал спецназовцев и они, осторожно вытащив указанные блоки посвятили в образовавшиеся отверстия фонариками закрепленными на стволах пистолетов пулеметов чисто, сказал один из них достав пистолет, Сакс проникла в сырой холодный проход узкий, уходящий вниз коридор, заваленный строительным мусором ввел через отверстие в фундаменте со стен капала вода молодая женщина следила за тем, чтобы наступать только на большие куски бетона обходя участки мокрой земли Сакс, что ты видишь? говори! она направила источник поляризованного света на те места, к которым танцор сохраняя равновесие, мог прикасаться руками Ого! что такое? отпечатки пальцев, свежие, латентные подожди, но есть и следы перчаток окровавленных ничего не понимаю неужели танцор, решив, что здесь он в безопасности, снял перчатки? она направила неестественный желтовато-зеленый луч себе под ноги О! ну что еще? это не его отпечатки, танцор здесь был не один не один? почему ты так решила? тут два разных следа ног оба свежие одни больше, другие меньше оба ведут в одну сторону эти люди бежали господи, Райм! в чем дело? это значит, у танцора есть напарник? спокойно, Сакс стакан наполовину полон, весело заметил Райм это значит, что теперь у нас будет вдвое больше улик, чтобы выследить танцора а по-моему, мрачно возразил Сакс это значит, что он стал вдвое опаснее что ты принесла? спросил Линкольн Райм Сакс вернулся в его особняк и теперь они с Мелом Купером разбирали улики, собранные на месте преступления но сначала Амелия Сакс вместе с бойцами спецназа прошла по следам танцора и его напарника до того места, где проход выходил в канализационный тоннель там следы обрывались вероятно, преступники выбрались через канализационный люк на улицу Сакс передала Куперу отпечатки пальцев, обнаруженные в проходе эксперт, отсканировав их, через компьютер связался с федеральной базой данных затем Сакс протянула Райму два снимка следов ног, сделанных электростатическим методом вот то, что я сняла в проходе это след танцора, она указала на один из снимков он соответствует следу, оставленному в офисе на первом этаже, через который танцор проник в здание «Обычные рабочие ботинки фабричного производства», — заметил Райм «А ты бы хотел, чтобы он носил армейские сапоги?» — буркнул Селлита «Нет, это слишком привлекало бы внимание у рабочих ботинок резиновые подошвы, которые не скользят и стальные вставки в носках, и щиколотку, они держат ничуть не хуже армейских Сакс, покажи-ка мне другую поближе» ботинки меньшего размера были со стоптанными каблуками и протертыми подошвами в дыре правого ботинка была видна паутина складок кожи на ступне «Носков нет, похоже, дружок танцора бездомный» «Зачем ему понадобился напарник?» — спросил Купер «Понятия не имею», — сказал Селлита «Говорят, что он всегда работал в одиночку, он использует людей, но не доверяет им» «И в этом же самом обвиняли и меня», — подумал Райм «Отпечатки пальцев на месте преступления», — сказал он «Этот тип не профессионал, судя по всему, он просто понадобился танцору» «Например, чтобы вывезти его из здания», — предположила Сакс «Вполне возможно» «Вероятно, сейчас бедняга уже мертв», — добавила она «Вероятно», — согласился Райм «Следы очень маленькие», — сказал Купер «Где-то восьмой размер» «Размер подошвы не всегда соответствует размеру обуви, а уши сложений человека на основании оставленного им следа вообще судить очень сложно» «И все же разумно было предположить, что напарник танцора щуплый и низкорослый» «Дальше наступил черед микроскопических улик» «Купер поместил образцы на предметное стекло и вставил его в сравнительный микроскоп» «Изображение тотчас же появилось на экране компьютера Райма» «Командный режим. Курсор влево», — приказал Райм, нагибаясь к микрофону «Стоп!» «Двойное нажатие левой клавиши» Он получил изображение «Цемент. Бетон. Почва. Пыль. Сакс, где ты это взяла?» «Соскоблила с краев бетонных блоков и забрала пылесосом с пола в подвале и в проходе. Кроме того, я обнаружила за ящиками, ну, что-то вроде логова, где кто-то караулюл, притаившись» «Хорошо. Мел, давай газуй. Тут масса всякой сячины, которую я не узнаю» Газовый хроматограф нагрел исследуемые образцы, а получившиеся пары были подвергнуты спектральному анализу Купер склонился к экрану «Удивляюсь, как этот дружок танцора еще способен передвигать ноги», — присвистнул он «Мел, поконкретнее» «Линкольн, это просто ходячая аптека. Секобарбитал, фенобарбитал, диксидрин, амобарбитал, мепробомат, хлордиазопоксид, диазепам» «О боже», — пробормотал Селита. «Ну и ну!» «Также лактоза и сахароза», — продолжил Купер. «Кальций, витамины, молочные ферменты». «Детское питание», — определил Райм. «Торговцы наркотиками таким образом прячут свой продукт». «Итак», — танцор взял себе в напарники конченого наркомана. «Ну и дела». «А в том здании столько врачебных кабинетов», — заметила Сакс. «Видимо, этот парень забрался туда за таблетками». «Связывайтесь с архивом», — сказал Райм. «Пусть дают список всех любителей аптечного зелья». «Да он будет размером с телефонный справочник», — засмеялся Селита. «Лон, никто не говорит, что это просто», — но прежде чем Селита успел подойти к телефону, Купер получил сообщение по электронной почте. «Лон, можешь не беспокоиться». «А?» «Пришел ответ на запрос о пальчиках», — эксперт постучал пальцем по экрану монитора. «Кем бы ни был этот тип, он не попадался в поле зрения правоохранительных органов нашего штата». «Черт!» — в сердцах бросил Райм. Он снова чувствовал над собой какое-то проклятие. «Ну почему? Не может быть хоть чуточку проще». «Тут есть еще кое-что», — сказал Купер. «Осколок синий кафельной плитки, сзади осадок, а к нему прилип вроде цементный раствор». «Дай-ка посмотреть». Эксперт вставил предметное стекло в микроскоп. Изогнув шею так, что стало больно, Райм нагнулся к монитору. «Так, старая мозаичная плитка, полированная глазурь на свинцовой основе. Такие перестали делать лет шестьдесят-семьдесят назад. Но никаких выводов о происхождении этой плитки. Еще что-нибудь?» «Волосы». Поместив образец под микроскоп, Купер прильнул к окулярам. Райм тоже увидел тоненькие палочки. «Шерсть животного», — объявил он. «Опять кошки?» — спросила Амелия. «Давайте-ка посмотрим», — откликнулся Купер, не поднимая головы. «Но эта шерсть не принадлежит животному семейства кошачьих». «Грызун?» «Крыса», — сказал Райм. «Раттус норвекикус». «Сакс, что в этом пакете?» «Нет, нет, не в этом. Вон в том». «Я обнаружила его на том бетонном блоке, который вынимали. По-моему, это след руки. Отпечатков пальцев не было, но такой след могла оставить ладонь». «Почему ты так думаешь?» «Потому что я сама вымазалась в какой-то грязи, и когда надавила на блок, получился похожий след». «Молодец, моя Амелия». На мгновение мысли Райма вернулись к прошедшей ночи. «Они лежали в кровати, рядом». Криминалист решительно прогнал их. «Мэл, что это?» «Похожая какая-то смазка, загрязненная пылью, почвой, волокнами древесины, органическими частицами. Кажется, мясо животного. Все очень старое. Ну, посмотри в верхний угол». Райм увидел на экране компьютера серебристые ниточки. «Металл, стружка. Прогазуй, выясним наверняка». Купер запустил хроматограф. «Нефтепродукты», — сказал он. «И железо со следами марганца, кремния и углерода». «Подожди», — остановил его Райм. «А следы других элементов есть? Хрома, кобальта, меди, никеля или вольфрама?» «Нет». Райм уставился в потолок. «Металл. Старинная сталь, выплавленная в бессимерской печи. Если бы она была современной, в ней обязательно присутствовали бы другие элементы». «Тут есть еще кое-что, каменноугольная смола». «Криозот», — воскликнул Райм. «Я все понял. Танцор совершил первую крупную ошибку. Его приятель — ходячая карта». «И куда ведет эта карта?» — спросила Сакс. «В метро». «Смазка старая, стальная стружка со стрелок. Криозотом пропитаны шпалы. Да, а осколок мозаичной плитки на многих станциях были мозаичные панно, посвященные окрестным достопримечательностям». «Точно!» — подхватила Амелия. «На станции площадь Астор. Понно с изображением животных, которыми торговал Джон Джейкоб Астор. Осколок кафельной плитки. Вот зачем понадобился этот человек танцору. Ему необходимо где-то спрятаться. А его новый приятель, судя по всему, какой-то бездомный наркоман, живущий на заброшенной станции или в тоннеле». Вдруг Райм заметил, что все смотрят на появившуюся в дверях человека. Он умолк. «Дилрей!» — окликнулся Лита. Угрюмый взгляд Фрея Дилрея был устремлен в никуда. «В чем дело?» — стревоженно спросил Райм. «Иннельман!» Ему наложили швы. «Триста стежков!» Но было уже слишком поздно. Он потерял слишком много крови. Умер, не приходя в сознание. «Какой ужас!» — ахнула Амелия. Всем присутствующим было известно, что лучший друг Дилрея погиб во время взрыва административного здания в Аклахома-Сити. Райм вспомнил о Тоне Панелле несколько дней назад похищенном прямо в центре города. Скорее всего, сейчас его уже нет в живых. А единственными уликами являются крупицы странного песка. И вот теперь Дилрей потерял еще одного друга. Специальный агент принялся возбужденно расхаживать по комнате. «Вам, конечно, известно, зачем танцор зарезал его». Все молчали. «Только за тем, чтобы сбить нас со следа. Отвлечь наше внимание. Можно ли в это поверить? Чтобы сбить со следом, мать его!» Резко остановившись, Дилрей с надеждой посмотрел на Райма. «Линкольн, есть хоть какая-нибудь ниточка?» «Кое-что, но немного». Он рассказал про бездомного приятеля от ансора. Про наркотики. Про логово где-то в метро. Неизвестно где. «И это все?» «Боюсь, да. Но мы проанализировали еще не все улики». «Улики!» С презрением прошептал Дилрей. Направившись к выходу, он задержался в дверях. «Чтобы сбить нас со следа. И ради этого убить человека!» «Фред, подожди! Ты нам нужен!» Но Дилрей не услышал Райма. А если услышал, то решил не обращать внимания. Он стремительно вышел из комнаты. Через некоторое время громко хлопнула входная дверь. Продолжение следует...